Поэтому я всех приветствую, кто ранними пташками, нас в сумме 47 человек, народ будет еще подтягиваться. Мы начинаем второй день конференции Ассоциации транспарциональной психологии и психотерапии «Творчество как суть эволюции». Вчера у нас был долгий день. Запись конференции, с которой я работал еще допоздна, сохранение ее заняло около трех часов. Это 10 часов непрерывной записи, вы все ее получите через пару дней после конференции, когда мы подготовим запись второго дня. И путеводитель, потому что это единый файл, 10 часов, и вам будут присланы также метки времени, соответствующие программе, чтобы можно было при желании очень легко подать на нужное место. Так, нас стало больше за вчерашний день, почти на 30 человек. И у нас, как мне сообщили, уже около 200 зарегистрированных участников, плюс 60 студентов Московского института психоанализа, плюс все выступающие, у нас 25 или 26 человек. Так что, хорошая конференция. Не все, конечно, присутствуют, потому что, как я вчера говорил, у нас участники из многих стран, со всех континентов, поэтому живут в разных часовых поясах. Они будут потом смотреть эту конференцию в онлайне. Так что, мы с вами продолжаем сегодняшний день и открывает его старейшина тоже, трансперсональной психологии российской, член президиума нашей ассоциации Екатерина Юрьевна Худобина. Она много лет занимается темой интуиции, творчества в жизни, в терапии, в решении задач, ведет курс у нас в Московском институте психоанализа на эту тему. Так что, Екатерина Юрьевна, интуиция в жизни и психотерапии, пожалуйста. За две минуты я опять появлюсь, Катя, на экране, давая знак, что время скоро придет для следующего докладчика. Хорошо, спасибо большое. Как меня слышно? Все в порядке со звуком? Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я поздравляю вас с нашей конференцией очередной, второй ее день. Я надеюсь, сегодня у всех отличное настроение, и мы прекрасно поработаем. Я поздравляю вас со вторым днем конференции, вот этим букетом очень красивых осенних хризантем. И словами, молитвой индейцев племени Наваха. «Да пребудет с вами красота, пусть красота окружает вас со всех сторон, пусть красота будет справа от вас, пусть красота будет слева от вас, пусть вас окружает всегда красота, да пребудет с нами красота». Итак, тема «Интуиция в психотерапии, в жизни и в творчестве». Поскольку мое основное предназначение — это преподавать психологию, то как преподаватель психологии я готовила курс «Творчество, интуиция, эмпатия» для студентов, трансперсональных психологов, которых мы готовим в Московском институте психоанализа. Ну и я столкнулась с тем, что все интуитивно знают и понимают, что такое интуиция, но в то же время существует очень большая такая неразбериха с этим термином. И, с одной стороны, есть такие очень строго научные определения в рамках психологии мышления. И, с другой стороны, есть очень большое количество литературы, книжек по селф-хелпу, где тоже люди предлагают свои пути и способы развития интуиции. Да и первое, что мне захотелось сделать, это мне захотелось навести порядок, упорядочить всю ту информацию, которая связана с понятием интуиции. И то, с чего я начала, я проанализировала определения интуиции, которые даны в словарях и учебных пособиях. Ну и вот, не вдаваясь во все детали, я взяла три определения, которые дают словари. Я вам их зачитаю, это не значит, что их нужно там как-то запоминать или что-то еще, просто для сравнения. Вот психологический словарь, изданный во времена Советского Союза. Интуиция – это знание, возникающее без осознания путей и условий его получения, в силу чего субъект имеет его как результат непосредственного усмотрения. Интуиция трактуется как способность человека, например, художественная или творческая интуиция, или научная интуиция. Интуиция понимается как целостное схватывание ситуации, чувственная и интеллектуальная интуиция и как механизм творческой деятельности. Вот такое развернутое и полное определение дает психологический словарь, изданный, по-моему, в 1986 году. А теперь определение интуиции в словаре Вебстера. Интуиция – это наша способность к прямому знанию, немедленному инсайту, без предварительных рассуждений и размышлений. Кратко и емко. И определение интуиции, предлагаемое психологическим словарем уже постперестроечного времени, то есть это где-то 2000 год. Интуиция – это мыслительный процесс, состоящий в нахождении решений задачи на основе ориентиров поиска, не связанных логически и недостаточных для получения логического вывода. И хотя эти определения раскрывают разные аспекты, разные стороны интуиции, вот это как бы влияние времени сказывается даже на определении понятия интуиции. Вот. Ну и говоря обыденным языком, когда мы говорим об интуиции, то обычно мы подразумеваем что-то неожиданное, неординарное, связанное с тем, что человек находит решение при недостатке информации. И этой информации оказывается гораздо меньше, чем необходимо для принятия рационального решения. Следующую задачу, которую я видела перед собой, это посмотреть, как основные направления психологии, и в том числе трансперсональная психология, какие подходы существуют к исследованиям интуиции, к пониманию интуиции. Одним из первых понятий интуиция рассматривал в психологии Карл Юнг. И он определял интуицию в контексте психологических типов личности. Как известно, Карл Юнг известен своим учением об андрогинности, а также описанием интроверсии и экстраверсии и основных психических функций, таких как мышление, восприятие, эмоции и интуиция. Так вот, согласно Юнгу, интуиция – это восприятие при помощи процессов, протекающих бессознательно на основе информации из подсознания. В соответствии с двумя характеристиками, с двумя модусами человека, человеческих типов, интроверт или экстраверт и ведущей психической функции, он выделил некоторое количество психологических типов. Среди мы не будем останавливаться на описании классификации этих типов. Мы отметим лишь два основных, связанных с нашей темой. это представление об экстравертной интуиции и представление об интровертной интуиции. Так вот, в процессе взросления, в процессе жизни каждый человек выбирает, отдает предпочтение одной из основных психических функций. И использует ее чаще всего и наиболее избирательно и осознанно. Эта функция называется первичная. Ну и, соответственно, есть вторичная функция, которая является вспомогательной. Итак, как же Юнг определяет интуитивного экстраверта? В экстравертной установке интуиция направлена на внешние объекты. И дальше я цитирую Юнга. Интуиция подобна шестому чувству, которое видит нечто, чего в действительности нет. Интуитивные мысли приходят совершенно неожиданно, как догадка или предчувствие. У экстраверта, у которого интуиция ориентирована в направлении вещей других людей, наблюдается необычная способность ощущать то, что происходит за сценой, под поверхностью. Интуиция как бы видит через внешний слой. Там, где сравнительно мирское восприятие ощущает и видит вещь или лицо, интуитив прозревает душу. Интровертная интуиция направлена на содержание бессознательного, хотя она может стимулироваться и внешними объектами. Интровертный интуитив видит происходящее за сценой и очаровывается, как говорит Юнг, теми внутренними образами, которые приносятся в его жизнь. Поскольку интуиция направлена внутрь, такие люди прежде всего обнаруживаются среди видящих и пророков, говорит Юнг, поэтов, художников, а в традиционных культурах таковыми являются шаманами, которые передают сообщения богов своему племени. На более светском уровне люди этого типа склонны к мистическим переживаниям и трансцендентальному, трансцендентному опыту, трансперсональному опыту. Для нас эти описания являются базовыми, начальными, поскольку аналитическая психология Карла Юнга послужила основанием для возникновения и развития трансперсональной психологии. И студенты спрашивают, значит ли это, что трансперсональные психологи это обязательно интуиты, экстравертные или интровертные? Нет, конечно, нет, конечно, это далеко не так. Но тем не менее, вот эти описания оказались первыми описаниями в психологии, которые послужили толчком для развития учений и изучения исследования интуиции. И долгое время они были немногими описаниями, которые жили в психологии. Бихвеористы пытались изучить интуицию с точки зрения принципов научения и относились к понятию интуиции с точки зрения обучения с первой попытки. В гештальт психологии интуиция понималась как восприятие существенных признаков проблемы и когда опыт настоящего и прошлого совпадает и образует целостный гештальт. Один из основоположников теории познания, психологии познания, Джером Бруннер отмечал, что интуитивной мысли не свойственно продвигаться выверенными, тщательно проверенными, подготовленными шагами. Вместо этого она склонна к подвижности, к маневрированию, гибкости, основанному на неявном восприятии проблемы в целом. Другие авторы, изучавшие интуицию, отмечают такие ее признаки. Во-первых, схожесть интуиции с процессами восприятия. По своим характеристикам, интуиция также непроизвольна, целостна, спонтанна. Она не может возникать как произвольное действие. Разные авторы отмечают разную роль интуиции в процессе познания. Так один из исследователей интуиции, Томас Бастик, заявляет, что интуиции обязаны все творения, все проекты, все созданное человеком до сего дня в цивилизации. «Могу говорить», — пишет он, — «что именно разум поднял нашу цивилизацию на такую высоту, но разум всего лишь слуга интуиции». То есть такое расширенное всеобщее понимание интуиции. Трансперсональный психолог Фрэнсис Фоган в своей книге «Пробуждение интуиции» писала, что если предчувствие оказывается неверным, то это следовало бы скорее назвать плохим выбором наугад, нежели интуицией. Ну и из трансперсональных психологов особую роль интуиции в творческом процессе, в процессе решения творческих задач, связь интуиции с темой сновидения, раскрытые в блестящей работе Стэнли Крипнера и Дилларта, посвященном сновидениям интуиции в творческом решении проблем. Другое направление исследования интуиции получили в социальной и когнитивной психологии. И вот для того, чтобы не утонуть во всем этом объеме исследований информации, я решила выбрать в качестве основной фундаментальную работу социального психолога Дэвида Майерса, которая называется «Интуиция». В этой работе он приводит обширный перечень исследований и разных аспектов интуиции. Остановимся на некоторых из них. И следующий вопрос, который я хотела бы очень кратко, очень обзорно обозначить, это феномены или проявления интуиции в повседневной жизни и в творческой, может быть, в психотерапии, в консультировании. Я буду просто перечислять эти феномены и останавливаться на тех из них. Я на вопросы чуть позже отвечу, ладно? И останавливаться на тех из них, которые меня просто глубоко поразили. Я не знала о том, что это существует. Итак, один из таких медицинских феноменов, которые блестяще показывают наличие какого-то особого интуитивного способа восприятия, это зрение слепых. Вот в двух словах, когда утрачивается часть зрительной коры головного мозга вследствие этой рамы или медицинского вмешательства, то у человека может уменьшиться поле зрения. И в эксперименте такого рода пациентам показывали серию черточек, которые были вертикально и горизонтально расположены на листках. После этого их просили отметить, что они видели. Естественно, эти люди не видели ничего, потому что они попадали в эти изображения в слепое поле, их зрение. Они говорили, что ничего не видят. Тем не менее, если спросить испытуемого, являлись ли эти черточки вертикальными или горизонтальными, они безошибочно говорили, какого рода были черточки. То есть, с одной стороны, был правильный ответ, который их самих удивлял. Они крайне удивлены, когда говорили, что они правы, с одной стороны. С другой стороны, объективный факт – отсутствие зрительной коры и сужение поля зрения. То есть, эти люди явно знали больше того, что они знали. А еще один феномен, связанный с нарушениями зрительного восприятия – это такой дефект, который называется агнозея на лица. То есть, у пациентов с этими заболеваниями нарушается распознавание лиц. И у них может сохраняться нормальное зрительное ощущение, но нарушается зрительное восприятие лица. Они ощущают визуальную информацию. И вот когда таким испытуемым предъявляют целую серию фотографий незнакомых людей, они могут точно описать черты лица. Но если в этой серии незнакомых людей встречаются знакомые лица, они их не узнают, хотя черты лица описывают. Но при этом, когда им показывают незнакомое лицо, они на телесном уровне не реагируют на это лицо. А когда им показывают лицо любимого человека, их тело демонстрирует все признаки узнавания. Такие как изменение учащения сердцебиения, изменение тонуса, изменение потоотделения. То есть, они не понимают, не осознают того, что знает их сердце. Вот эти факты показались для меня совершенно новыми и удивительными экспериментальными подтверждениями того, что даже при серьезных нарушениях восприятия функция интуиции сохраняется. Ее берут на себя другие отделы нашей нервной системы, нашей души, нашей психики. Ну, а более очевидные факты – это факты работы интуиции в повседневном восприятии. Это инстинктивное поведение, привычки, автоматизмы, потому что миллион раз в течение дня мы опираемся на это подсознательное знание и видение, не обращаясь к рациональному мышлению, к рациональной оценке и прекрасно справляемся с этими сложными ситуациями. Еще один феномен интуиции – это мышление без осознания. Мышление без осознания. И здесь можно обратиться к работам социальных и когнитивных психологов. Особенно в последнее время этих исследований в когнитивной психологии появилось достаточно много о том, что огромное количество информации обрабатывается за кулисами сознания. И, как образно выразился Дэвид Майерс, без каких-либо усилий мы делегируем большую часть мышления и принятия решения массам когнитивных работников, которые трудятся в подвалах нашего разума. Еще одним удивительным феноменом интуитивного обучения является обучение у детей. Усвоение детьми речи, усвоение детьми языка и усвоение основ физики, основ физических знаний о мире. Так, например, исследования по возрастной психологии показывают, что у младенцев детей в возрасте до года существует интуитивное понимание простых законов физики. И были любопытные исследования, когда взрослые предъявляли младенцам ситуацию необычную. Например, летит мячик, и этот мячик зависает в воздухе. Или машинка проезжает через твердый объект. Или предмет в поле зрения малыша вдруг исчезает. И младенцы с большим недоверием смотрели на подобные фокусы со стороны взрослого. То есть они проявляли признаки удивления, признаки... Это невозможно, этого не бывает. Исследования в области психофизиологии, связанные с расщепленным мозгом, правый мозг и левый мозг, исследования сперри по рассечению полушарий, по рассечению мозолистого тела, соединяющего оба полушария, показали, что оба полушария выполняют разные функции. И вот травмы, инсульты, опухоли левого полушария обычно влияют на функции рационального, вербального, неинтуитивного разума. Такие как чтение, письмо, речь, расчеты, понимание. А вот аналогичные нарушения правого полушария, во-первых, редко вызывают такие драматичные последствия. И пациенты с разделенными полушариями какое-то время страдают от того, что одна рука на самом деле не ведает, что творит другая рука. И одна рука расстегивает пуговицы, другая рука застегивает пуговицы в обратную сторону. И когда этих пациентов приглашали пройтись по магазину, по гастроному с тележкой для продуктов, то одной рукой они брали продукты, другой рукой ставили обратно их на полки. То есть это на период восстановления функций полушарий. Но через некоторое время они оказывались способны согласовать оба действия, способность согласовать функции двух полушарий. И исследования показали, что если правое полушарие дает команду, ну, например, засмеяться, то человек смеется. А когда его просят пояснить, почему это произошло, то левое полушарие находит рациональное обоснование причин, почему это произошло. Например, испытуемый может говорить, потому что это просто очень смешное исследование. Таким образом, авторы этих экспериментов, авторы этих наблюдений говорят о том, что левый мозг является толкователем, который мгновенно создает теории и оправдания для нашего поведения. Поскольку мы люди, и мы очень быстро конструируем смысл, нам необходим смысл. Другая интересная область интуитивного познания это так называемая имплицитная память. Имплицитная память особенно наглядно проявляется в случаях детского развития, когда ребенок прекрасно, имплицитно усваивает и развивает какие-то свои навыки, умения, знания и так далее, представления, но не может сказать, как и что, и почему он это сделал. Еще один пример имплицитной памяти можно наблюдать у пожилых людей с деменциями и в случае нарушений функций мозга. В этом случае они способны к научению, они способны к развитию, они способны к получению новой информации, но что они знают, они, к сожалению, не могут объяснить, поскольку вот такого рода искажения и нарушения происходят в целостной системе мозга. Когда я наблюдаю за своей мамой, которая страдает деменцией уже самой последней, третьей степени, она прекрасна, основной вид ее деятельности, она делает прекрасные переводы с английского языка и великолепным почерком пишет эти переводы. И если посмотреть на качество переводов, то заметно же, как в течение года, явный прогресс, то есть качество улучшается, сложность переводов улучшается. Но если мы спросим у нее, что она делала, она не скажет ничего. Это работа имплицитной памяти. То есть исследователи пришли к выводам о том, что у нас существует две системы памяти. Двойная система аттетюдов, как их называют. Система имплицитной и эксплицитной памяти. И обе эти системы работают синхронно, работают целостно. Я извиняюсь, у тебя одна минута осталась. Да ты что? Я давно уже показываю тебе знак. Я не вижу. Я даже не подошла к главному. Я не подошла к трансперсональному. Дорогие друзья, извините, пожалуйста, я вчера так долго репетировала текст. Мне казалось, что полчаса – это очень много. Прошу прощения. Самое главное, самые интересные вещи возникают в трансперсональной школе. И почему я стала заниматься интуицией, эмпатией и творчеством? Потому что, проходя методы трансперсонального консультирования, обучения, тренинги, огромное количество людей раскрывает свой потенциал. Люди начинают рисовать, писать стихи, танцевать, выбирать те стороны творческой деятельности, которые раньше были скрыты, которые раньше были заблокированы, подавлены, человек не решался. И когда на третий модуль по холотропному дыханию люди привозят свои картины, рисунки и демонстрируют вот этот вот богатый свой творческий потенциал, то вот просто самый наглядный показатель. И еще, что касается интуиции, потрясающие факты синхроничности, которые наблюдаются в трансперсональных процессах. То есть человек угадывает заранее, что будет раньше, какая мелодия зазвучит, что сделает его партнер в группе. Ну и, конечно, существуют спецтехники, спецсредства по развитию интуиции, которые мы используем, которые мы обучаем вот в наших методах. Я дико извиняюсь за то, что я задержала первую часть, общепсихологическую часть. А самое главное, вот самые вот цветочки я не успела раскрыть. Ну, они стоят, они создают атмосферу, великолепные белые хризантемы. Спасибо, Екатерина Юрьевна. Все желающие узнать более подробно, пожалуйста, онлайн-курсы Екатерины Юрьевны в Московском институте психоанализа, ее вебинары. И, Катя, я попрошу тебя, несколько вопросов к тебе там, где чат. Ты уже просто ответься в онлайне, мы не будем тратить время устно на это. Доброе утро, те, кто к нам присоединился. Мы продолжаем, продолжаем второй день нашего семинара. Вот только один вопрос, когда появится запись трансляции. Через два дня вы все получите линки, мы доделаем там просто, это долгое время занимает, 10 часов, вот первый день вчера, запись. Вы получите линки на первый и второй день конференции, не волнуйтесь. А сейчас мы переходим к второму докладчику, и я с удовольствием представляю вам тоже члена президиума Российской ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии, лидера Казанской ассоциации трансперсональной Марса, Сары Марс, врач-психотерапевт, психиатр, имеет более чем 12 или 15 лет, сейчас не помню, опыт работы в психотерапии с зависимостями, с самыми сложными случаями. Он также сертифицированный ведущий европейской трансперсональной ассоциации, сертифицированный психотерапевт. И Марс вместе с Александром и Любовью Жвакиной, вместе с Германом Карельской, Кристиной Майковой, член команды программы трансперсонального тренинга Грофа в России, моей команды. Марс, пожалуйста, у тебя очень интересная тема, я ничего не буду говорить, ты все расскажешь сам. Да, всем доброго дня, доброе утро, я надеюсь, что слышно мне хорошо. Спасибо, Володя, за представление, спасибо, хочу поблагодарить, Володя, за организацию этой конференции на этот раз в онлайн-формате и вообще за все, что ты делаешь для психологии, не только для трансперсональной, в нашей стране, за все те книги, за все те фильмы, на которых мы образовываемся, то, что мы читаем, изучаем, большая тебе благодарность. Я приветствую всех участников и всех членов команды, выступающих на этой конференции, которые выступали сегодня, будут выступать, которые выступали вчера, которые будут выступать сегодня. Меня, как уже сказал Володя, зовут Марс Сары, я врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, сексолог, член президиума Российской Ассоциации трансперсональной психологии и трансперсональный психотерапевт Европейского реестра. Сегодняшнее мое выступление, секунду, я чат для себя тоже открою, чтобы видеть, меня слышно хорошо, да, если что-то будет не слышно, вы пишите, пожалуйста, как я реагировал. Мое выступление называется «Творчество и психоактивные вещества». Я как врач-нарколог, как сказал Володя, да, я имею опыт работы уже около 15 лет в области наркологии, в области психиатрии, много лет работал в психиатрической клинике, сейчас работаю в наркологических клиниках, в наркологических реабилитационных центрах и веду частную психотерапевтическую практику. И в своем выступлении про творчество и психоактивные вещества я бы хотел рассмотреть миф о том, что психоактивные вещества, или можно назвать наркотические вещества, являются неотъемлемыми спутниками творческих процессов. Хотел бы разобраться вот в этом моменте, потому что у многих людей часто создается неправильный миф о том, что творчество и психоактивные вещества идут бок о бок, и что одно другому помогает. Сегодня я приведу некоторые результаты некоторых исследований, в которых как раз-таки исследователи в различных странах разбирались над этим вопросом и все-таки делали свои выводы. Помогает это, мешает, или же это все-таки совсем несопоставимые вещи. Для начала небольшой дисклеймер такой, что вся информация, которую я буду сегодня приводить, носит только строго информационный и научный характер. ни в коем случае не пропагандируя ни одно из психоактивных веществ, и даже как бы убедитесь в процессе моего выступления, даже наоборот. Ну, об этом чуть позже. И для начала немного статистики из мира искусства, творчества. Аноре де Бальзак работал по 15 часов в сутки, ежедневно выпивая до 50 чашек кофе. Уильям Фолкнер говорил, «Я работаю в основном по ночам и всегда держу под рукой бутылку виски, чтобы все идеи, которые я забыл за весь день, снова всплыли в моей голове». Дэвид Линч, всем известный, признавался, что кладет в кофе до 10 ложек сахара и утверждал, что благодаря сладкому у него рождаются новые идеи для фильмов. Ну а марихуане воздавали свое почтение не только многие музыканты, но и великие писатели, ученые Стивен Кинг, Тив Джобс и многие другие. И сегодня в разрезе психоактивных веществ я бы хотел поговорить о самых популярных для нас, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Это кофе, чай, алкоголь, никотин, не о какой-то группе отдельных психоэдерических препаратов, с которыми не так близко знакомы люди из трансперсонального мира, а о самых повседневных, самых для нас обычных. И давайте сперва начнем с того, что же такое психоактивное вещество, что означает этот термин. АПАФ или психоактивное вещество, это вещество или смесь, которое влияет на функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению психического состояния, иногда вплоть до измененного состояния сознания. Используется ПАФ в рекреационных целях или в медицинских целях. Есть такие психоактивные вещества, которые влияют на высшие психические функции и используются в медицине. Там они называются психофармакологические вещества, так называемые психотропные лекарства или препараты. Так вот, если подойти к вопросу влияния психоактивное вещественное творчество с нейрохимической или с нейрофизиологической точки зрения, то возникает, конечно, вопрос о том, как возникают все эти феномены, которые мы называем инсайт, катарсис, вдохновение. Какие отделы головного мозга отвечают за это? Так вот, к сожалению, на сегодняшний день однозначно ответить о роли тех или иных нейромедиаторов в творческом процессе. и ровно так, и как выделить определенные участки головного мозга, которые реагируют на все психоактивные вещества, не представляется на сегодня возможным. То есть до конца этот вопрос еще не изучен. Так вот, давайте же начнем с самого для нас такого повседневного, обычного и в то же время самого популярного психоактивного вещества во всем мире это кофеин. Мы потребляем кофеин в виде кофе, чая, кока-колы и других различных напитков. И в обществе традиционно сложилось мнение о том, что чашка крепкого кофе или чая повышает работоспособность. Вот интересный вопрос, а так ли это на самом деле? Действительно, кофеин обладает тонизирующим свойством, но в то же время само вещество биохимический кофеин, оно расширяет наши сосуды, соответственно, вызывает снижение давления и как ни парадоксально расслабляет. То есть одновременно нас и стимулирует и расслабляет. И исходя из этих свойств, мы как раз можем поговорить о том, можно ли применять кофеин в творческих процессах. Есть еще одно свойство кофеина, которое в любом случае мешает любому творческому процессу, это его георетический эффект, как мы все знаем, после чашки, несколько чашек кофе, навсегда тянет в туалет, и это, конечно же, является не плюсом никакому творческому процессу. И что интересно про исследования. В 1997 году исследователи из университета Джона Хопкинса в Калифорнии, многие его знают, доказали, что положительные эффекты кофеина оказывается связаны не с действием кофеина, от того, что он становится хорошо, как мы привыкли думать, оказывается с тем, что кофеин просто-напросто снижает синдром абстиненции, синдром отмены. И нам уже становится не так плохо. То есть исследователи из этого института пришли к такому выводу. Что кофеин на самом деле сам по себе работает не как стимулятор и эйфоретик, а просто как вещество, которое при нашем систематичном использовании привычки приводит к снятию синдрома абстиненции. И нас уже выравнивает. И мы к этому привыкаем, конечно. Но помимо этого доказаны и нейропротекторные функции кофеина и влияние кофеина на нашу сосредоточенность и способность выполнять противные операции в течение долгого времени. А с креативностью у этого вещества все-таки есть проблемы. Потому что кофеин усиливает действие двух гормонов. Это гормоны стресса, кортизола и адреналина. Поэтому у некоторых людей небольшое количество кофеина, у других побольше. В любом случае вызывает тревогу, беспокойство и раздражительность. А новые идеи, креативность, творчество все-таки возникает в расслабленном состоянии. Поэтому если же нам нужно сконсультироваться и быстро закончить проект, какое-то быстрое короткое дело, то тут кофеин, конечно, и кофе, напиток нам поможет. А если же провести мозговой штурм и придумать новые идеи, так сказать, отхватить музу, то в данном случае от кофе лучше отказаться. То есть кофеин в этом деле плохой помощник. Следующее вещество, которое также очень сильно распространено в нашем мире, это алкоголь, этанол. Алкоголь влияет на многие функции нашего мозга, но прежде всего вызывает активацию, как мы все знаем, дофамина из системы ГАМК, то есть система гамма-аминомасляной кислоты. Поэтому человек в начале употребления при первой дозе чувствует легкое возбуждение, а уже после успокоения. И как раз процесс торможения, процесс успокоения, который занимает больше времени, в отличие от первой фазы, эйфорической, во второй стадии, когда становится тяжело сфокусироваться, процессы мыслительные замедляются, искажается зрение, заплетается язык, то есть как раз таки мешает этому веществу опять же выступать хорошим катализатором для творческих процессов. Эффект, влияние эффекта алкоголя, первой стадии, про которую я сказал, эйфорической, вызывает, да, хороший анксиолитический противотревожный эффект, повышает у потребляющего человека уверенность в себе, и повышается порог, так называемого, сенсорного шума. То есть человек перестает обращать внимание на какие-то мелкие звуки, шумы, стук двери или незакрытого окна, и человеку легче на чем-то сосредоточиться. Но из-за того, что эта стадия первая достаточно короткая, и быстро наступает вторая стадия седативной, расслабленности, у человека появляется ощущение желания творить, но в конце концов человеку просто лень встать с дивана, потому что быстро нарастает вторая стадия. И тогда потребляющие алкоголь люди, они скатываются до так называемого просто философствования, такого бытового диванного философствования. И тут бы я хотел привести пример строки из произведения Владимира Высоцкого, который называется «Муза». Многие вы его знаете. «Я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила. Во мне заряд нетворческого зла. Меня сегодня муза посетила, посетила, так немного посидела и ушла. Огромный торт, утыканный свечами. Засох от горя, да и я иссяк. С соседями я допил сволочами. Для музы предназначенный коньяк. Вот две строки. Я гений, прочь сомнений. Даешь восторги лавры и цветы. Вот две строки. Я помню это чудное мгновение, когда передо мной явилось пусты. Вот из этого произведения Владимира Высоцкого, мне кажется, хорошо видно, то, что у человека употребляющего на самом деле алкоголь не возникает что-то новое. Могут всплыть так называемые ложные воспоминания или конфабуляции, как он называется в наркологии. Человек создает что-то уже созданное ранее кем-то и засчитывает это на свой счет. То есть ему кажется, что он впервые не создал это произведение. Есть такой феномен в наркологии. В исследованиях американских психологов было обнаружено, что после небольшой порции алкоголя действительно испыту мы лучше справлялись с задачей на ассоциации. Это один из стандартных тестов на креактивность. А вот задачи на дивергентное мышление, в котором нужно придумать как можно больше способов применения например обыденных предметов, выпившие справлялись не лучше трезвых. Поэтому получается, что алкоголь тоже плохой помощник на самом деле в творческих процессах, а в перспективе, зная физические последствия, которые он вызывает, никого плюсов от этанола, от алкоголя мы, конечно же, не увидим. в творческом процессе. И, как говорил многим известный Фиджеральд, сначала ты выпиваешь алкоголь, затем алкоголь выпивает алкоголь, а потом алкоголь выпивает тебя. А следующее вещество, которое стоит тоже на пьедестале, так называемый почет в кавычках самых часто использованных ПАВ, психоактивных веществ, это, конечно же, никотин. Никотин достаточно необычное вещество. Никотин одновременно работает и как стимулятор, и как успокоительное вещество. Он повышает концентрацию, помогает снять негативные эмоции, благодаря тому, что воздействует на ацетилхолиновые рецепторы нашего головного мозга и активирует так называемую систему вознаграждения, тоже вызывая выброс адреналина и дофамина. Выбрасывается одновременно и гормон стресса, и нейромедиатор лимбической системы дофамин. То есть работает так называемая двойная система и стимуляции, и успокоения. Синапсы в головном мозге начинают быстрее передавать сигналы под действием никотина, в результате чего действительно повышается скорость мышления, улучшается рабочая память, настроение, реакции и моторные навыки. И с помощью компьютерной томографии удалось выяснить, как же происходит функционирование мозга под действием никотина. Увидели в процессе томографии, что никотин повышает активность перифронтальной коры головного мозга, таламуса и гипоталамуса, зон мозга, который отвечает за оперативный контроль и формирование воспоминаний. И отсюда вытекает понятный эффект. Никотин помогает быть сфокусированным, сосредоточенным в настоящем моменте. Но никотин сильно воздействует на наше настроение. Сначала он вызывает стресс при действии под моментом и тут же помогает его снять. И участникам психологических экспериментов курение действительно помогало отличиться от негативных стимулов. И как раз таки это одна из главных причин, по которой курильщикам так сложно и тяжело бросить курить. И поэтому по аддиктивному потенциалу, то есть по потенциалу зависимости лечения никотин совсем лишь немного уступает героину и приравнивается почти к кокаину. И в настоящее время появляется все большее исследование, которое указывает на связь между курением и повышенным риском развития деменции и болезни Альцгеймера. Итог по никотину такой, что никотин временно повышает внимательность и скорость мышления, то есть не у хронических курильщиков, а у человека, который принял однократно, но на творческие способности все-таки не оказывает никакого влияния. В долгосрочной перспективе никотин скорее отрицательно влияет на работоспособность, хотя сам по себе никотин как вещество не так вреден, как другие составляющие табачного дыма и сигареты. Следующее вещество, о котором бы я хотел поговорить, то есть мы отошли уже от таких веществ, вызывающих зависимость, у меня еще осталось 10 минут, попробую уложиться. Следующие вещества, о которых я поговорю, они все относятся к большой группе или психоделике. Они искусные психоделики, которые синтезированы в лабораториях и растительные. Растительные мы называем энтуогены, так называемые растениями. И одно из растений, аделия с латыни это проявление. Психе это душа. То есть это вещества, которые проявляют душу, но не просто изменяют состояние сознания, в отличие от веществ, которые перечислил выше. Сколько успеем разобрать вещества за оставшееся время, не знаю. Начнем, например, с самого часто популярного это марихуана. Я думаю, что людям будет действительно интересно узнать, вызывает ли марихуана каннабиноиды формирования творческих способностей. марихуана состоит из двух основных веществ, которые в него входят. ТГК и каннабидиол. ТГК отвечает за оживление, эйфорию, психоделические эффекты, телесные эффекты, а второе вещество СБД и каннабидиол снимает тревогу. В рамках исследования было показано то, что на психику лучше воздействуют образцы, то есть сорта, которые содержат меньшее содержание ТГК или же содержат только СБД, то есть только тот терапевтический компонент, который называется каннабидиол. И участники, которым давали большую дозу СБД, каннабидиола, хуже справлялись с заданиями на интеллект и креативность в процессе исследования. А долговременное регулярное курение марихуаны снижает количество серого вещества в орбите фронтальной кори. То есть это тоже было хорошо видно в исследованиях, полученных при томографическом обследовании. А орбитрофронтальная кора головного мозга участвует у нас в мотивации принятия решений. Людей, которые курят по пять и больше раз в неделю, значительно снижалась IQ. Но хороший момент то, что это IQ восстанавливалось в течение нескольких месяцев воздержания от марихуаны любого его компонента. Ну, в основном ТГК. То есть CBD канабидиол не оказывает такого отрицательного воздействия на организм и головной мозг. Так вот, влияет ли марихуана на креативность, на творчество? В 2017 году американские психологи обнаружили, что курильщики марихуаны лучше справляются с задачами на ассоциации. Это одним из тестов на креативное мышление. Но оказалось, что во времени непосредственно до эксперимента участники ничего не употребляли. И исследователи объяснили эти результаты тем, что марихуан на самом деле курит чаще люди с определенной личностью чертой, с высокой открытостью к миру, высокой открытостью к новому опыту, то есть так называемые творческие натуры. Поэтому оказалось, что креативные люди просто чаще курят марихуану. И как заметил доктор Элис Флайетти из медицинской школы Гарварда, эффект марихуаны сильно зависит от контекста и личности того, кто ее принимает. Марихуана может помочь снизить тревогу и увидеть связи между разносторонными явлениями. Но для других людей, нетворческих, она скорее кажется препятствием и даже может привести к тяжелому неврозу, что тоже часто бывает, и я как врач-нарколог могу подтвердить этот момент, что развитие психических, психотических симптомов или даже расстройств во время курения марихуана тоже возможно. Каков же итог? Помогает ли марихуана в творческих процессах? Итог такой, что все-таки нет. Она может создавать субъективное ощущение собственной гениальности. и я могу сослаться на нашего известного великого российского музыканта Бориса Кребенчукова, который прямо заявил, что не может вспомнить ни одного своего произведения, созданного под влиянием или благодаря марихуане. И также отзываются многие творческие люди, а нетворческие и которые никак не связаны с миром искусства, действительно говорят, что после курения марихуаны записывали, создавали, делали что-то, каким казалось в тот момент очень интересное и очень творческое, что потом при ближайшем рассмотрении в ясном состоянии сознания оказывалось чем иным, как чем-то бредовым, которое никак не походит на гениальность, креативность и что-то новое. даже не подходит на сюрреализм. Увы, к сожалению, это так. Так, у меня осталось еще три минутки и если говорить дальше о группе псайкоделиков, которые объединяют все неизвестные ЛСД, ДМТ, псилоцибин, то подводя кратко итог и не вдаваясь в подробности биохимические, физиологические о том, как эти вещества действуют на нас и на головной мозг, сразу, наверное, перейду к выводам о том, что потенциал психоделических препаратов для увеличения творческих способностей прямо пропорционален интеллектуальным способностям и образованности самого человека, который употребляет эти вещества. Для большинства творческих инсайтов необходимо иметь достаточное знание о предмете, чтобы быть способным сформулировать какие-то новые цели и найти технические способы для обвязания результатов. Действительно много открытий в мире науки, как признаются сами ученые, сделаны в процессе употребления ими психоактивных и в частности психоделических веществ. Но заметим, что эти люди имели уже достаточно образования и достаточно разбирались в той теме, которую они изучали. Поэтому в исследованиях психоактивных препаратов, которые были проведены в 60-х, 70-х, 80-х годах, эти вещества давались участникам экспериментов, которые были новаторами в своих областях. очень именитым химикам, физикам, математикам, музыкантам. Действительно, после этих веществ они смогли разобраться в своем вопросе, в котором у них был затык, более понятно и подробно и смогли. Вот Володя уже присоединился. Ну, я думаю, что я успел донести эту мысль и в завершение я хотел бы закончить выступление словами героя произведения Михаила Булгакова Морфий. Там он сказал, что давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье. Когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут года, как вспоминаешь о нем? Ой, как вспоминаешь. Спасибо всем. Спасибо, Володя. Спасибо, Марс. Потрясающий остров у тебя с твоего правого плеча за спиной. Это где? Это возле Бодрума. Там, да, небольшой островок. Прекрасное место. Там, кстати, не так далеко как раз вот Микены и знаменитый амфитеатр как раз начало философии оттуда пошло. Микенская школа. Рекомендую посетить, если будет возможность. Хорошо, спасибо. И храмы, где происходили дискуссии древних древних мыслителей. И Марс, как я говорил, член команды Гроф Legacy Training, тренинга наследия Грофа. И в процессе этого тренинга он примерно будет занимать три года в России. Вы можете узнать все из лекции Марса о психоактивных веществах, о самом переднем крае исследования о плюсах, минусах, возможностях и строгой науке. Это очень важно. Спасибо. Я приглашаю следующего выступающего, который просто меня потрясает своей невероятной трудоспособностью. Он автор 40 книг, более 40 книг на широчайший спектр вопросов, ну, конечно, связанных в основном с традиционными культурами и то, что называется шаманизмом, шаманской практикой, член многочисленных мировых сообществ, участник всех-всех мыслимых экспедиций во все страны мира, в места, где живая шаманская практика. Так что Уллард не только академический ученый и писатель, но носитель конкретного знания. И вот его мастерский труд последних лет это многотомные карты шаманских путешествий шаманов со всего мира. Уллард, твои полчаса, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, спасибо большое за такой лесный отзыв. И вот сейчас появилась первая иллюстрация, первая иллюстрация, которую я хотел бы показать. Ну, вообще, я стой, я сегодня хотел бы сказать, но я бы хотел бы представить одну из моих работ, из моего сбора, как раз вот по этим картам, шаманские карты путешествия, путешествия души и картография запредельных пространств. Эта карта была нарисована старейшим тувинским тувинским шаманом Дугар Сюрю Начур Олович Оржак. Вот он с правой стороны на фотографии. И еще очень интересно, как раз в контексте проводимой конференции, что он до того, как принять шаманство и даже какое-то время и после, он был главным художником в тувинском музыкальном музыкально-драматическом театре. И вот карта, на мой взгляд, вообще картография пространств, когда ее рисуют шаманы, это очень мощнейший именно акт творчества, потому что вот как раз карта с левой стороны, которая изображена, это как раз карта, нарисованная его рукой. Рисовалась она в течение нескольких дней. Мы переезжали с места на место до монгольской границы, потом обратно, и вот по ночам, по вечерам мы рисовали вот эту карту, все описывали, каждый объект. Там примерно около 100 объектов. Это самая большая карта из всех собранных не только мной, но и вообще в Туве карта такой сложности с таким максимальным значением объектов. и вот хотел бы я бы уже к ней наверное перейти. Вот пожалуйста следующий слайд предоставят. Вот она эта карта. Эта карта уже в моей прорисовке, то есть то, что на предыдущем было от его руки нарисовано карандашом. я здесь все прорисовал и все сделал так, как вот именно все линии сохранил именно такие, какие вот были на изначальном оригинале. И что мы здесь видим? Ну прежде всего мы здесь видим трехчастное строение мира, где в середине находится арта Аран. Это средний мир, где живут хозяева воды, камня, горы, дерева, других стихий, а также это место проявления демонов, арта Арана, вот эта средняя плоскость. Вокруг эта плоскость окружена еще одним миром, который называется Кады Аран. Кады Аран это, как Дугар Сюрюна Чурулович мне объяснил, это мир кармических перевоплощений, говорит, но это говорит, как параллель как параллельный мир, который окружает арта Аран, средний мир. Над средним миром находится верхний мир, Устю Аран. Устю Аран это мир справедливости. Вокруг него находится область Тос-Деэра, это область девяти небес, на которой можно выделить солнце, луну, вот такие точечки лохматенькие, такие слева и справа, круглые, такие большие, это планеты. В середине находится Чидыхан, Чидыхан это созвездие большой медведицы, а между солнышком и Чидыханом находится Шалбан, Венера, который предается мифологии, в туинской мифологии, вообще в шаманской мифологии, огромное значение, как место сосредоточения душ, готовящихся к перерождению на земле. Внизу нижняя часть это, собственно говоря, нижний мир, Алды, Аран, который состоит из огромного количества других Аранов. Аран, это можно перевести как мир, можно перевести как страна. И вот много-много таких областей выделенных, это страны, различные страны нижнего мира, Алды, Алды, Арана. Вот. Теперь я бы хотел подробно остановиться на каждом из этих миров и уже рассмотреть на примере этой карты систему традиционного мышления туинского шамана и его путей, как, собственно говоря, происходит обряд исцеления, как происходит путешествие шамана. Сам шаман изобразил себя в центре вот под номером 12, если вот хорошо здесь видно, прям ровно в центре изображен сам шаман в шапке из перьев и вот да-да-да, спасибо большое, спасибо большое, что мне помогают. Да, это сам шаман. Он находится в окружении различных проявлений природы и восьми элементов, которые здесь обозначены. Ну, прежде всего, это огонь, это огонь, он изображен внизу под шаманом, внутри сердечка, да, внутри сердечка, это стихия огня, которая отвечает в человеке за давление, за глаза, за сердце. И вот здесь очень интересно, от самого сердца показаны такие пружинки, такие, пружинки вверх, идут вверх такие к другим областям. Это пути давления, это пути давления, пути кровообращения. Само вот давление кровообращения, оно находится под литерами 15, под номерами 15 и 16 слева и справа от самого шамана, такие в овальчиках называется, изображены. Вот. Дальше, дальше это элемент вода, который показан здесь в виде двух почек под номером 21, это внизу от шамана, слева и справа от него. Это почки, которые влияют на половые органы, это с правой стороны от правой почки, это там нарисован мужской орган и женский орган. Также там находится мочевой пузырь, слюни, часть печени и обозначены, как объяснил Дугар Сюрюна Чуролович, пути согласия между ними в виде таких линий, в виде пружинок, соединяющей различные различные вот эти области. Дальше это дерево. Дерево изображено в виде такой небольшой развилочки слева от шамана и там же изображены маленькими предметиками то, за что отвечают стихии дерева. Это суставы, это крещи, это также кожатные заболевания, волосы, вот это все это стихия дерева. Далее идет стихия камня справа от шамана под номером 40. Под номером 40 она изображена прямо напротив шамана с правой стороны. И стихия камня, духи камня, когда мы говорим стихия, это больше немножко не шаманское название, то есть духи, духи камня. Духи камня отвечают за кости. И вот рядышком как раз с самим камнем изображен скелет, скелет, который отражает суть воздействия той или иной стихии на человеческий организм. Дальше это воздух. Воздух изображен там же рядом скелет и со скелетом справа от него в виде такого шарика, кружочек справа. Дальше еще правее изображен ромбик. Это легкие, за которые отвечают воздух. Это горло лесенка рядом с этим ромбиком. Да-да-да. Вот рядом с этим ромбиком лесенка это горло. Потом нос 45 это уголок с двумя точками. и уши. Уши это 46 это такая вот такая штучка с точкой внутри. Какая-то трубочка с точкой внутри. Следующая стихия это земля обозначенная как 47. С левой стороны с краю она находится земля. Там где солнышко как будто бы восходит как бы из нее. Потому что это солнышко это обозначение солнечного сплетения. Также находятся там кишки желудок и рядом находится вот как раз дырявый кувшин. Вот кувшин изображен рядом с землей. Это крайнее слева изображено. Там нарисован кувшин, дырявый кувшин, потому что как Дугар объяснил что это как бы это похож на желудок в него все втекает и из него все вытекает. Дальше стихия это небо это 52 это тучка она сверху нарисована сверху нарисована над да 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 вот это небо небо это тучка. Слева находится мозг от нее мозг дальше сознание в виде треугольничка рот в виде двух губ и нервы то есть это то за что отвечает небо и последний восьмой элемент который находится в среднем мире это гора гора в виде трех гор она изображена в крайнем левом в левом состоянии под номером 57 это три горы и мышцы и сухожили это как раз рисунки рисунки вокруг этой горы теперь зачем это все собственно говоря нужно шаману дело в том что когда к шаману приходится приходит пациент он определяет с какой стороны с какого арана с какой страны духов пришла та или другая болезнь то есть вот как раз мы перечислили сами области области духовного мира и связанные с ним те или иные органы внутри человека и повреждения этих органов будут непосредственно связаны с влиянием тех или других областей и для того чтобы решить вопрос что поступать какой выбрать обряд какое нужно лекарство как раз шаман поднимается в кеды аран вот этот как раз мир кармических перевоплощений параллельный мир который окружает средний мир и на нем есть 8 элементов которые соединены стопами самого шамана следы вот здесь Дугар Сюрюн сказал что шаман от одного ходит пространство до другого пространства и вот следами это изобразил а сами пространства это в виде таких тучек они изображены связи связи между отдельными органами среднего мира и миром перевоплощений они показаны красными красными линиями то есть вот от сердца идет красная линия красная линия вверх а также от давления от кровообращения идут вверх много-много красных линий на центральную центральную фигуру под номером 61 это как раз все то что связано связано с энергией огня то есть от огня болезнь и надо идти к где этот где находится эта болезнь то есть спрашивать что делать вот пять стихий из них находятся находятся в системе системе порождений друг друга и связаны друг с другом и это желтая такая желтая кривая такая немножко звезда вот который связывает из восьми пять пять элементов имеют особую связь я буду просто очень очень кратко обзорно это все дело делать потому что времени мало и надо все все нам успеть а почему тоже звезда кривая как говорит дворсирюна чуролыч что у нас в природе ничего ровным не бывает и поэтому у нас и карта такая получилась немножко кривая которая которая которые есть в природе вот по кругу по кругу находятся вот как раз вот эти перерождения в системе перерождений от огня 61 по часовой стрелке находится земля камень небо вода дерево гора и воздух то есть вот эти вот все все восемь и из этих элементов из некоторых из этих элементов от неба от горы и воздуха шаман может попасть на небо и пусть на небо показан в виде трех синих трех синих четырех четырех синих стрелочек и где показано где показано что что шаман летит на трех из них на небо в виде птиц на одной в виде дракона с правой стороны а на трех в виде птиц Про дракона чуть-чуть попозже. Сначала вот с птиц. Из трех пространств шаман летит в виде птиц. Что он достигает на небе? Ну, прежде всего, здесь нарисован ум с мыслями, собственно говоря, который и творит мир. Справа от него находится ледяная гора Курбусту, Аран или гора Курбусту. И вообще там множество-множество миров. Они показаны под номером 75, не обозначен. То есть здесь очень много разных Аранов, миров, из которых выделен всего один. 76-й справа внизу – это Эрлик Аран. И к нему как раз и летит шаман. Минуя пространство Кды Арана, летит Аран в виде дракона. К нему может попасть. Здесь очень интересная на самом деле вещь, что Эрлик Аран помещен именно в верхнем мире, а не в нижнем. Не в нижнем. Потому что это тоже отдельная большая тема, на которой мы не будем сейчас останавливаться. Потому что проявление Эрлик Арана может быть как в верхнем мире, так и в нижнем мире. И теперь Алды Аран, собственно говоря, нижний мир, в который люди попадают через могилу. И поэтому там нарисована путь в нижний мир через лопату. Через лопату. И вот здесь она изображена такая на 89 номером. Обозначена лопата. Также в нижнем мире есть 8 каналов, которые соединяют собой все остальные пространства. Они находятся по периметру нижнего мира. Вот они изображены в виде таких червячков, не червячков. Каналов, короче. И в нижнем мире есть очень-очень много объектов, самих запредельных объектов, которые принадлежат различным демоническим существам, из которых чаще всего выделяют три. А зачертей шулбусов, одноглазых шулбусов, это также буков. Буков – это вредных существ, которые внедряются к нам в организм. И албысов. Албысов – это что-то типа русалок, только они живут в глиняном карьере. И вот каждый из этих миров нижнего мира, он обозначен своим собственным номером. И есть описание каждого из этих миров. Там Шугус Аран, также это может быть и Аран Албысов, Албыс Аран, или же другие Араны. А также здесь содержатся миры самоубийц, это также тех, которых насильственной смертью умер. А также интересно, это Шеверлер Аран, это миры гениев. Гении, когда попадают в Нижний мир, как он перечислил, кто был в Нижнем мире. Это Шекспир, Леонардо да Винчи, Микеланджело. И, говорит, тот, который уши съел, ну, Ван Гог. Они, говорит, недолго задержались совсем в Нижнем мире и потом поднялись в Кды Аран, который окружает Средний мир для дальнейших перевоплощений. И вот на следующем рисунке мы можем посмотреть, вот они, как они выглядят. Это духи тувинской демонологии. Дугар Сюрюна Чуролыч Оржик, он их сам нарисовал, вид спереди и вид сзади. Это вот как раз духи аза, чертей, албысы, которые могут очень сильно оказывать негативное влияние на лица противоположного им пола. Потому что бывают албысы мужчины, бывают албысы женщины, у них есть дети. Они живут в пределах, у них не то, что они живут как бы в Нижнем мире все, но у них через вот эти каналы есть выходы в Средний мир, где они причиняют страдания. Одноглазые шулбусы в виде вот такого демонического существа изображены. И бук. Бук в виде вот какой-то головы, либо каких-то сгустков, которые поселяются в нас. И когда шаман обнаруживает источник этой болезни у человека того или другого, он начинает работать уже непосредственно с самими аза, с албысами, с шулбусами. И на самом деле их очень много, это как бы основная классификация. И вот на следующей иллюстрации мы можем посмотреть эту классификацию, которая была сделана Станиславом Кужугетовичем Серенотом. Это народный целитель Тувы, это доктор тибетской медицины и визионер, который путешествовал по разным странам Нижнего мира и зарисовал болезнетворных духов у каждого из аранов. Он выделил 10 главных аранов Нижнего мира и подразделил их на 6 ступеней, где живут те или иные существа. Каждый из этих существ отвечает за строго ему положенное, ну, мирозданием, наверное, воздействие на организмы живых существ. Одни вызывают сухость, другие вызывают ломоту, третьи вызывают язвы, четвертые вызывают там кашель и вот это вот все, все, все. То есть, как бы то, что мы говорили вначале в общем, в общем характере. Здесь вот рассмотрены как бы существа этих аранов уже очень-очень подробно и мы уже их раздвинули уже до 60, до 60 таких князей, до 60 князей Нижнего мира, демонов Нижнего мира, причиняющих болезни. За каждым из этих князей есть еще огромное количество других болезнетворных сил, которые, собственно говоря, и проникают в Средний мир через всевозможные помойки, через отхожие места, свалки. Вот как вот албысы селятся внутри глиняных карьеров и как человек может это заразиться, как может он попасть под влияние. Очень часто это, если мы рассматриваем традиционную культуру тувинского шаманизма, это бывает очень часто нарушение табу. Человек плюнул не в том месте, взял палочку на священных местах, а на священных местах ничего брать нельзя, даже сухостой нельзя брать. И шаманы со своими дровами ездят в тайгу, потому что на святых местах брать даже палочку нельзя, потому что даже сухостой принадлежит духам хозяевам мест. Ну, по крайней мере, по одной из традиций, как рассказывал Дугар Сюрюна Чуру Олович, который всегда брал с собой вот такую вот связку с дровами. И там происходит определенная обрядность. На каждого из этого существа есть особая обрядность. Есть особая обрядность, особые действия, и с каждым из них связаны особые песни, которые поет шаман. То есть к духам верхнего мира он взывает с помощью горлового пения сыгыд, к духам нижнего мира горлового пения каргара, низкий, духам земли, гор, тайги, он поет успокоительную песню на горловом пении в стиле хэмэй. Вот. И таким образом происходит взаимодействие. То есть шаман сначала узнает причину возникновения болезни, кто из духов ее учинил, потом идет советоваться, советоваться, как можно ее лечить в параллельном мире Кады Аране. Из Кады Арана его могут послать как в верхний мир, устью в мир справедливости, так и в нижний мир, где он может вступить во взаимоотношения с этими существами и преподнести ему, спросить, какая жертва им нужна. Потому что, например, Шубус скажет, мне принеси черного теленка, например, мне в жертву принеси, принеси. И тогда шаман уже приходит на землю из экстатического путешествия и говорит, вот нужно принести такому-то, такому-то существу в том-то, том-то месте, нужно вот это вот принести, принести вот такую вот жертву. И вот кратко, вот кратко, я, собственно говоря, вот объяснил, объяснил систему, систему тувинского шаманства на примере карты Дугар-Сюрюна Ачурововича Оржика. Вот слайд можно убрать или если есть вопросы, и времени тут немножко вроде бы как осталось, да, целых 4 минуты, я могу на них, на эти вопросы ответить. Если они есть. Так. Так. Вот это, какие элементы образуют звезду? Я не знаю, там это мне, а вот здесь. Какие элементы образуют звезду? Звезду никакие элементы не образуют, потому что сама звезда, которая обозначена была именно здесь, это Шалбан, Венера. Она фигурирует в шаманской мифологии не только тувинской, но и венкийской мифологии. Она фигурирует, она фигурирует как, вообще их две, вечерняя и вечерняя и утренняя звезда. На самом деле в традиционной культуре их различают как две звезды, не как одна. И шаманы считают, что на Венере находятся души тех людей, которые должны пройти воплощение здесь, на земле. На стадии кармической стадии, на стадии кармического арана, кыды, они проходят очищение, и тогда им становятся не страшны вот эти все невзгоды, которые есть на Венере. Как мы знаем, там же серные дожди из серной кислоты, из соляной кислоты, из соляной кислоты дожди. Но духи настолько чистые, что им не могут никакого вреда причинить эти дожди, и они там пребывают. Именно там находится древо душ, и именно туда летает шаман для того, чтобы доставить душу для женщины, если она не может забеременеть. Есть еще очень много всяких разных сказаний о том, как это все дело происходит, и таких вот этнографических зарисовок, как шаманы крадут душу, хакасы у тувинцев, тувинцы у хакасов, с их деревьев крадут душу, когда вот женщина не может забеременеть. Ну вот шаман тогда может даже красть душу из дерева других народов. Почему регуляция проблем основана на жертвоприношениях, в которых необходимо жертвоприношение? В чем смысл этой экономики? Этот смысл в том, что это просто древняя система, древняя традиция, ей никак не меньше, чем 40 тысяч лет. То есть это система взаимоотношений между человеком и духами, и духи тоже, согласно шаманству, духам надо тоже питаться, и они отдают, шаманы отдают духам часть. Они выменивают, выменивают душу человека на душу того или другого животного. Спасибо вам большое, время у меня, я вижу и стекло. Я был очень рад сегодня представить свою работу на этой чудесной конференции. И Владимиру Майкову тоже очень большое спасибо за это приглашение. Мы счастливы также, что ты выступил на нашей конференции, поделился своими энциклопедическими и практическими знаниями. О удивительном мире практических знаний древних целителей, древних ученых, древних вождей человечества, решателей проблем. И это актуально для каждого из нас. Шаманский мир – подключение к живому миру. Напиши, пожалуйста, в чате для всех, ну, какой-нибудь свои сайт, где можно найти твои книги, твои семинары и так далее. Многим будет интересно, об этом спрашивает. Спасибо громадное, Олард. И я с удовольствием представляю Олега Лега, нашего следующего выступающего. Олег – это не только успешный практик, но все знают всемирно известную сеть кондитерских «Буше», созданных им. Но также и писатель, наверное, кто-то читал его трактат «Какао без комочков», музыкант, который выступал в клубе «Космонавт» как барабанщик. Ну, у него много хобби замечательных. И не просто хобби, я думаю, что и дело жизни. Сегодня это большой мировой всемирно-интегральный проект. Олег, мы рады тебя видеть, пожалуйста. Меня слышно? Да, все великолепно. Большое спасибо, Володя, во-первых, за приглашение, во-вторых, я действительно очень рад присутствовать здесь и спасибо за такую презентацию. Я пока слушал Оларда, так заслушался, что даже забыл о собственном выступлении. И пока как раз-таки был последний вопрос, очень интересный, как раз про жертвоприношение. Я как раз вспомнил, когда мы были в путешествии по Узбекистану с одним очень известным фотографом, Сергей Максимишин. Он как раз рассказывал про туинских шаманов. И там был как раз очень практический пример, когда шаман должен был вступить в контакт с духом. И продолжалось это 2-3 дня, и все наблюдали, что он вообще просто погибает. И на третий день у него спросили, что случилось. Он сказал, слушайте, дух был очень голодный. И вот я прям вспомнил эту историю и прям даже, да-да-да, вот отзывается. Вы знаете, я бы попутешествовал в какие-то прям противоположные истории про то, что связано с моим опытом. И мне было бы очень интересно через каких-то 5-10 минут попасть в интерактив, когда мы смогли бы с вами о чем-то общаться. А я бы чуть-чуть просто бы рассказал про себя. И когда-то давным-давно, кто жил в Питере или был в Питере, есть такой, мы назвали его Каткин сад. И рядом с ним стояла публичная библиотека. И мой первый доход был связан с тем, что я, это тогда называлось мажорил, это был другой смысл, продавал иностранцам какие-то вещи, связанные, когда была перестройка, это было модно. Я тогда учил свой первый английский, продавал какие-то вещи, которые им были интересны. И таким образом начинал устанавливать первое межкультурное общение. А когда было два часа, иностранцы уходили, там была рядом публичная библиотека, я шел туда и писал свою диссертацию. И вот эти два как раз-таки может быть совмещения. Потом последним, впоследствии привели к тому, что мне все время хотелось как-то совмещать и науку, и практику. И потом потихонечку туда стал добавляться еще один элемент, который привел к тому, что меня все время как-то интересовала духовность. И встретившись однажды с мастером, я все время кого-то беспокоил. Мне сказали, вот есть там иглотерапевт, он жил в Китае, пришел к нему и просил его научить меня от духовности. Он уже от меня хотел убежать, потому что он говорит, я просто иглотерапевт, оставь меня в покое. К счастью, в какой-то момент я встретил мастера, который был долго со мной, вернее, я был с ним. И, в общем-то, он меня потихонечку учил. И мы приходили на группу, в которых было больше ста человек. Вначале мне было очень некомфортно, что есть очень много людей. Что мне хотелось, чтобы, конечно же, только мне уделяли внимание. И потихонечку, это была очень интересная трансформация, когда я потихоньку стал понимать, что если бы я сидел один, я бы не очень много узнал бы про этот мир. Когда народу много, энергии много, мы сталкиваемся с разными проявлениями себя. И это очень сильно помогает. И в этой помощи как раз-таки рождалось новое осознавание себя через встречу с разными проявлениями себя. И мне в последнее время все больше и больше становится понятно, что человек в какой-то степени, в большей степени порождение поля его окружающего. Есть такой термин и штатина, я думаю, он такой общий. И в этом контексте мы все есть элементы того пространства, в котором мы находимся. И наше общение, и наше проявление очень сильно зависит от того, с кем мы вступаем в контакт. И в этом нет какого-то, так сказать, булича. Это есть некое то, что в данный момент мне отзывается в большей степени. И потихонечку я как раз-таки в бизнес стал приносить то, что такое эволюция как раз-таки, красота эволюции. Если мы разложим эволюцию на составляющие части, то, в общем-то, мы увидим, что мы все начинаем с выживания. Выживание как цель нашего существования. В какой-то момент, когда вдруг мы начинаем понимать, что мы можем выжить, мы начинаем задумываться, все ли это. И если выживание – это цель, то в последний момент я хочу спросить себя, ради чего. И это приводит к тому, что я начинаю думать о каком-то... Хороший вопрос. О том, что, собственно говоря, что-то может быть больше. Я начинаю стремиться к тому, что я хочу, чтобы на меня обратили внимание. Если мы с вами вспомним даже природу, у павлина есть хвост. Вот с хвостом сложнее выживать. Но без хвоста сложнее обращать на меня внимание. И в этом смысле хвост есть нечто, что выделяет меня среди остальных. Это некая штука, которая позволяет мне чувствовать себя успешно. И второй такой уровень, когда я перехожу на второй уровень, это переход от выживания к успеху. Когда выживание – это уже становится инструментом, а цель становится успех. Если смотреть на наше развитие через биологические какие-то истории, то, в принципе, я вижу, как вся природа находится на уровне как раз-таки выживания и успеха. И все мои поиски привели к тому, что в какой-то момент у меня был инсайт связан с тем, что я нашел формулу человека. Она для меня просто очень сильно разложилась на то, что я есть дельта между тем, что я делаю, и между тем, что я делаю для выживания и успеха. Потому что, когда я делаю что-то для выживания и успеха, это некая программа, которая заложена во мне. Ведь если я просто только думаю об успехе, то, в принципе, это то, каким образом я обращаю на себя внимание. Мой внутренний запрос еще не появился. Его еще нет. Он не сформировался. Я просто рефлексирую на то, что меня окружает. И тогда, если вдруг я сталкиваюсь с этими тонкими историями, и вот эта некоторая история – это переход, если мы говорим про осознанность, это пророждение первого такого блеска просветления, поиска собственного внутреннего «я». Я, когда я и есть, не некая функция эволюции, а как некая субстанция, наделенная собственным смыслом. И тогда от выживания и успеха я начинаю переходить к другой цели. Я начинаю искать смыслы. И когда успех перестает быть целью, он становится инструментом, который позволяет мне осознавать, насколько хорошо я ищу смыслы, которым я себя посвящаю. Если я не нахожу отклика в мире, тогда, может быть, я чего-то не нашел. Если я нахожу отклик, тогда как через успех я осознаю, что я что-то начинаю искать, что-то понимать. И в этом контексте я начинаю встречаться с какими-то проявлениями себя, связанным с тем, что я нахожу какое-то собственное существование. И вот как раз-таки Геннадий спросил, по-моему, сейчас секундочку, где это... Разве не сам человек создает свой контекст? Это хороший вопрос. Вот давайте вспомним с вами древнеегипетских фараонов. И в этом смысле они создавали свой контекст, да, они строили пирамиды. Но они почему-то не выходили за рамки создания пирамид. Они были окружены тем пространством, тем осознаванием себя в тот момент, на который они были способны. И то есть то поле, которое их окружало, создавало контекст. И в этом смысле это вопрос курицы и яйца. Я созвую свой контекст в рамках того, что меня окружает. Никто не предлагал поехать куда-нибудь в Лас-Вегас, потому что никому в голову еще не приходило о том, что он существует. И в этом смысле есть две истории, связанные с тем, каким образом мы взаимодействуем. Я каким-то образом выхожу за пределы поля, которое меня окружает, и каким-то образом на него влияю. И его каким-то образом переформатирую. И вот этот поиск, который является следующим переходом от успеха к чему-то большему, определяет меня, что я на какой-то момент начинаю спрашивать себя, чего я ищу. И как раз-таки, если мы говорим про… мы находимся на площадке трансперсональной психологии, ответ ко мне пришел от Станислава Грофа. Он был очень прост. Мне даже было неловко признаться, что для меня это было откровением. У Грофа есть очень простая фраза, которой он говорит «Счастливые не ищут смысла жизни». Для меня это было каким-то взрывом, когда я вдруг понял, что если у меня есть в кармане деньги, я перестаю их искать. Когда я удаляю жажду, я перестаю хотеть пить. И тогда в этом смысле счастье, как некий финальный потоковое состояние, которое мне приводит к тому, что это есть некий ответ, к чему я посвящаю свой поиск. И в таком контексте, когда поиск смыслов становится инструментом, отчасти становится целью. И в какой-то момент мы встречаемся с выражением Будды, что нет пути к счастью, счастье – это путь. И тогда, когда я осознаю, что я могу жить, исходя из осознавания счастья как собственного пути, мы в какой-то момент сталкиваемся с каким-то еще более важным проявлением себя. Наверное, это высшее состояние, когда я могу сказать, что в этот момент, когда я искренне счастлив, я наполнен, тогда возникает потребность, что я могу им поделиться. И вот это вот как раз-таки очень тонкая грань, когда я не навязываю то, что я имею в виду, когда я могу просто поделиться миром то, что я могу осознавать, чувствовать и разделять, осознавая, что в мире есть боль, это потихонечку приводит меня к тому, что я могу идти в мир через сострадание. И вот очень важный момент, который для меня был откровением, потому что если я сам несчастен, то я в сострадании могу просто искать поддержки от другого человека, которому плохо. И именно контекст счастья, очень многое просто про него говорится, дает мне возможность принести миру что-то, в чем, может быть, мир в данный момент нуждается. И вот в это состояние интегрального роста, каким образом я могу приходить из точки выживания, успеха, поиска смысла, счастья, сострадания, это есть некий духовный путь, который может проживать человек в том контексте, которым он создает и ощущает себя. И как раз таки, если мы переходим к пониманию красоты и творчества, то на одной из групп, где-то примерно 4 года назад, я начал думать о том, чтобы ввести собственные группы, и как раз таки их до пандемии у меня начали случаться, я их стал ввести. И на одной из групп как раз таки встал вопрос о том, что такое живое. И если мы говорим про интегральный подход, там есть две основных линии, не будем сильно оттуда уходить, но я уверен, многие из вас знают, что одна линия развития – это изросление. Это когда я, как человек, который чувствует границы, ведет себя уважительно по отношению к другому. Это мое взрослое, я могу находиться в границах контакта. А есть еще вторая история – это про оживление. Это про пробуждение, про мое чувствование в себя живого. И взросление и пробуждение – это как река и русло, они очень необходимы друг другу. Потому что если нет русла, то вода растекается, становится лужей. А если есть русло, но нет воды, я могу быть взрослым, но не живым. Я очень вежливый, но со мной неинтересно, во мне нет живого, оно не щелкает, оно не отражается. Либо если в русле есть какие-то заторы, то этому живому негде выйти. И вот эта история двух направлений развития, то оно дает человеку осознавание собственного и способности коммуницировать с миром, не вредить ему, но и чувствовать себя живым и окружать себя живым. И через, кстати, как раз-таки появление вот этого живого во мне, как раз-таки дало мне возможность переосмыслить себя на предмет экологии. Если я живу, то я начинаю очень по-другому относиться к миру. Все, что меня окружает, вдруг начинает меня интересовать, потому что никто, например, никакой бизнес не летит на Марс. На Марсе нет конкуренции, но никто туда не летит, там нет жизни. И вот тогда потребность чувствовать жизнь за пределами себя рождает потребность быть бережным к тому, что меня окружает. И тогда возникает некий запрос к тому, чтобы быть экологичным в отношениях, экологичным в отношениях не только к себе, но и к природе. И вот эта экологичность привела меня к размышлениям по поводу того, что мы однажды любым гордоном беседовали по поводу буддизма. И мне вот как раз-таки, он говорит, тут мне все равно, что плывет пластиковая бутылка в реке. И вот этот вопрос, он меня оттолкнул на то, что как раз появился манифест новоискренности, это экологический манифест, в котором как раз-таки были некоторые рассуждения по поводу того, что такое личность. Могу ли я считать себя личностью, если я не забочусь о выживании следующих поколений? Люблю ли я собственного ребенка или просто наслаждаюсь той радостью, которую он мне дает? И это вот интересный вопрос, в чем разница? Для меня разница в ответственности, которую я могу взять за этого ребенка. Разница в том, каким образом я вижу мир, который окружает не только меня, но который может остаться после меня, если я ценю жизнь, если я ценю живое. Каким образом это откликается и как это находит отражение в том, каким образом я себя проявляю? Ну, это вот каким-то образом я бы сказал небольшое вступление. Там несколько вопросов по поводу того, что такое выбор смысл жизни, про его реализацию. Это и есть успех. Мне кажется, если отвечать на этот вопрос, я не до конца знаю, что я имею в виду автор. Для меня успех – это каким образом я нахожу способ жить и находить отклик в том, что интересно мне и каким образом я взаимодействую с миром, насколько мир меня слышит. Насколько то, как я нахожу смыслы, понятно другим и насколько это может быть привнесено в практическую плоскость. Как это, если это только в моей голове, это только там и остается. И тогда это не про жизнь, а про мои размышления о жизни. Это вот как раз-таки такой некий раздел. Если переходить там в практическую плоскость, то, чему, ну, там, если вот Володя говорил про Буше, вот в Буше есть как раз-таки три таких важных пункта. Это креативность, инновационность и системность. Вот креативность – это то, что я могу придумать. Инновационность – это то, каким образом придуманное может стать жизненным. А системность, как это жизненное, закрепить так, чтобы оно могло жить, без того, чтобы я принимал в этом участие. И вот это каким-то образом связь меня с миром и связь таким образом, каким образом я могу чувствовать то, что я успешен. Но успех как критерий оценки того, насколько я понимаю жизнь. Сейчас, если есть еще вопросы. Что буду счастья, сказал. О, да. Я не знаю, где это можно прочитать. Олег, где можно прочитать? По-моему, просто если даже ввести в интернете, это выскажет. Сейчас, окей. Окей. Ладно. Если есть вопросы, пишите, пожалуйста. А мы тогда чуть-чуть продолжим. И как раз таки на фоне всех вот этих размышлений у меня родился как раз таки проект, который назывался «Монах на рыночной площади». Это про то, каким образом мы можем себя приносить в мир и каким образом мы, в общем-то, можем нести ответственность за собственную жизнь. И это было некоторым вызовом буддизму в классическом понимании его, когда я сижу, медитирую в пещере, и как будто меня мир вокруг не беспокоит, ибо проблемы только в моей голове, а проблем в мире нет. Что, с одной стороны, верно, но у эволюции есть свои собственные законы физики, например, переход количества в качество. Это очень важная штука, да? То есть вот есть вода, которая существует только в очень определенном промежутке от нуля до 100 градусов. После 100 градусов вода становится паром. И вот в нашей эволюционной истории тоже происходят некоторые изменения. Например, если меня раньше не интересовала одна проплывающая бутылка, то мы подходим к каком-то моменте, когда количество переходит в качество, когда пластик становится столько, что он угрожает всему живому. А если мы посмотрим на эволюцию с точки зрения интегрального подхода, да, неорганический мир может существовать без органического, но органический не может существовать без неорганического. Органика может существовать без человека, но человек без органики не может существовать. И также осознанность. Мы можем существовать без осознанности, но осознанность не может существовать без нас. И в этом смысле поддержание живого есть не что иное, как поддержание осознанности, изучение мира, углубление духа и всех его проявлений, которые есть в мире. И в этом смысле как раз-таки возрастает наша ответственность за то, что происходит с миром. Если я продолжаю сидеть и медитировать в пещере, мир продолжает жить по старым законам, где, допустим, очень большие выбросы в атмосферу, тогда получается все-таки он не соединен. И в этом смысле для меня это становится безответственным, когда осознанность остается жить в пещере. Ее пришло время приносить на рыночную площадь. Так как на рыночной площади появляется осознанность, мы потихонечку начинаем относиться по-другому к тому, что мы делаем. Мы перестаем чувствовать себя цифрами, сколько мы заработаем. Для нас жизнь становится более интересной, более ценной, чем то, сколько мы можем заработать. Понимаете, на Марсе никому не интересно, кто миллиардер. И вот этот контекст, он очень важен. И вот два года, проведенные в Нидерландах, мне показали очень интересный подход, когда очень крупные, с одной стороны, должности, как сел какой-то компании, может сесть на велосипед и привезти вам какой-нибудь кофе, который вы у него заказали. Просто потому, что вот так устроена жизнь. И вот некоторым образом вот это состояние простоты, оно наполняет отношения таким образом, что не твоя позиция в обществе, а твое отношение к миру, оно определяет ту ценность, на которой мы находимся в отношении друг к другу. И в этом контексте, вот я встретился с одним очень интересным выражением, да, что мир находится посередине между осознанностью и татастрофой. Это как раз-таки для меня и есть понимание того, что пока медитация будет происходить в пещерах, мир будет двигаться в сторону катастрофы, потому что вот этой осознанности пришло время приходить на рыночную площадь. Наполнять вот этими смыслами все, что там происходит. И вот это соединение двух миров, для меня это есть некий выход, куда мы могли бы идти. В этом есть некоторая эволюция интегрального подхода, есть некий интегральный подход, в этом есть красота, и в этом есть как раз-таки наполнение и себя, своей собственной жизнью, красотой. И тогда шанс миру, который, в общем-то, действительно становится очень крупным, находится в положении. Спасибо, спасибо большое. Если вопрос, если взросление рассматривать как мудрость, а живое рассматривать как радость, то что из этого река, что из этого русла? Ну, если быть метафорой, для меня русло – это взросление, да, а река – это живое. На одной из групп, как раз-таки, да, мы размышляли по поводу того, в чем разница. И пришла вдруг такая вот метафора, что был iPhone 1, iPhone 5, iPhone 10. iPhone улучшались, но iPhone ничего не знали про собственное улучшение. Да, они становились более friendly к миру, они становились более удобными, они становились более коммуникабельными. Но в этом ничего не было для iPhone. А живое, пришла такая метафора, живое – это сбой в системе предсказуемости. И в этом есть как раз-таки творчество. Потому что творчество, мы обращаем внимание, когда нет чего-то… Вот когда что-то привычное, а глаз замылен, он на это не обращает внимания. Для того, чтобы обратить внимание, это должно быть в некотором смысле не похоже на то, к чему мы привыкли. И вот этот контекст, когда сбой находится так, что не вредит кому-то взросление, это приводит к тому, что мы находимся в гармоничном сочетании с собой и с миром. И вот это принесение реки, которая может находиться в русле, не разбивать его, не выплескиваться, есть в неком образе живое взрослого человека. Окей, тогда можем немножечко продолжить. У нас сколько времени, кстати? 55 минут. Спасибо за отклики. Спасибо. У меня там 5 минут. Если вы что-то спросите, я с удовольствием отвечу. Про себя, в общем-то, то, чем я занимаюсь сейчас, мы занимаемся одним как раз-таки проектом в Амстердаме. Мы сейчас открыли одно заведение, которое работает в режиме Zero Waste Concept. И вот это состояние, когда мы хотим принести Zero Waste и показать, что это возможно, и показать, что это может быть успешно, как инструмент показывающий, чтобы вот этим вдохновляться, через это идти в новую экономику, и через это каким-то образом показывать, что вот духовность в бизнесе – это тот выход, который может получить планета с точки зрения ее будущего. Пандемия, сбой системы предсказуемости. А у меня есть по поводу пандемии как раз еще в Фейсбуке определение, что это такое, с точки зрения того, каким образом, что это есть. Это был в некотором смысле вопрос к нам, кто мы и кто вирус. Если мы потребляем больше, чем планета может дать, то кто в этом месте вирус, а кто защищает планету. И в этом смысле для меня как раз-таки пандемия была вопрос способности, может быть, остановить такое потребление, которое мы себе позволили. Потому что до пандемии я понимал, что единственный выход – это война. Если мы потребляем больше, чем мы производим, то есть чем может быть на планете. Может быть, это самый экологичный способ был остановить наше потребление выше того, что может дать планета. Я не знаю. Это если, собственно говоря, отвечать на ваш вопрос. Меня можно найти в Фейсбуках. Лекций у меня нет. У меня есть группы практики, которые я веду. Вел до пандемии, да. А, собственно говоря, они проходят под Питером. И были планы провести их под Москвой. Мы вот с Мариной, моей помощницей, публикуем иногда как раз-таки по поводу следующих групп. Не хочется сейчас переходить в рекламу. Ну да, и спасибо большое за вопросы. По-моему, мы потихонечку закругляемся. Анонс в Фейсбуке. Еще чуть-чуть время есть, Олег. Да-да-да, хорошо. Ссылочку просят, где можно найти информацию о семинарах. Ну, у меня на странице Олег Лега. И там просто иногда я просто, когда мы их будем проводить, я буду их делать. Еще раз большое спасибо, Володя, за эту предоставленную возможность. Я тогда, видимо, потихонечку закругляюсь. Олег Лега, огромное спасибо с удовольствием по взаимодействиям, по интерактивам с вами на круглом столе. О, отлично, спасибо, Геннадий. Конечно, я вас приглашаю, вы участник. Так что мы тут по интерактивим. Хотели интерактива? Будет вам интерактив. Будет много интерактива. Гена об этом позаботится. Да, уж, да. Передаю предыдущего. Тема-то игра, поиграем. Передаю, Генн, я еще не передаю. Передаю роль ведущего второго дня Геннадию Бревде. Он дальше будет помогать нам ориентироваться. Ну и, конечно же, роль ведущего следить за регламентом. Появляясь за две минуты до окончания слота мастер-класса или доклада, для того, чтобы своим видом напомнить, что приходит время следующего путешествия. Итак, Гена, бери власть в свои руки. Я здесь, я присутствую в нужный момент, всегда на помощи. Спасибо. Вот, итак, о, появилась Марина. Марина знает, что, да, и я с огромным удовольствием и с любопытством, с энтузиазмом представляю Марину Белокурову. Тут, знаете, что интересно получается, что все время звучит, что вот, ну, Таня Гинсбург бабушка, кто-то там делал, прям все вот такие древние. Но вы обратите внимание, что даже, может быть, даже на клеточном уровне, на уровне физики мы не стареем. И вот это время – это не про возраст, это про огромное количество опыта, разного опыта. И Марина, она очень интересный человек, который сочетает одновременно глубину, потому что это философская глубина, постижение того, чем она занимается, и ширина. Я вспоминаю такой ударный просто эпизод развития мирового трансперсонального движения, в котором участвовали мы, то есть я, Владимир, там многие другие люди. И Марина играла в этом ключевую роль. Это в третьем-четвертом году в России было сделано то, что Европа не может сделать до сих пор. То есть это включение трансперсональной модальности, трансперсонального направления практики в число методов и подходов, которые пользуются респектом мейнстрима. И которые признаются всем психологическим, психотерапевтическим сообществом. Это действительно великое достижение. И это достижение, оно было сделано нами и Мариной, может быть, в первую очередь. Именно вот ввиду вот этой вот ширины как бы охвата, не узко какой-то инструментальной специализации того, что ты делаешь, а такого вот широкого кругозора. И вот сегодня то, что мы услышали... Вот знаете, я когда увидел тему, у меня сразу столько, несколько слов, а вопросов столько. Боже мой, кризис, и почему кризис? Да. А при чем тут книга Иова? Да вообще. То есть просто, знаете, ну возникло страшное... Вот что сейчас будет? Но мы сейчас, я думаю, услышим про то, что сейчас будет. Да, Марина расскажет. И приятного всем путешествия. Марин, микрофон включи. Включен. Включен. Ура. Мы тебя слышим и с удовольствием слушаем. Я, правда, себя не вижу. Мы тебя видим. Ты видна. Все в порядке. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем. Очень рада видеть родные, любимые лица. Спасибо, Володя. Спасибо, Геннадий. Спасибо все-все, кто сделал сегодняшнее пространство. Я, ну вот, Геннадий напомнил историю нашей ассоциации. Мне очень радостно сказать, что да, я сейчас вещаю из того места, да, где в 2002 году была создана ассоциация трансперциональной психологии и психотерапии. Для меня это очень ценная история. И здесь мое сердце. И я очень рада, что это пространство поддерживается прекрасными людьми. И Володе, прежде всего, и всеми, ну и всеми нами. И это пространство очень важное. Вот Гена сказал про тему, которую я заявила. Знаете, как и много в трансперсональном движении это происходит так, это нельзя не сделать. Вот тема книги Иова, это тоже была та тема, от которой просто нельзя было отказаться, потому что она возникла, она прозвучала. Хотя, конечно, я сейчас попробую, ну, так аналитически описать, почему именно так и почему кризис индивидуации. Среди всех практик, которые вот есть, ну, в моем репертуаре есть очень любимые частности, это мифодрама. И среди 200 мифодрам, которые мы уже поставили к этому моменту за те самые 30 лет, книга Иова, которая тоже была поставлена как мифодрама, она очень по-особому прозвучала. Ну, наверное, с не меньшей силой, чем Данте «Божественная комедия», ну и некоторые другие величайшие произведения. Но я, которая с таким потрясением, как и многие здесь, наблюдая происходящее в мире сейчас, начиная с весны, вот с моими участниками, с моими учениками, мы делали такие системные исследования с помощью PSA-диаграммы, которые позволяют очень быстро выявить ресурсные фигуры, которые должны помогать здесь и сейчас. И последовательно, вот с помощью вот этих глубоких исследований были проявлены три ресурсных фигуры, которые, ну, слава богу, появлялись по прошествии времени, и весной это была фигура такой материнской фигуры, такой здравой, строгой, понимающей матери, которой очень не хватало в протоколах взаимодействия того времени, вот нашей весны, когда было непонятно, что и как делать, следующий шаг вот этих исследований привел к появлению ресурсной фигуры такой пронизывающей любящей сети взаимодействия потребностей в людях, которым ты говоришь на одном языке. Вот очень много было про честность, про того человека, которого ты можешь спросить, как у тебя там, в Италии, в Испании, в Америке, в наших самых отдаленных уголках. И человек тебе не просто отвечает правду, а ты понимаешь, что он с тобой еще в единой системе ценностей. Вот эта любящая сеть, она тоже проявилась. Вот я с восхищением, там, потрясением видела, как она реализует себя, вот, все летнее пространство. Естественно, возник вопрос, какой же третий шаг, что необходимо будет сейчас. И вот этот шаг был самым трудным, потому что ситуация, которая на тот момент, на начало осени сложилась, она показывала, что единственная фигура, к которой мы должны обратиться как ресурсные, это не та фигура божественного, которую мы себе как бы нарисовали, бог, которого мы описали, придумали, чтобы нам было удобнее жить. Извините, что я так, может быть, резко говорю. А фигура предвечного, то есть та самая фигура необъяснимого и непознаваемого, которую человек современной реальности, ну вот человек, который не занят практиками, не особо думает о себе, не особо расширяет рамку, он не задумывается. И после этого я была подвергнута целому потолку вопросов, а делать-то что? Ну, прекрасно появилась эта потрясающая фигура предвечного, а что делать? И первое время я даже не могла ничего ответить, кроме того, что просто знать, что это есть. И когда стало приближаться время выбора темы, вдруг вот эти все вещи, о которых вот говорилось и в первый день, и сегодня уже говорилось, расширение рамки своего видения, личная ответственность и живой опыт, они сошлись вместе, и вот слова книги Иова, они просто прозвучали сами собой. И у меня есть две части того, что я хотела бы сказать, я надеюсь, что я успею их осветить обе. Это та часть, которая появилась как аналитическая после самой мифодрамы 4 года назад, и та, которой я пришла сейчас, и она для меня даже оказалась более глубокой, чем то, что с нами происходило, когда мы проживали два дня вот этой мифодраматической группы, вот сам текст и глубинные смыслы этой книги. Ну, начнем с того, что самый главный тезис 4 года назад звучал так. Все и всегда говорит о том, что нужно быть готовым начать все с самого начала. Это очень глубокий тезис, потому что сейчас, когда настолько устранены непосредственно физические контакты, когда мы переходим на совершенно другой уровень коммуникации с друг другом, и, честно говоря, даже на другую систему ценностей, вот этот вот рестарт или стартап, не знаю, как лучше сказать, готовый начать все с начала, он является очень важным для того, чтобы на этом моменте не споткнуться и не потерять присутствие духа. Кто мало страдает, то мало любит, без страданий нет любви. И здесь мы касаемся такой темы, в общем, которая является, наверное, профильной вот в самой книге Иова, это Теодицея, оправдание Бога, оправдание всего того, что происходит вокруг нас. Теодицея влечет собой Зоя Дицея, то есть оправдание самой жизни. Безусловно, книга Иова – это ценнейшее произведение, которое даровано человечеству. Книга уникальна, появившаяся непонятно как, входящая во многие духовные первоисточники, написанные то ли в XII веке до н.э. то ли в VI или V веке до н.э. Многочисленными авторами, содержащие в себя научные факты, которые были доказаны только 35 веков спустя написание этой книги. Но эта книга о самом важном, наверное, это книга о сути бытия. И вот когда Геннадий сейчас сказал, как же это связано с кризисом индивидуации, это напрямую связано с кризисом индивидуации, потому что в книге описан процесс, когда постижение самого себя и своей сути начинает тормозиться. И это очень похоже на то, что, простите, я сделаю там отступление вот в химическую парадигму, в химическую метафору. Это та картинка, когда ураборос съедает свои крылья, и человек начинает вращаться в одном и том же кругу, не имея возможности из него выбраться и сделать следующий шаг. Сложное и противоречивое человеческое сердце. С одной стороны, вот сердце знает, что Бог всё видит, всё понимает, но оно всё равно, вот это наше сердце, отчаянно стремится доказать Всевышнему своему правоту. И вот что грустно, что чем выше интеллект человека, тем больше он верует в свою праведность. Сегодня, ну, вот я слышу много, много таких высказываний, что люди сравнивают себя с Иовом и спрашивают, ну, за что, Господи, за что вот это послано? Но духовные законы, они неизменны во все времена, и переоценка себя в духовности – это начало пути к самой праведности, если говорить в общем о всем послании к книге Иова, потому что самая праведность – это желание давать советы Богу и оправдываться перед Ним своими делами. И Иов, конечно, вот я об этом как раз размышляла накануне конференции, почему вот с Иовом нам легко себя сравнивать, а, например, с фигурой Иисуса не так легко и так сложно, хотя Иов является неким прообразом будущего мессии, и он страдает и выходит к своему преобразованию, к своему преображению через ужасные муки, наверное, потому что Иов по-человечески нам кажется ближе. В глубине своей Иов не сомневается, что ничего не бывает без причины, и поэтому вот всё, что происходит на протяжении текста, это когда он пытается понять, что же является причиной всех его страданий. Ну, я очень кратко напомню буквально там несколькими словами сам текст, что Иов был, ну, по разным заключениям и исследованиям, фактически царём той местности, где он проживал, и это до Моисеева времена, и он был судья своим подданным, он был очень праведным, потому что он помогал, он поддерживал, он поддерживал сирот, он был очень богат, у него было 10 детей, и у него всё было хорошо до тех пор, пока вот не случилось вот то самое событие, когда противодействующий, вот, а именно эта фигура падшего ангела так переводится, возвал к Богу, что вот не хочешь ли ты испытать Иова, не думаешь ли ты, что он любит тебя только за то, что ты ему даёшь, за те блага. И Бог разрешил это испытание, и у Иова стали происходить ужасные события, сначала он лишился имущества, потом детей, и потом, когда уже ситуация, ну, всё равно не сломливала, и он признавал благо, происходящее от Бога, тогда последним шагом было лишение его здоровья, то есть было воздействие на его физику, и в этом состоянии, с одной стороны, пребывание было максимально мучительно, а с другой стороны, его даже стало легче, потому что болезнь, которая у него была наслана, ну, по всем описаниям это была проказа, она позволяла ему притупить эмоциональную боль, очиститься вот от всего поверхностного, ну, психологически можно сказать, от персоны, и быть явным в своей проказе, то есть не надо было уже скрывать свой недуг, он был всем виден. Смысл страдания Иова очень хорошо выразил Сергей Аверинцев, это один из авторов перевода и комментариев книги Иова, что страдание надо рассматривать не столько как возмездие, а в юридическом смысле как целительное, очистительное средство, по помощи которого Бог врачу и тайные недуги человеческого духа не обостряет внутреннюю чуткость, его слух. И есть совершенно потрясающие слова в самой книге, уже в конце, когда Иов преображается, что он теперь не только слышит Бога, он его видит. Поэтому книга Иова, она содержит совершенно замечательное по своей полноте описание встречи с самостью. И узнать о существовании можно только опытным путём. И вот я повторюсь, что вот эти три послания, расширение рамки, личная ответственность и живой опыт, они являются сейчас абсолютно необходимыми ресурсами, которые надо в себе понимать, включать, и, извините за тавтологию, за личную ответственность брать ответственность, совершенно лично. Но иначе ничего не получится. И вот перед встречей с самостью от эго обязательно проходит период инфляции. Иногда его ещё называют периодом, когда эго сдалось, когда никакие предыдущие концепции, какие у них прекрасные не были, они просто не дают никаких ответов на то, почему сейчас со мной происходит так. И, вне сомнения, и самость нуждается в сознательной реализации, потому что вот этот настрой на индивидуацию должен поддержать, должен подвергнуть эго такому искушению и испытанию, чтобы оно так сдалось, чтобы вот человек осознал существование самости, которое много превыше. Иов, безусловно, получает ответы на свои вопросы, но он получает их нерациональным образом. Он получает их только посредством живого опыта. И почему я ещё вспомнила мифодраматический опыт? Потому что вот то, что получают люди, ржевая мифодраму, объяснимо только за счёт такого же живого опыта, но нерационального осмысления. То, что содержится в текстах, как их неотделимый смысл, как их глубинное послание, потому что те тексты, которые прошли такое количество веков, книга Иова как минимум 35 веков прожила, и она была исследована и проанализирована потрясающими философами всех времён и всех народов. Тот же Лев Фушестов, о котором вчера Володя Майков упоминал, писал о Иове. Всё равно Киркигорн писал потрясающий труд, повторение Достоевских, братьев Карамазовых, тоже ссылался на конфликт этого праведника и прочее, прочее. О чём же они все писали? Они писали, что вот книга Иова содержит в себе описание потрясающее процесса божественной инициации, проверки человеческого духа посредством таких испытаний, которые не могли бы, если бы они были не такими тяжёлыми, вот очистить тот внутренний взор, то есть то духовное око, которому можно восстановить вот тот контакт, которым нуждается человек, живого общения своей божественной сутью. Мудрость заботится о сынах своих. И если сначала нас ведут через страх и малодушие, преследуя строгостью, подвергая тяжёлым испытаниям, то в конце концов она приводит человека и открывает ему прямые пути свои. Фантастически, что вся книга ещё написана таким поразительным поэтическим языком, что одно уже это говорит о прославлении, вот того присутствия, которое мы можем увидеть в каждом божественном творении. Если говорить опять-таки о сюжете, о том, как Иов попадает в эти ужасные испытания, очень важно упомянуть, как из этих испытаний его пытаются вывести его близкие, в частности, его жена и его друзья. И это не просто друзья, это друзья очень уважаемые философы, которые приходят к нему ввиду его бедственного положения, когда он уже всеми отвергаемый, каждый ребёнок бросал у него камень. И вот эти философы, они показывают неактуальность своих философских систем, потому что эти системы не объясняют, почему Иов так страдает. Иов до последнего, невзирая там на посылы жены, что он должен похулить Бога и умереть после этого, несмотря на то, что все друзья его обвиняют, ну, по-разному, потому что один из философов, Елифас, говорит, что ты нарушил можественное откровение, наверное, ты что-то скрываешь, у тебя, наверное, какие-то ужасные злодеяния. Другой философ, Элдат, говорит, что нет, ты нарушил традицию, поэтому в этом всё дело. Третий, Зафар, говорит, что ты знаешь, вот, ну, косвенно обвиняет, ты просто потерял свой разум. И вот, несмотря на все эти обвинения, Иов устаивает и говорит, нет, нет, вы не то говорите. Я хочу понять, есть ли справедливость или нет справедливости. Я не холю Бога за то, что он мне послал. Я хочу понять, за что. И понимая, что мне надо вот в оставшиеся 8 минут сказать, за что всё-таки, я скажу самое главное. что вот концовка книги, которая помогает произойти вот этой божественной инициации, заключает поразительное, поразительное по своему содержанию высказывание от имени Всевышнего, что Иов пытается своё фрагментарное переживание распространить на глобальное происходящее в мире. И что речь-то и идёт на самом деле об объективизации его страдания. О чём на самом деле страдания Иова? О том, что он забыл главное предназначение, что будет со всей Землёй. будет она являться тем местом, где мы будем расти, развиваться и процветать, или будет местом мучений. Что мы ответственны за это всё, и прежде всего ответственны те, кто это могут понять. А Иов является именно тем человеком, который может это понять. Что вот Иов не знает всего, что с ним было, что было с ним даже до этой жизни. То есть вот в этом произведении неоспоримо указывается на множественность жизни, на множественность миров, которые были созданы до нашей Земли. Вообще, когда начинаешь постигать глубину этого произведения, вы знаете, я просто всех призываю, кто ещё этого не сделал, не прочёл, не постиг, вот обязательно сделайте этого. Потому что там излагаются те мысли, которые мы сейчас-то с трудом воспринимаем, а там это подаётся, ну, как просто та правда, против которой ты не можешь устоять, ты можешь только её принять. И получается, что на тех мыслящих людях, которые могут узреть своим сердцем, вот это божественное присутствие лежит колоссальная ответственность, колоссальная ответственность отвечать вообще за всё то, что происходит. Это про необходимость осознанности, это про необходимость личной ответственности. И самое главное, вот то, что меня потрясло вот в конце вот этих дум про книгу Иова, это то, что если человек не реализует своё божественное предназначение, свою божественную природу, для чего он создан, он увеличивает количество зла на земле. Вот я просто до сих пор под впечатлением вот этой вот этой сентенции, потому что честно говоря, я раньше даже так не думала. но понятно, что вот самая большая цель это стать тем, кем ты создан на самом деле, быть в своей природе, действовать из своей природы, быть постоянно в контакте, в живом опыте с божеством, потрясаться и сохранить вот то прекрасное, что напоминает нам об Эдеме, каким он был, да, трехопадение, вот эту красоту, мудрость природы, вот эту вот точность. Надо здесь вспомнить антропный принцип построения Вселенной, что если бы хотя бы вот одна черточка была придумана по-другому, мы вообще не появились на цвет. И вот кроме всего этого оказывается безумно важно помнить, что если мы не реализуем свою природу, мы вот тогда работаем на другую чашку весов. Мы увеличиваем страдания не просто себя, а всего мира. Ну, и как вы понимаете, то, что делают люди, которые развивают себя, которые мучаются, которые страдают, и опять-таки вопрос про страдание, который всегда задается, ну, почему же там вот такой вот Эмилек, он там плохо себя так ведет, вроде бы, а он так счастливо себя чувствует. Да не счастливо он себя чувствует, а вот счастье внешнее и радость внутренняя, духовная, они совершенно не сопоставимы по своей силе и интенсивности. И еще, говоря про Иова, очень важно, опять-таки, то, что может не присутствовать явно в тексте, но то, что явно прошилось в мифодраме. Очень была зажата та самая живая эмоциональная часть, которая мешала Иову поговорить с Богом. и смирение, которое он получает через свое оживление, через то, что называется трепет сердца, трепет сердца, который только и может быть тем инструментом, через который вот мы слышим вот это божественное присутствие. И вот эмоциональная часть Иова, она была подавлена. и то, что можно сказать в самом конце, что в лове, как и в каждом человеке, есть четыре фигуры и боговорчество, и богооставленность, и плачущий ребенок, и праведник, но квадратичность вот этого внутреннего пространства, она указывает еще и на близость обретения самости. И в этом есть много радости. И главное, что в результате восприятия самости эго наконец-то окончательно задается, оно готово работать на самость, на благо психической всеобщности, не предъявляя личных требований, поэтому это описание процесса божественной инициации, который приводит, славьте Господи к новому состоянию бытия, чего я всем нам искренне и глубоко желаю. Спасибо. Марина, огромное спасибо, все очень здорово, и с одной стороны, и познавательно, и интересно, и полезно, и вкусно, и вообще вот все шикарно. тут появился вопрос, даже тут не один, тут даже два, вот если увидишь там в чате, открой чат, если нет, я прочитаю, если себя осознавать творением кого-то кроме самого себя, того предначального, то приходится верить в то, что ответственность на думающих людях, что человек это по-прежнему двигатель эволюции, а потом происходит пандемия, все рушится, и ты уже себя двигателем не чувствуешь. Важно это не заметать под ковер, особенно психологам, ну вот такой вот не столько вопрос, а какой-то комментарий. И вопрос был про про то, что у Иова-то был, наверное, кризис. Конечно. Да, вот, ну все правильно, да. Все правильно, поэтому я если, да, посмотри на на вот эти, на то, что вопросы, которые появляются в чате. Да, я вижу. Да, 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 может быть, на какой-то самый такой актуальный или самый яркий вопрос сможешь ответить, и потом мы уже перейдем к следующему спикеру. Ну, фактически мы вот на все вопросы, которые я сумела сейчас прочитать, мы ответили, и я бы все-таки еще рассказал вот эти три самых главных ресурса, которые в пандемию просто приобрели даже другое звучание. Это расширение рамки восприятия, это личная ответственность, и это живой опыт. И вот сейчас вот то, что мы общаемся в Zoom, и не имея возможности потрогать, касаться, отвлечься, сбежать куда-то, это живой опыт, дорогие мои, это живой опыт, это такое сфокусированное восприятие каждого, которое раньше даже не было. Поэтому с огромной любовью ко всем и с поддержкой всех процессов, которые ведут к преображению. Спасибо. Да, огромное спасибо. Марин, ждут тебя на круглом столе, там будет интерактивно, поговорим о теме круглого стола. И сейчас я приглашаю следующего нашего спикера, это Ирина Куриц. Ирин, пожалуйста, для того, чтобы открылся экран, нужно нажать на значок камеры внизу, там внизу есть такая как бы да, о, о, Ирину вижу, отлично, прям сидит дома. Да, немножко сфокусируй на себя, пожалуйста, чтобы было более тебя вот так, вот замечательно. Как меня видно, ребят? Да, да, и более, да, привет. Привет всем. Часто видимся, но когда видимся, это все очень, очень здорово. Вот, и опять-таки, вот, знаете, что бы то ни было рассказать об Ирине и о том, что она делает, ну, это крайне сложно. Это точно, я сама не знаю. Да, нет, но на самом деле это надо попробовать, чтобы это понять. Ты хочешь сам попробовать, или нет? Нет, я пробовал, Ирин, ты что? Я вот сейчас про свою пробу расскажу, что много, много лет назад прихожу я, да, прихожу я к Ирине на семинар, и она показывает элементы классического индийского танца, волшебные совершенно элементы. А у меня всегда был такой вопрос, с полуприготовленным ответом, что вот эти вот восточные практики, их же, да, их же невозможно впрямую интегрировать в наш ментальный контекст, да, вот, человеку нашего европейского как бы образа жизни, ну, как вот им, да, вот это все. И вот на это как отвечают мастера, которые могут это интегрировать, да, вот это индийские танцевальные практики, йога, да, ты интегрируешь в то, ты их доносишь до людей, до наших современников, до людей, которые живут одновременно и в одном пространстве с нами, ты их успешно доносишь так, что эти практики, они становятся им полезными, развивающими. И, кроме того, вот еще и шире, ты издатель Альманаха, нашего журнала трансперсонального, то есть очень, да, твое творчество, оно, на самом деле, очень и широко, и полезно, и интересно, вот, поэтому я с большим интересом сейчас послушаю, что ты скажешь, что ты рассказываешь, может быть, ты что-то и покажешь, вот, ну, в общем, это возможно? Ну, может быть, демонстрация экрана, может быть, как-то ты, ну, как сможешь, как у нас получится, вот, с удовольствием даю тебе слово, движение, все, что возьмешь. Спасибо. Я бы предпочитала дать. Так, добрый вечер всем, я хочу, прежде всего, всех поздравить и полностью соглашаюсь с Марины, что вариант того, что у нас сейчас наша конференция проходит именно в таком формате, оно имеет очень позитивный аспект, потому что обычно мы на конференциях привет-привет, быстренько обнимемся, быстренько думаем, куда нам успеть побежать, а здесь волей-неволей происходит определенная концентрация и настрой на того человека, с кем ты говоришь или с той группой, с которой ты говоришь, и я во многом согласна и с Мариной, и с Олегом, вот, Легой, да, Лега, я не знаю, Легай или Легай, мне очень понравилось его, понравилось его выступление, и я считаю, что отношение к пандемии, оно на самом деле у нас должно быть, по крайней мере, или оно нас привлекает к тому, что к этому надо относиться как к процессу творческому, и для этого нам Лега выделила специально время, вот, и тема моего, следующий, пожалуйста, слайд, тема моего доклада творчества как необходимое условие эволюции, следующий, можно? И я бы хотела начать со слов, что возрождение нашей эпохи должно начаться с возрождения мировоззрения, и этот эпиграф Швейцера, он как нельзя подходит, по-моему, даже для всей конференции, потому что творчество это вообще, в принципе, постоянная работа над своим мировоззрением, хотя это понятие достаточно, как бы, оно не статичное, и оно не динамичное, оно просто есть как таковое, но в процессе нашей жизни оно, конечно, приобретает какие-то новые качества, новые ощущения. Пожалуйста, дальше. Я бы хотела сказать, что эти вопросы творчества, они здесь вот у вас на слайде, это как бы определение из Википедии, и мы привыкли рассматривать творчество именно как процесс создания материальных ценностей или создания духовных ценностей. И в то же время мне бы хотелось расширить этот тезис, потому что творчество, на мой взгляд, значительно шире, и оно не связано только с теми людьми, которые на наш взгляд созидают, созидают произведения искусства, там, науки и так далее. Но я хочу сказать, что сама эта тема, она настолько актуальна, она всегда была актуальна и для тех людей, кто изучает творчество, и, естественно, для психологов, и для самих творцов, потому что здесь всегда один момент, о котором мы уже говорили, что при творчестве идет всегда кризис, творческий кризис, не творческий кризис, но он все равно идет. И это совершенно нормальное, на мой взгляд, состояние. Можете мне поверить, потому что у меня семья, она как раз состоит из творческих людей. Я не знаю, видно ли здесь, а вот я голову немножко, вот у меня сзади надо мной как раз много картин, это работы моего мужа, художника, и я хочу сказать, что вот эти результаты, да, произведения творчества, они удивительным образом живут в том пространстве, в котором уже я нахожусь, и они меня каким-то образом даже подкачивают, хотя мне неоднократно задавали вопрос, не тяжело ли мне, когда вот так много картин, определенно могу сказать, что это нет, потому что когда вы входите с этим процессом, творческим процессом в определенный резонанс, то оно не подавляет, а мы как бы сосуществуем. И вот я эту тему следующее, пожалуйста, я хотела бы тут еще сказать, что очень часто мне, особенно в при посещении там каких-то выставок, да, в современных и не только современных, кстати, мне приходилось встречаться с тем, что кто-то воспринимает эти произведения с большим энтузиазмом, а другие просто очень быстро устают. И вот тут я хотела бы сказать, что как раз вот этот момент творчества как процесс созидательный, он имеет очень важное значение, причем мы рассматриваем здесь творца отнюдь не только как художника там или ученого, потому что совершенно не важно, чем человек занимается, но просто если он занимается тем, что ему нравится, что доставляет ему радость, что дает в пространство добро, что и вот тут Марина как раз очень правильно сказала, если человек имеет свою миссию, он обязательно должен ее реализовать, и вот когда человек реализует свою миссию, вне зависимости от конкретной профессии, это уже результат творчества, то есть это сам процесс творчества, и здесь вот можно говорить о том, что для человека, занимающегося творчеством, очень важны моменты процесса созидания, и само отношение человека к этому процессу, как к результату своего творчества, потому что кризисы бывают творческие, касающиеся непосредственно того, что он делает, а бывает еще кризис как результат отношения автора и отношения самого общества, человек вкладывает одно, а общество совершенно другое воспринимает, то есть вот этот процесс восприятия, он совершенно может отличаться от того, от самого автора, и от тех, кто это воспринимает. Пожалуйста, дальше. И здесь важны совершенно другие моменты, и в этом отношении для нас имеет очень важное значение состояние, когда мы занимаемся творчеством. Но перед этим я еще хотела сказать о том, что очень интересно, на мой взгляд, это посещение самих музеев, знакомство с произведениями искусства, потому что когда человек, который не рисует, например, не пишет, не танцует, не поет и так далее, но если он подходит, если он находится в самом внутреннем процессе созидания самого себя, то для него этот момент имеет очень важное значение. Он не потребляет творчества, он не потребляет результаты творчества, а он проживает, как бы он в тот момент, когда он созерцает или слушает и так далее, или читает, он включается в процесс творчества совместно с автором. И он как бы в этом отношении своим действием он увеличивает количество добра на земле, потому что он разделяет как бы то, что делает автор. И в этом отношении нам, конечно же, может очень помочь трансперсональная психология. Почему? Потому что трансперсональная психология, она позволяет нам выходить в определенные состояния сознания. А мы знаем, что у нас есть доминант, может быть, доминанта правого полушария, доминанта левого полушария. Дальше можно про трансперсональную психологию просто несколько слайдов проведите, пожалуйста, дальше. Может проходить это состояние при доминанте правого полушария, при доминанте левого полушария и при равновесии обоих полушарий. И вот, в принципе, для нас, когда мы говорим о трансе, о медитации, о духовной практике, вот об этих вещах, вот видите, здесь у меня есть измененное состояние сознания, это как раз доминанта, а есть расширенное, альтернативное или расширенное состояние сознания. Вот это состояние сознания, когда у человека есть максимально приближенное равновесие между правым и левым полушарием, вот этот момент, он наиболее связан с тем самым творческим процессом, который человек переживает. И, опять же, повторюсь, для него совершенно не важно, чем конкретно он занимается. Вот если этого нет, то мы получаем разрушение, потому что если процесс творчества, мы говорим, созидательный, то рядом, естественно, может быть и процесс разрушения. И здесь важно уметь определить, когда это разрушение дает плюс, а когда минус. Вот, например, по мнению знаменитого русского ученого и философа Налимова, это ученый, который вошел в десятку величайших ученых мира, которого мы считаем одним из первых, так сказать, ученых, связанных с трансперсональной психологией. Вот он пишет, мы невольно, он говорит о том, что разрушение приводит к деградации общества в целом. Мы невольно вглядываемся в будущее, одновременно оценивая прошлое, пройденное, и с грустью констатируем, что культура, как результат творчества во многом исчерпала себя. Уходит гармония, уходит красота, уходит любовь. На первый план выходит разрушение, боль и насилие. Вследствие этого меняется информационный профиль как отдельного человека, так и общества в целом, пространства Земли и Вселенной. И, на мой взгляд, именно этот факт стал главной причиной пандемии. И одна из главных задач пандемии на уровне глобальных моментов, это, конечно, опять привести все это, привести плюс и минус к большему равновесию. Вот он пишет, что процесс созидания превратился в саморазрушение, нарушилось понятие целостности. Смыслы утраченного потому перестали владеть культурой как целостным образованием. Культура стала лоскутной. Лоскутки не стыкуются. Следовательно, единое мировоззрение становится невозможным. И сами лоскутки культуры в силу их сложности тоже малодоступны. Кажется, что культура прошлого такого разграничения все же не было, несмотря на нарочито задаваемый эзотеризм. Вспомним хотя бы Платона. И вопрос, что с этим делать. Удивительный ответ, который я вычитала, он меня просто потряс. Причем это было написано в середине прошлого века. Он говорит о необходимости медитации. Он пишет о том, что нужно рассказать учащимся что-то очень серьезное о природе человека, о таинственности его сознания. Нужно обучить школьников медитация. Это единственный путь проникновения в глубины себя. И именно этот путь напрямую, конечно же, связан с трансперсональной психологией. И я думаю, что со мной здесь очень многие согласятся, потому что я не знаю еще ни одного из тех людей, наших специалистов, моих коллег, которые занимаются трансперсональной психологией, и которые бы не начали заниматься творчеством. Причем это выражается совершенно в разных моментах. Это вот то, что у нас, то, что как бы образное представление того, что происходит в нашей голове. Можно дальше. Вот смотрите, вот здесь это очень интересно. Вот видите, включенное и выключенное. Когда мы занимаемся трансперсональными практиками, то у нас возникает включенность. Включенность нашего сознания в общее сознание Вселенной, в общее пространство Вселенной, в энергоинформационное поле Вселенной. И именно поэтому я бы хотела дальше говорить о том, что наше трансовое состояние, состояние транса, это как трамплин для выхода в энергоинформационное пространство, а значит, это трамплин в то пространство, где мы получаем идеи творчества. Причем это не то, что мы получаем, а оно к нам само приходит. Пожалуйста, дальше. И я здесь хочу сказать одну вещь. Чем больше люди занимаются творчеством, тем здоровее общество, в котором они сосуществуют. Когда человек способен быть внутренне свободным, он может творить, он способен созидать, он может быть спонтанным в своих проявлениях и при этом не нарушать гармонию Вселенной. И вот здесь дальше можно? Я хотела бы несколько слов сказать о том, это схема сложности Вселенского знания, с которым мы имеем дело. Можно дальше еще? Я хотела бы сказать, что для нас имеет очень большое значение те виды внечувственного знания, с которыми мы имеем дело. Я потом к этому еще вернусь. А сейчас я бы хотела сказать несколько слов о спонтанности. Потому что спонтанность – это проявление нашей свободы, это от слова спонт и свободная воля. И оно психологически, в психологии оно означает способность действовать не под влиянием внешних рамок, а согласно внутреннему содержанию и состоянию человека. Так вот, любое творчество – это в любом случае должно быть состояние свободы внутренней. Потому что ни один человек не может творить под угрозой того, что ему это нужно сделать. А эти слова даже просто не сочетаются. Спонтанность является высшим выражением индивидуальности человека. И, собственно, это именно то, что мы ценим в творчестве. И для того, чтобы мы могли позволить, если можно так сказать, себе спонтанность, а это связано с творчеством, это связано с креативностью, это связано с интуицией, с игрой, способностью импровизировать, быть свободным в своих проявлениях в разных ситуациях. И я даже хочу вам просто сразу же, чтобы вас не очень забивать всякими терминами, я хочу вам просто показать одно простое движение. Гена, меня видно? А, тебя, сейчас нужно для этого... Вот руки, да? Я просто хочу показать несколько. Мы обычно делаем там какие-то вот такие движения. Это то, что связано там с массажем и так далее. Но если вы возьмете вот такие движения рук, вот такие, они откроют вам каналы, которые связаны с вашей душой, связаны с вашей ментальной практикой, связаны с вашей внутренней свободой и связаны с вашим энергопотенциалом. Поэтому, когда мы работаем вот руками немножко, то мы как раз можем себе совершенно конкретно подготовить с помощью этих упражнений, мы можем подготовить состояние, которое будет способствовать выходу в творческое состояние сознания. И буквально две хасты, вот. Значит, мы соединяем руки. И вот так, это одна из моих любимых хаст. Это хаста, которая называется ваджра. И она нужна для того, чтобы мы собрали просто свое внимание, но концентрировались не ментально, специально. Я собрался, я собрался. Это тогда будет убирать всю энергию для творчества. А это те внешние факторы, которые позволяют человеку собраться. И вот еще хаста, которая вот такая. Видно, да? Она настолько простая, я вам сейчас тут даю самое простое. Она дает нам возможность подключения к чакре в Сватхистане, которая отвечает во многом за процесс творчества. Это как бы базовая чакра для того, чтобы у человека активизировать процесс творчества. Потому что сексуальная энергия, мы все это знаем отлично, это творческая энергия. И если вы почитаете вообще всевозможные воспоминания как ученых, так и художников, то мы всегда можем прочесть о том, что это люди, которые были сексуально очень активные. А значит, это не значит, что они должны были бегать там, ну вы поняли. А это значит, что они имели возможность использовать, трансформировать эту энергию для создания творческих произведений. И я думаю, что со мной тут согласится каждый. И одновременно с этим, вот любая спонтанность, как я говорила, это выход в то состояние, которое очень ценили древние. Это связано с духовной работой, это самопогружение. Вот когда вы вдруг чувствуете, что вы вообще ни с кем не хотите общаться, вам нужно погрузиться, и вам нужно побыть внутри себя, наедине с собой, или выйти через себя в те процессы, которые именно для вас нужны. И здесь я хочу вам сказать о том, что есть такое понятие, ну как бы понимание энергоинформационного характера таких состояний, оно позволяет выйти на то, что называется внутреннее знание. Вот с точки зрения энергетики, внутреннее знание, дальше, пожалуйста, это, по-моему, уже далеко, внутреннее знание является составной частью Вселенной, составной частью Земли и составной частью энергоинформационного поля человека. То есть в совокупности образуется как раз та энергоинформационная структура, которая способствует созданию необходимых условий для постоянного развития и расширения. Вот видите, трансперсональность, спонтанность, креативность, интуиция, они всегда являются частью творческого процесса. Без этого просто мы не можем говорить о творчестве. Но я здесь хочу чуть-чуть как бы отойти в сторону и сказать вам, что не только мы имеем как бы включаться, то есть осознанно включаться, да, потому что эти состояния те, с которыми мы можем и нужно работать осознанно, о чем я еще буду говорить. Но я совсем недавно, вот буквально неделю, наверное, назад, я была поражена, нет, не две, я была поражена тем, что в процессе подготовки, вот, как бы, когда я сосредотачивала внимание на нашей конференции, а перед этим у нас еще была одна конференция, и у меня тоже был доклад, связанный с творчеством. Вот я хочу сказать, что, ну, поскольку я близка к индийской традиции, это, можно это показать? Господи. Да, видно. Видно? Видно. Виден какой-то предмет, только не весь он. А вот, вот так. Вот этот предмет, господи, ты боже мой, сейчас. Так, бывает. Я хочу сказать, что вот этот предмет, вообще-то, это Шива. Он ко мне пришел совершенно... Вот он, вот он, видно? О, вот теперь видно. А, да, теперь его видно. Да, чуть-чуть подальше его от камеры, тогда его будет хорошо... О, вот шикарно видно сейчас, да? Ну, у меня к Шиве особое отношение, те, кто меня давно знает, прекрасно это понимают. Вот я хочу сказать, что я недавно от него получила... Он у меня совсем недавно. Он пришел ко мне через мою одну ученицу, Она его принесла прямо на занятия и сказала, что он... К ней-то попал неожиданным образом. Ее папа, который не имеет отношения к творчеству, но он ученый, кстати сказать. Он шел по улице и увидел, на скамейке стоит Шива. Представляете, да? Вот идет человек к себе спокойно, никого не трогает. И вдруг присел на скамеечку, а рядом Шива появился. И он его принес домой. И поскольку он меня знает, он посоветовал, значит, моей ученице, Отнести его мне. Вот. Но он у них там немножко пожил, пока она еще должна была дома быть. И я по какому... Почему я этот момент затронула? Потому что в данном случае я давала запрос в пространство. И для меня еще была важна тема творчества. И вы знаете, что Шива, он еще разрушитель, как вы знаете. Он и творец, и разрушитель. И для меня эта тема очень была интересна. И он как раз появился для того, чтобы я могла эту тему как бы еще раз затронуть. Потому что для того, чтобы что-то созидать, нам иногда, а иногда и не иногда, а часто, нам нужно уходить с тех позиций, на которых мы стояли до этого. Я так понимаю, что у меня две минуты осталось? Да? Я сейчас попробую быстро-быстро закончить. Но вот этот момент творчества, в котором очень много различных тем, да? И тема разрушения, и тема созидания, и тема энергоинформационного аспекта. И еще я бы хотела сказать, это тоже творчество. Это творчество в созидании межличностных отношений. Потому что очень часто мы разрушаем наши отношения именно потому, что мы забываем, что созидать – это значит, надо идти на контакт. То есть надо, чтобы с обеих сторон была направленность на процесс созидания. И вот в данном случае вот этот Шива, которого я вам показала, он для меня был вообще совершенно невероятным таким подтверждением того, что нам нужно обязательно стремиться к созиданию, стремиться к гармонии, потому что без гармонии мы не выйдем в трансовое созидательное состояние. И тогда наша эволюционная, вот этот эволюционный процесс, он будет продолжаться, и он будет работать на то, чтобы созидать Вселенную. И мало того, я считаю, что именно наша конференция сейчас работает на процесс созидания. Потому что мы все здесь собрались для того, чтобы не просто рассказать о себе, а для того, чтобы отдать, поделиться и услышать, и обсудить те идеи, которые мы получаем из пространства, и которые мы реализуем в наших творческих действиях. Великолепный финал. Надо было быстренько закончить. Нет, мало того, что быстренько, еще и на каких, знаешь, как какая-нибудь симфония, которая вот таким аккордом заканчивается, что просто продолжает звучать. Спасибо. И да, так что, Ирина, огромное спасибо за такое, ну, как бы презентацию практика творчества, поскольку практика творчества, презентация сути творчества, структуры, необходимых элементов, все замечательно. Можно я еще одну для всех просто покажу, одну хасту для того, чтобы это было... Да, 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 только руки так, чтобы повыше, ближе к камере, чтобы было видно. Да, это хаста, которая очень здорово помогает входить, именно входить в творческое состояние. Оно может быть немножко сложным, но это только кажется. Смотрите, берем пятые пальцы, скрещиваем и соединяем их с большими. Вот, вот так. Выше? А потом... Руки перед экраном, ладно? Да, да, вот так раз. Ага, опа. И вот так соединили. Видно? Нет. Выше к камере. Вот так. Во, во, вот теперь видно, ага. Сейчас, вот, вот так. А теперь мы скрещиваем четвертые пальцы и соединяем их, соединяем их с третьими, со вторыми. Вот, со вторыми. Выше, Ир, выше. Во, 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 ага. А вот... Подальше от камеры, тогда будет совсем хорошо. А вот третьи, видите, мы вот так соединяем. Третьи пальцы связаны со Сватхистаной, и мы таким образом включаем все хасты, которые относятся к эмоциональному... Все чакры, которые относятся к эмоциональному центру, для того, чтобы мы могли это потом трансформировать и отдать в пространство, а пространство потом нам помогает. Отлично, спасибо. Хочу ответить тебе вот такой вот хастой. Вот это все вот так. Это активизация головы. Сейчас я объявляю перерыв, 15-минутный перерыв. После перерыва будет круглый стол. Все участники знают, что они участники, и я всех приглашаю без опоздания включиться в круглый стол, когда будет 13 часов 15 минут открыть экраны, включить микрофоны, и мы начнем. А до этого, ну, как, знаете, как перерыв, кофе-брейк, чай-кофе потанцуем. И вы будете пить чай-кофе, а тот ансамбль, который я вам поставлю в виде, ну, как бы, заполнения времени перерыва, это ансамбль гурджиевских танцев. Это, да, эта запись была сделана во Франции. Руководитель ансамбля и партия фортепиано, Алан Кемский. Это прямая передача от самого Гурджиева. Он был, к сожалению, уже был. Он покинул этот мир. Он был учеником мадам фон Зальцман, а мадам фон Зальцман была ученицей и спутницей Гурджиева. Так что сейчас ставлю ансамбль гурджиевских танцев и наслаждайтесь. Смотрите, слушайте и наслаждайтесь. Сейчас я поставлю демонстрацию экрана. Вот так. Опа. Так. И поехали. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну да, где-то, может быть... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Восьминут Во всяком случае по московскому и питерскому времени я приглашаю всех участников круглого стола к столу и давайте включайте микрофоны включайте экраны о да понятно Марина, меня не видели. Ну и я начинаю. Начинаю немножко так, при подвывертом. Ну вот у нас конференция, да про что? Про творчество, про креативность, про спонтанность, а это значит про находчивость, про нетривиальность мышления, про расширенные состояния. Что-то какой-то лишний звук, да, следите. Да, и смотрите, все участники, более того, даже почтеннейшая публика, все читали тему конференции, и все читали тему круглого стола. Творчество как игра. Несколько слов, но вроде как, они даже логически не стыкуются. Творчество, это там все серьезно, созидание мира, созидание себя. Игра. Что такое игра? Игровая зависимость. Дети в футбол играют, мешают взрослым. Что вообще? И театр, и реализация. Ну где театр, что такое вообще? Наверняка вспомните, а если не вспомните, то наверняка поверите в ситуацию, когда какой-нибудь достаточно продвинутый музыкант, вот он исполняет сначала произведение великих композиторов, может быть, самого себя, ну, предположим, на органе. А потом предлагают публике, почтеннейшая публика, напишите мне, пожалуйста, тему музыкальную. Я на эту тему симпровизирую. Так вот, тема-то написана давно. И я немножечко сейчас выдам такой как бы ракурс импровизации, и посмотрим, как мы симпровизируем. Более того, импровизация предполагает что? Что вот, смотрите, вот такой аспект видения мира. Вот я его так вижу. Может быть, не только я его так вижу. Может быть, вы тоже его так видите, вы об этом скажете. А может быть, вы скажете, да нет, это тоже импровизация, это тоже спонтанность. Ничего подобного. Что тут такое вообще? Я вообще, я так не живу, я так не вижу, я так не работаю. Так вот, что это, что это за видение? Что это за слава, о которой вместе? Давайте прислушаемся к тому, как актер или музыкант говорит о своем творчестве. Он говорит, я играю. Звук вообще есть? Нет сейчас? Что-то я ничего не слышу. Ага, меня слышно, говорят, что звук. Тихий. Сейчас погромче. Микрофон поставим. Нормально слышно? Кто-нибудь? Нет, нормально. Нормально, хорошо. Спасибо. Спасибо за пальцы. Ну так вот, актер и музыкант говорит, я играю. Хотя он творит. Он выстраивает состояние публики, когда он творит. Как он играет? Он играет. Он играет с публикой. И вот этот вот момент реализации. Реализация – это всегда игра. И в этой игре, помните, мы… Вся конференция про то, что хомо – креатор. Но хомо же еще и хомо луденс. И он одновременно. И хомо луденс обязательно. Хомо – креатор. Человек играющий и человек творящий. Причем вот эта вот игра, игра актера-музыканта, и во многих языках – это когда публика уже сидит в зале, и непосредственный потребитель твоего творчества включен в твою игру. Это акцент на моменте реализации. То есть творчество – это театр реализации. Мы реализуем, мы обязательно реализуем свое творчество. И вот вопрос. А вопрос, как мы играем? Ну, разумеется, мы должны играть в инвен-стратегии. То есть все участвующие, все игроки, игрок в бизнес, все игроки, участвующие в творческом процессе, публика, может быть, помощники, посредники, галерейщики, сам художник – все должны выиграть. Есть игра, где есть выигравший и проигравший, а это игра, в которой все должны выиграть. И вот как они все выигрывают? По хайзинге, игра – это либо показ, либо борьба. Творческая игра – это одновременно и показ, и борьба. То есть мы показываем, но мы и боремся. Кто борется, тот и побеждает. И вот вопрос. А что является, как мы играем, как каждый из вас играет с публикой? И еще такой достаточно жесткий акцент в этом вопросе. Некоторое время назад, достаточно давно, я взаимодействовал с профессором Максимовым, который является, наверное, одним из лучших знатоков в мире Артовского, вот этого направления в театре. И Максимов обратил мое внимание на то, что современное искусство и вообще, как бы, современное творчество, оно, как бы, само противоречит своей сути. Потому что творчество и искусство, оно так придумано, чтобы вести человечество вперед, чтобы двигать человечество, чтобы развивать его. А не чтобы плести сзади. И вот некоторые игры, в которые играют творящие субъекты, они, как бы, это плетение сзади. То есть, вот что публике надо, вот мы это сделаем. Вот как им нравится, мы так и скажем. Вот я с клиентом, ну, как бы, ну, чтобы не ушел. Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, такое вот дрессированное, причем самодрессированное поведение художника. ВС этого. Это позиция мастера-эксперта. Я знаю. Я знаю, что я делаю. Я знаю, что я буду делать с тобой. Но меня не очень, прям, знаете, как это, как Господь Бог. Меня не очень интересует, понравится тебе это или нет. И вот в какую игру-то мы играем? Что мы при этом выигрываем? Так вот, по-честному. Что является в нашем творчестве игрой самореализации в нашей жизни? И что мы об этом можем сказать? Потому что, да, иногда звучит, что творчество – это удел немногих. Что это только про какие-то креативные профессии, занятия и так далее и тому подобное. Это вот как-то, да, вот так вот это вот работа все. Вот то, что реализуется, то, что востребовано – это работа. Это не творчество. И это не самореализация. И вопрос, который зачастую прям вот ребром встает. Если ты реализуешь себя, то как тебя собрать в публику? Вот эту свою самореализацию. Как собрать ее так, чтобы ты вышел на сцену? Ну, так, в образном фигуре. Да? Чтобы ты вышел на сцену жизни, и чтобы публика тебе внимала. Вот как это сделать? Как создать вот такой театр самореализации? Потому что чаще всего это бывает самым острым клиентским вопросом. Приходит к нам человек как клиент, как ученик, да? Я вот это, я вот это, мне нравится, да? А как мне это монетизировать? Сделать это востребованным? Как? И вот, вот с этим как, с этим как, я обращаюсь к вам. Я хочу вас услышать. Ну что? Кто готов? Кто говорит? Ой, Олег, можно вот вы так себе шикарно реализуете прям в уше? Да, давайте. Микрофон! Ага, есть. Слышно? Есть. Да, спасибо. Они иногда работают, иногда нет. Сейчас плохо слышно. Олег, погромче, пожалуйста. Плохо, да. Микрофон возьмите, да? Хорошо слышно. А так? Так нормально. Спасибо. Вы знаете, я люблю очень простые примеры. И прозвучало две противоположные цитаты. Я знаю, что я делаю, когда иногда кто-то выходит, потому что он издет из мастерства. Или я подстроюсь под клиента, потому что, ну, я хочу остаться там в заказе или еще что-нибудь. У моего сына было пять лет, три дня назад, и мы пригласили как раз-таки артиста, который, которая пришла, и все очень ждали ее. И она делала представление. Во время представления она говорила детям, чего они не должны делать, или что они делают не так. Она их поправляла. В конечном итоге все дети разбежались и стали заниматься собой. И для меня это очень простое, и вот есть в Гештальте такая теория парадоксальных изменений, да, там, как бы. Где мы находимся? Насколько мы считываем поле, которое нас окружает? Насколько мы готовы считывать поле, или мы говорим полю, что ему нужно? Да, и вот если мы говорим про артиста или про кого-то, это всегда нахождение в контакте. Умение быть в контакте. Если я подстраиваюсь, то меня нет. Да, и если я подстраиваюсь под кого-то, и меня нет, то я не интересен. Либо я говорю другим, как должно быть. И вот в этом контексте говорения другим, как должно быть, я тоже не в контакте с человеком. А с какой стати вдруг я знаю, что нужно ему? Да? Ведь каждый человек в моей жизни знает чего-то, чего не знаю я. И отношусь ли я к уважению к тому знанию, которое есть у него? Почему я навязываю свои правила поведения? И вот эта тонкая грань, каким образом не подстраиваться, но и не говорить человеку, что не так, способность находиться в контакте, это есть про живое, это есть про творчество. Живое творчество, когда мы можем находить общее, но оно другое, когда оно привлекает друг друга, когда мы объединяемся в каком-то общем поле, пространстве, когда мы в нем растворяемся, оставаясь самими. Вот это та способность, когда я могу находить и идти за рамки. Вот, конечно, мне страшно, да, потому что меня отверг. Конечно же, я чего-то знаю, я хочу навязать. И вот мое осознавание вот этих двух крайностей, да, нахождения в срединном пути, дает мне способность быть в контакте с тем пространством, которое меня окружает. И, наверное, этим отличается там большой мастер от того, кто хотел бы им быть. Спасибо. Я тоже так думаю, если можно мне рассказать свое видение этого процесса, я тоже так думаю. Чем больше мы начинаем навязывать кому-то свое творчество, тем больше мы отталкиваем от этого творчества людей. Мы начинаем таким образом даже не творить, мы начинаем быть такими, какими хотят нас видеть. И в этот момент мы лишаемся самих себя. Вы знаете, как в традиционной культуре? Вообще традиционная культура, религия, шаманство – это очень консервативные, на самом деле, вещи, где спонтанность уделено очень мало, мало места ввиду того, что есть определенный обряд, да. Этот обряд делается определенным образом. Есть определенная песня, которая поется в определенных случаях. Вот как вот, например, церемонии Шипиба-Каниба, например, перуанских индейцев. Когда мы приходим на церемонию, шаман не пытается нам каким-то образом угодить. Мы для него лишь просто персонаж. Персонаж его мира, который приедет, он ушел. Он делает ту работу, которую до него делали все время. Он внутри церемонии начинает смотреть, какие узоры находятся на теле этого человека. В ходе церемонии открывается видение, и он смотрит узоры на теле человека. Те или иные. Каждый наш орган создает определенные вибрации, определенный зрительный орнамент. Если шаман видит, что зрительный орнамент этот нарушен, он начинает петь специальные икара под именно этот орнамент, а не под какой-либо другой. Он поет до тех пор, пока вот эта фигура зрительная, она не выравнивается у него, когда у него не очищается. Таким образом происходит, собственно говоря, обряд. И вот это мой такой ответ на этот вопрос, что чем меньше мы навязываемся, тем лучше нам самим. А по поводу монетизации, ну монетизация будет через 20 лет, через 50 лет. Это не важно, когда это будет. Ведь разве в монетизации суть творчества? Ван Гог в сумасшедшем доме умер и ничего не монетизировал. А тот, кто думает, что я буду творить для того, чтобы получить деньги, да это хреновый такой творец на самом деле. Это не творец вовсе. Ну да, вот тут эта тема. Я здесь хочу согласиться с предыдущим оратором, потому что, с одной стороны, я понимаю, что нам всем надо на что-то жить. А с другой стороны, да, тут без этого просто не уйти. А с другой стороны, конечно, на первом месте никогда не должна быть монетизация, потому что тогда просто ничего не получится. Как только ты начинаешь думать, что мне за это будет в плане вот созидания, так ты сходу все это перекрываешь. Ты перекрываешь этот канал. А вот как раз игра, вот такое, ну, я бы сказала, даже какое-то шутливое отношение, отношение радости в этом, оно больше может принести эффекта. Вот мне так кажется. Другое дело, что далеко не всегда тебя могут понять. Но это уже другой вопрос. Это уже вопрос отношений, это уже вопрос выстраивания пространства наиболее подходящего для того, чтобы это можно было сделать. А на самом деле, брать глобально творчество и монетизацию, это между ними, к сожалению, большой разрыв. Мы очень мало знаем людей, и я все время вспоминаю своего мужа, который учился в свое время с Глазуновым. Ну, Глазунов, вы знаете, кто он такой. Вот, а они вместе учились. И я когда ему говорила, Миша, скажи мне, пожалуйста, вот он как художник, вот мне лично, я не собираюсь сейчас его там оценивать, но как его художники оценивают? И он сказал, они гордятся тем, что несмотря на то, что он художник, он хорошо зарабатывает. Представляешь, несмотря на то, что художник. Потому что для огромного большинства великих художников понятие хорошо зарабатывать, оно, они только хотели хорошо зарабатывать, но они не зарабатывали. И этот вопрос, на самом деле, на сегодняшний день, он достаточно такой чувствительный. Потому что для того, чтобы просто писать, например, да, или что-то делать для того, чтобы, ну, для творения, да, для созидания, просто нужны деньги. Потому что нужно купить то, купить то, одни краски там, чего стоят, одни там костюмы, чего стоят и так далее, и так далее. Так что этот вопрос, вот каким образом выходить на это, я не знаю. Я только знаю одно, что когда идет процесс как таковой, он на самом деле, ну, по крайней мере, когда тебе уже больше, чем 18 с половиной, и ты хочешь действительно что-то созидать, то меньше всего ты думаешь о деньгах. И тогда все получается. Как только ты начинаешь думать, что тебе надо арендовать зал там, и как это все делать, так все. Вопроса нет. Позвольте мне сказать. Да. Прямо вот в эфир рвется. Ну ладно. Да, да, да. Правильно понял? Позвольте мне сказать. Да, 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 даем. Вот, я здесь представляю, слышно меня? Да. Ага, я здесь представляю консультирование, психотерапию, причем на, знаете, на таких интересных стыках отношения, духовность, духовный поиск. Вот, и однажды я встретился, так вот мне пришлось, с одним прекрасным таким продвиженцем на рынках терапевтических услуг, Андреем Парабеллумом. Милейший человек, такой хороший, если кто-то к нему плохо относится, все, расфрендимся сейчас. И вот я ему сказал такую интересную штуку, говорю, Андрей, вот смотри, ты классно продвигаешь, ты суперски продвигаешь, но существует огромное количество талантливых людей, которые пишут музыку, занимаются очень тонкими материями, а мы с тобой как-то продвигать то, что мы делаем, умеем. Ты, конечно же, в большей степени. Вот, может быть, это наша задача, таких людей подоставать и продвинуть их, чтобы они все-таки, кроме гречку, еще и что-нибудь кушали там в самоизоляции. И он мне сказал очень интересную штуку, понимаешь, это точно не наше с тобой дело, потому что я этот вопрос исследовал. Дело в том, что эти люди, они не уважают энергию денег, которая такая же равновеликая энергия, как и энергия творчества, отношений, любви, секса, духовности и так далее. Поэтому лучше туда с ними не связываться. Вот, когда они научатся уважать энергию денег, как равновеликую, тогда и пойдет. Я получил такое мощное мистическое откровение через это. Вот, и сейчас я встречаю какое-то количество людей, которые, знаете, вот они так, как говорят, а вот как творчески реализовать? Я вижу их дары, я вижу их способности, я вижу, как они взаимодействуют с людьми, как они могут творчески проявляться. Но у них есть комплекс стыд денег, это наша русская нирвана. Как будто бы творчество это высокое, деньги низкое. Вот, и вот эти все, вот с этими всеми вещами приходится разбираться. И фактически это все выходит к такой очень важной вещи, как самопрезентация, умение рассказать о себе интересно, вдохновенно, творчески, на подъеме, представить себя. Вот, и другой момент, умение дружить в созвездии мастеров и чтить тех, кто старше тебя. Те, кто в твоем направлении, в твоей профессии уже чего-то реализовали, чего-то достигли, ты можешь приходить к ним и можешь лично задружиться. Прийти на семинар, сказать, научи, как у тебя так получается. Расскажи, а как это все происходит. И, друзья, монетизация, выход в онлайн. Вот те из нас, кто немножко уже динозавры, то есть дети Советского Союза, они, ну, чуть-чуть уже динозавры. Выходить в эти онлайн, в инстаграмы, это сложно. Но давайте рассматривать, как продвижение, выход на самопрезентацию, как элемент игры. Матрица Шива, как говорила прекрасная Ирина. Они предлагают нам старые форматы уходят, новые приходят. Если у меня есть дар, я ответственен за его проявление в этот мир. За то, чтобы как можно больше людей, как пока я еще здесь живу, на земле, прекрасный такой, юный, душой открытый, чтобы как можно больше людей о нем узнать. И если у тебя нет своего продюсера или человека, который как преданный ученик придет и скажет, дорогой, только делай то, что ты делаешь, а я буду продвигать, чтобы людей там собирать и так далее. Я провожу в самых различных городах семинары уже больше 12 лет. Я никогда себя не продвигаю. Меня находят, спрашивают и говорят, давайте организуем группу. Я говорю, ты организовывай, я буду проводить. И вот в этом смысле иньянский баланс. Организатор – это мама, это утроба. А ведущий, вне зависимости от пола, это папа. Это тот, кто приезжает и осеменяет. Это прекрасное пространство. И именно благодаря этому, в силу этого, рождается творчество. Вот, когда мы все оказались... Нет, чуть-чуть раньше, за два года, как появилась вся эта сумасшедшая самоизоляция, замечательная и благословенная, которую индусы называют коронавирус. Корона – это значит милость в переводе с индийского. Говорит, такая милость, мы вдруг вернулись к себе, к нашим близким, а то убегаем и убегаем куда-то. Вот, так вот, мне предложили вести онлайн-курс. Я говорю, я не могу, мне нужен живой контакт. Но мне понадобилось включить дух творчества, призвать его в себя и сказать, о, великий дух творчества. Бум-бум-бум, приди, пожалуйста. Мне нужно научиться строить контакт с человеком за стеклом. За два месяца до этого, то есть за три года до этого я таким образом научился вести скайп-консультации. Мне раньше было невыносимо тяжело, но это раскрытие творческого духа помогло мне в новых изменяющихся условиях играть и творить не только с содержанием, но и с форматами, которые жизнь предлагает. Поэтому давайте относиться легко и игриво. Играем с энергией творчества, играем с энергией сексуальности, с энергией сердечной любви, с энергией денег. И это все прекрасный такой танец нового на руинах старого. Все, я закончил. Правильно. Браво. Ну, что, у нас есть еще Марс. Ну, давайте, может быть, все-таки я откажу. Да, да, да. Давайте. Мы вас слушаем. Да, отлично. Да. Ну, вот, я, Вера Сажина, занимаюсь творчеством, выступаю как музыкант, как художник, участвую в выставках. И одновременно я уже 20 лет или больше тувинский шаман. Работаю в Республике Тува и дома принимаю людей. То есть я в своей жизни соединяю эти две разные, в общем-то, разные вещи. Вот. Ну, и какие просто наблюдения за тем, что говорили другие. Творчество — это игра, да, творчество — это игра. С другой стороны, творчество — это большой труд. Вот. То есть бывает, что по вдохновению, по какому-то наитию художник там или музыкант накидывает какие-то идеи, но некоторые быстрейшим образом превращаются в песню, например, в какое-то произведение. А некоторые годами лежат. И пока ты не проживешь и не найдешь какую-то связочку, ты не можешь их поднять на какой-то новый уровень. Но когда это поднимается, это уже становится какой-то вещью, каким-то живым, таким действующим предметом. Хоть это и духовная вещь такая. Алло. Вот. То есть есть такие, понимаете, какую-то загадку, святую многими веками. Или самому применять... Из которых творчество очень, с одной стороны, нас жёстко достаточно ставит в рамки, какие производятся там обряды, какие песни поёт шаман. С другой стороны, каждый шаман каждый раз импровизирует, когда поёт алгыши, песнопение для лечения больного, для проведения обряда. Он добавляет новые слова, как бы присоединяя новые пёрышки, новые колокольчики, новые наблюдения свои о тех местах, где он или она бывал в путешествиях, или рассказывая историю человека, с которым ты работаешь, и соединяя это с опытом уже созданного ранее. То есть творчество — это движение вперёд действительно, но и опора на плечи наших предков, учителей, духовных традиций, не взять на шаманов, а вообще на опыт, на работные ранее. И если действительно это творчество такое глубокое, не только такое, поигрался в творчество и бросил, а это творчество созидания какой-то мировой культуры, участие в процессе мировой культуры, то какие-то отклики ты находишь в том, что другие делали до тебя, они эту тему переживали тоже, а конкретную, с этой проблемой, они так творчески обошлись, что они приподняли это или опустили. Если они опустили, они просто провалились в ад, или упали, или сломались на этом, или они творчески преобразовали это и обнаружили в этом какой-то внутренний потенциал, внутреннюю энергию закрытую, загадочную, и сумели её как-то трансформировать. Или сумели её выкинуть как несъедобные, ненужные, непотребные, и тоже знают, что с некоторыми вещами не шутят, а их надо просто не принимать. Ну и что ещё сказать, что говорят повысить ценность энергии денег. Энергия денег, деньги нам и любим. Да, я люблю деньги, но я люблю творчество и творцов больше даже. Вот сто лет назад ещё актрис хранили за церковные ограды. Это считается неудобной профессией. А сейчас все хотят стать актрисами, или психологом, или актёром. Многие клиенты хотят стать художником. Это в обществе стало уважаемым. Это прекрасно. Но энергию творца поднять, как люди не ходят на концерты. Люди сейчас вот благодаря интернету, они не ходят на выставки. Они всё употребляют так очень кое-как. И глубинного такого общения с творцами маловато в нашем обществе. Я бы пожелала, чтобы энергию не только денег поднимать, но энергию творчества. То есть это сделанные кем-то уже прожитые, выстроенные в художной форме, приемлемые для данного времени. То есть, например, рок-н-ролл 80-х годов и рок-н-ролл нынешний. Они отличаются, потому что форма другая. Каждый раз другая форма, в которую всовывается вот эта творческая энергия, пережеванная нами и переисправленная, переделанная. Вот это очень интересно. Ну, я даю время другим. Спасибо. Марс, бери. Тебя дают время, бери. Если есть, да, немножко. В какую-то плоскость перешло. Реализация, ну, сразу, конечно, монетизация. Я сам тут дал намек. Я немножко поговорю о немонетизации. То есть, как врач, наверное, так будет более логично. Вот, слушаю всех. Очень интересно. Спасибо. Вот Евмине сказал по поводу ответственности за свой дар. Спасибо за эту фразу. Действительно. Она откликается. И когда мы говорим про творчество как к игру, если как врач, психиатр, психотерапевт, клиницист, я бы хотел привести пример. Я ответил, что он просто. Бурно известен нашим российским врачом-психиатром. Ничего более похожего такого и настолько шикарно работающего нету даже во всем мире, я считаю. Вообще мало методов существует, с помощью которых можно работать именно с психотиками, то есть с людьми с тяжелыми психическими заболеваниями, с которыми в основном работают психофармакологические лекарства. А тут существует метод, разработанный Бурно, синтезированный тоже из разных методов, где пациенты, которые уже хроники, которые уже много лет находятся на лекарственном только лечении, они через произведения искусства знаменитостей, которые имеют тоже разный характер, да, там эпилептоиды, там, например, полифонические личности, кто у нас психостейники, Клод Мане, Чехов, какие-нибудь мозаичные характеристики, там, Дали, Достоевский, Булгаков, а пациенты, находящиеся на терапии творческим самовыражением, находятся вместе в одном зале, им показывают произведение полотна, и они сами играют, они сами ставят сценарий этой игры, им включают произведения музыкальные, и они начинают это обсуждать, и они в это время находятся и в игре одновременно, и в это время отличаются эти люди от нас с такими расстройствами, и находятся в глубоком анализе этих произведений, и терапия, она построена у Марка Евгеньевича Бурно с учетом особенностей каждого характера, то есть этим отличается этот метод от других западных методов, и основные идеи этой терапии, что человек, страдающий тяжелым психическим расстройством, он может узнать и понять особенность своего характера, своих расстройств, настроения, а вторая идея, то что через игру все-таки пациент может выбросить колоссальный заряд этой энергии, который сформирован именно на его расстройстве, и вот по поводу ответственности за свой дар, действительно, те люди искусства, которые создавали эти произведения, они не могли подумать, для чего будут применяться, да, их произведения искусства, а на сегодня, я знаю, я не раз бывал на таких спектаклях людей с психическими тяжелыми расстройствами по Бурно, сотни тысяч людей с помощью этого метода смогли адаптироваться, социализироваться, и на сегодня уже стали даже профессиональными игроками таких театров, ну, никто не мог подумать, что чьи-то произведения, чьи-то полотна смогут вновь привести их в жизнь. Спасибо. Марс, спасибо. Слушайте, интересный у нас, как бы, такая немножко растеклась наша импровизация, но, наверное, так оно и должно быть. Вот, Марину еще не слышали, Марин. Я готова. Я готова в продолжении темы, которую рассказал Марс о терапии. Я хочу еще указать, что сейчас очень бурно развивается интермодальная терапия искусствами, что является несомненной поддержкой, потому что это очень новое направление, одновременно оно уже не новое, и оно содержит огромный потенциал. И говоря об игре, мне вспомнился эпизод, когда я присутствовала на очень серьезной философской конференции, и вторая часть конференции была посвящена теме игры, и начала вторую часть очень уважаемая женщина, доктор наук. Она вышла на трибуну, подпёрлась вот так вот рукой, и сказала, она всю жизнь занимается темой игры. Она сказала, что же такое игра? Потом помолчала, сказала, это когда люди играют. После этого я уже не слушала доклад, честно вам скажу, но я очень задумалась о том, что же такое игра вот на самом деле. И что мне хочется сказать, что игра, безусловно, старше понятия культуры. Она существовала до возникновения человеческого общества, потому что это что-то среднее между инстинктом и духом. Игра не может быть сведена к своей полезности, потому что это, хотя функция, она очень значима, это не только отдых или разрядка, это не компенсация вредных побуждений или исполнение жизненной рутины, потому что игра, она самоценна. Драйв, который получает человек во время игры, он необъясним, если это просто полезно. Полезность не бывает с восторгом и драйвом. Реальность, которая называется игрой, она не опирается на рациональный фундамент. Когда мы играем, вы знаете, можно даже сказать, что мы более, чем разумные существа. Естественно, все важнейшие виды... Это буквальная цитата Хомо Люденс. Естественно, Хомо Люденс и Хейзинга сотворил потрясающую монографию про человека играющего, и ее можно читать и читать вновь и вновь. Конечно, когда человек играет, он творит. И в нашем сознании игра очень предпостоит понятию серьезности. Но при этом есть вспоминать, например, как играют дети, и что игра является той деятельностью, которую наших детей развивает, то, как можно сказать, что игра несерьезна. Игра не глупа. Она стоит вообще вне рамок мудрости и глупости. Она совершенно самостоятельное понятие. И она не истинна, она и не ложна. Игра эстетична. Нельзя сказать, что все игры, они являются такими красивыми с точки зрения на наших представлениях об эстетике. Но она может быть просто простой радостью, и она может переживаться как гармония самой высшей формы. Еще очень важно, что игра – это свободная деятельность. Игра не есть обыденность. Это, опять-таки, возвращаясь к моему предыдущему докладу, это выход за рамки обыденности. То есть это фактически противодействие двум самым страшным врагам современной реальности – это историчность и быстротечность. Когда мы выходим в понятие игры, мы настолько расширяем свои рамки, что мы получаем фактически противоядие вот от этой историчности. Она может подниматься до сакральности, она украшает жизнь, она дополняет эту жизнь. И очень важно, что она может быть сыграна. Это очень важно, что в ней есть ритм, что в ней есть правила. И в нашем том, что сейчас происходит, вот понятие игры по правилам – это настолько важно, потому что мы соглашаемся с этими правилами, мы свободно соглашаемся с этими правилами. И поэтому, как только игра сыграна, она становится культурной формой, она становится ценностью, она становится творчеством. И очень важно, что играющие, они представляют собой одну всеобщую общность. Вот мы сейчас с вами играем, и мы тоже общность. Это прекрасно. И поэтому, говоря там о вопросе гены, как можно это всё мотивировать, создавайте игры, создавайте игры. Потому что игра настолько является востребованной формой человеческой жизни, что нет предела творчеству в создании игр. Спасибо. И чем искренней мы создаём эти игры, там и будет монетизация. Вот это ведь вопрос, за что мы любим Битл? За то, что они были искренними. А деньги там – это всё потом. Если мы создаём искреннюю игру, если мы создаём от души, от сердца это всё идёт, это почувствует человек. Ему не нужно будет это как-то втирать или впюхивать этому человеку. Он почувствует, у него тоже есть сердце, у него есть зеркальные нейроны, он почувствует, что вот оно, вот оно настоящее. Именно то, что он сам не может выразить. А вот выразили здесь за него, и здесь возникает любовь, а здесь уже идёт и деньги, и всё остальное. Будьте искренними, и тогда всё получится. Спасибо. Отлично. И у нас появился… Одну секунду, у нас появился Володя, но не в качестве ведущего, это качество я уже, тут в этом я, а в качестве эксперта и участника нашего круглого стола. Спасибо. Я, Ген, попросил тоже дать мне пару минут. Да, 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 конечно. Ну, ребёнка же хлебом не корми, да, вот ребёнку скажи, давай поиграем. Давай уже, неважно во что, главное играть. Потому что игра – это значит жить на всю катушку. Играть – это для нас с самого раннего детства означает быть в живом контакте. Да, недаром вот Нивше, он какое слово использовал? Танец. Для него философия – это танец. Это значит быть полностью живым во всём, в любом деле, которое ты делаешь. Это и значит играть. Это истинное измерение, то, что мы называем игровым подходом. И смотрите, например, заигрывание, флирт, настолько популярный термин в процессориентированном подходе. Это же тоже контакт, живой контакт. Поэтому я считаю, что мы должны все вспомнить, и нам это очень просто, вспомнить, что мы ещё дети, что вот это живое, изначальное детское присутствие, этот динамизм жизни в нас есть. И не стесняться проявляться таким образом. Спасибо. Да, да. Спасибо, Володя. Нет, два слова просто. Ага, давай, давай. Я просто хотела в подтверждение тому, что говорил Олард и Марина и все остальные, сказать одну вещь, которая, ну, как бы подчеркнуть, что как только игра как процесс, как энергоинформационный процесс будет достаточно высока, так только, так в этом случае энергия денег, ну, как бы, как сосуд, да, оно примет именно те формы, которые как раз помогут этому всё монетизировать. То есть одно перейдёт в другое. И чем больше будет этой энергии игры, как энергии творчества, истинного, истинного творчества, истинной искренности, истинного созидания, то тогда и энергия денег, она пойдёт, на самом деле. Оно будет приходить. Каким-то другим образом, может быть, даже. Верно. В центре повелителя игры танцует свой сновшебательный, офигитный танец. Ну, а как же Шива? Он же как раз Шива. Да, 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 да. И к этому присоединяется огромное количество самых разных людей. Творческая активность и энергия денег, как одна из его любимых танцовщиц. А? Как вам? Я ещё просто хочу сказать из собственного опыта, как только у тебя внутри достаточно энергии, тогда приходит всё. Тогда приходят контакты, тогда приходят клиенты, тогда начинается какой-то новый проект и так далее. То есть надо ещё, чтобы внутренне ты был энергетически наполнен сам. Верно. Вроде энергетически наполнен каждый раз. Смотрю, 18 лет от него идёт. Вроде так как бы по телу другое, а по игре лет 18-19. Каждый раз, сколько я его встречаю, не перестаю удивляться. Я и то старец стал. А он прям молодеет, причём каждый раз сияет какой-то молодостью и какой-то игрой постоянно. Да, здорово. Ну что, я, наверное, уже мы неминуемо подходим к завершению нашего времени. У нас Иван Вырыпаев появился. Если бы он хотя бы нам парочку минут, которые у нас... Иван, ну вот он появился, но как-то в середине. Иван, вы в курсе, что тут было, какие вопросы? Иван, включи, пожалуйста, камеру, микрофон, несколько слов скажи. Да, 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 да. Это же про вас, у вас тут тема, игра. Здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте. Да, я слушал уже 15 минут. Рад всех видеть. Ну, да. Хорошо. Ну, дело в том, что у Ивана прямо вот сейчас будет воркшоп одночасовой. Поэтому то, что Иван захочет нам сказать и показать, это мы все, конечно, увидим. Но я все-таки хочу завершить наш круглый стол и поставить такой маленький акцентик, но, мне кажется, очень важный. Вот мы говорили о реализации, о деньгах, монетизации и об игре. Вот смотрите, слово «сочетание» идиома. Любовная игра. Вот тут немножко про интригу было, немножко про вот это, да. Любовная игра. Ведь действительно, когда, вы знаете, даже животные, да, когда они идут к стоите, да, вот перед этим бывает вот это вот. И если, у меня такое ощущение, что если мы играем с миром вот в эту любовную игру, знаете, мы идем в мир, а внутри нас вот то, что, вот то, что, не то, что, да, внутри нас, мир, я тебя люблю. Мир, на. И вот тут-то мир кричит, дай, мне нужна твоя любовь. И вот тут-то мы находим вот этот самый баланс, как дать себя, при этом себя не потерять, да, почувствовать публику и не предавать себя перед публикой. Вот это все про любовь же. Мы же, когда любим кого-то, мы ни себя не теряем, ни любимого не теряем. Нелюбимого, да? Все вот как-то вот так. Нравится, нравится завершение. Но это уже другая тема. Любовь – это тема. А тут все вместе у нас. У нас тут все вместе. Так что огромное спасибо всем. Я просто, очень все было интересно, увлекательно, вдохновенно, прямо вот творчески, спонтанно все, как должно быть. То, что должно быть в творчестве. Да, так что огромное спасибо всем участникам. И мы… Я хочу еще просто пару слов благодарности и объятия вот следующим выступающим Евгению, Ване, Жене Пустошкину, Олегу Королеву, Вере Сажиной, Ире Зингерман, которых я лично приглашал. Я здесь, я с вами, ведущий Гена, мысленно и на реплике. Успехов, удачи и всем нам. Да, успехов всем. Итак, мы включаем… Вернее, Иван сам себя включает. Наш следующий спикер, презентер. Я вот не знаю, что там будет. Там будет только слова или будет какой-то еще показ. Вот. Но Иван – один из выдающихся мастеров современного театра. Причем такого интегрального. Не какого-то там театра вот в этом направлении, в этом, да, а театра, который синтезирует многие виды искусства. Но я думаю, что про актера и режиссера лучше всего скажет не человек, который будет словами о нем говорить, да, а лучше всего скажет те постановки, которые он совершает. И, ну, наверное, та презентация, которую мы сейчас с вами с большим удовольствием послушаем и посмотрим. Итак, Иван, вам слово и изображение, если оно вам понадобится. Хорошо? Берете? Здравствуйте, да. Показывать я ничего не буду, в смысле фильмов нет их. Большое спасибо, что вы пригласили меня в Володю. Большое спасибо. Рад видеть всех. Ну, я совершенно не, так сказать, духовной какой-то страны. Я просто профессионал, который занимается театром больше 25 лет. И это моя работа и способ зарабатывать у меня на жизнь. Поэтому я просто могу только поделиться или при всех поразмышлять о двух вещах. Ну, вернее, об одной, но составляющей из двух. Вот здесь моя тема, она заявлена как интегральное искусство или интегральный театр. Я хотел бы просто поразмышлять. Это ни в коем случае не лекция. И тем более в такой компании, которой мне, собственно говоря, нечего сказать, такого добавить. Я единственное, что просто про... Как действующий режиссер, который просто каждый день занимается этим, чтобы прокормить свою семью. Поэтому, наверное, может быть, вот будет у меня такая польза. Ну, просто послушать размышления. Вот слово интегральное искусство, я бы хотел его разделить и проанализировать каждое слово в отдельности. Интегральное, хотя, я думаю, все здесь знают, что такое интегральное, но и искусство. Но попробую все-таки говорить об этом вслух. Еще раз повторяю, это ни в коем случае не лекция, это просто размышления вслух. Начну с искусства. Ну, искусство, в моем понимании... Ну, я в этом случае немножко претендую на, так сказать, на некую истину, потому что вроде бы когда-то искусствоведы об этом договорились, а сейчас вроде бы стали забывать про это. Ну, я скажу, искусство – это искусственно созданный предмет, на который смотрят для того, чтобы получать наслаждение. Цель искусства – это наслаждение, наслаждение самим искусством. Причем искусство, оно обязательно должно быть выделено как объект. То есть это некоторая вещь, будь даже если это поэзия или философия, то есть такая очень тонкая грань, все равно это вещь. У искусства обязательно есть границы и рамки, чтобы мы могли наблюдать его. Когда мы делаем красивую вазу, мы приходим, видим, о, какая ваза. Или спектакль, или фильм, то первое чувство, первое, самое первое, что возникает от просмотра искусства – это удивление, восторг, наслаждение. Кстати, Кэн Вилбер как-то написал об этом в своем монографии, в своем труде, которая называется «Исли дай бог памяти, не помню, все смешалось у меня». Ну, неважно, я с Кэном когда говорил, мы однажды там с ним проводили семинар в Денвере вместе. И я помню, что он тоже так говорил, что это такой восторг искусства. Мне очень понравилось, как он показал. И, конечно, искусство – это прежде всего до того, как возникла тема, о чем оно говорит. Это, то есть, первые секунды контакта с искусством – это восхищение самим искусством. Даже если оно говорит об абортах, о смерти, о Чернобыле, даже если оно говорит об убийстве детей, изнасилованиях, о самых неприятных темах. Но оно является искусством, потому что, разговаривая о неприятных темах, тем не менее, оно восхищает людей. Пусть неприятной болью, пусть неприятным ощущением, но это неприятное становится приятным в конце. Так возникает механизм катарсиса. Ну, то, как искусство возникло, например, театральное искусство, ну, которым мы занимаемся, я не беру индуистский театр, который ритуальный, сейчас я скажу тоже об этом, но тот театр, который мы, западноевропейский, то есть, возникший от греческого театра, конечно, это прежде всего катарсис в основе. Механизм катарсиса заключается в том, что ты смотришь, медрея убивает своих детей, а ты выходишь со светлым ощущением. За счет чего это светлое ощущение достигается? За счет качества исполнения, то есть, за счет великой поэзии, за счет прекрасного стиха. И всегда, на первом плане, в искусстве это как, а не что. То есть, это исполнение, его качество. Искусство отличается от ритуала, потому что ритуал может использовать элементы искусства, но ритуал – это когда ты участвуешь внутри, ты внутри него. Если ты приходишь на литургию, ты внутри, ты в литургии, включает в себя элементы искусства – пение, музыку, что еще угодно. Но на литургии ты стоишь не для того, чтобы наслаждаться этим искусством, тем, как молятся, а тем, чтобы непосредственно молиться Богу, кому, я не знаю, люди молят, кто, во что вы верите. А если ты… И поэтому литургия сама по себе, она для того, кто в ней участвует, не может являться искусством. Так же, как и перформанс. Сегодня очень многие говорят, раздвинем рамки искусства, расширим рамки искусства, сломаем рамки искусства. Особенно на 20 век, середину 20-го, боремся с рамками. Искусство должно сломать границы. Это утопия, потому что как раз показывание границ делает сознательной двойственность между наблюдателем искусства и самим искусством, и создает вот этот контакт, контакт единого. Если человек в доме сам один занимается танцем, танцует один в комнате, он, безусловно, и пытается сделать это очень красиво, но никто его не наблюдает, безусловно, он занимается искусством. Но, скорее всего, в большей части это творчество, потому что он сейчас занимается этим для себя. Но это не создание произведения искусства. А если он дома отработал этот танец, выработал каждую деталь этого танца, потом он пришел и продал билет на это, или не продал билет, но просто показал, то в тот момент, когда он показывает, он показывает это кому-то. Тот, кто смотрит, восхищается этим предметом. Вот это искусство, конечно, произведение искусства имеет тему. Оно о чем-то. Но, чтобы эта тема вошла в контакт с человеком, который смотрит, обязательно необходимо вот это вот наслаждение. То есть, когда вы смотрите сериал «Чернобыль», который говорит о неприятных вещах, то все равно, когда вы выходите из зала, вы пишете и со мной, с другу, и пишете, или там, я говорю, из зала про кино. Ну, в случае, в «Чернобыле» выходите из телефона или из компьютера. Вы пишете, а мне понравилось. Как был фильм? Мне очень понравился. То есть, вот это «мне понравилось» — это то же самое. Это означает, было очень больно, очень тяжело. Такой фильм тяжелый, но мне он очень понравился. Мне он понравился. Что понравилось? Именно как? И сегодня проблема современного искусства заключается в том, что что, само что подменяет как? То есть, тема, если там, например, затронутся толерантность, проблема чернокожих, то, что происходит в Соединенных Штатах, то, что происходит в Каннах на фестивале, то, что происходит на «Оскаре», когда понятно, по каким причинам общество хочет. Общество действительно хочет. Ну, общество есть на это причины, безусловно, социальные. И, естественно, это так. Но тогда, когда что выходит на первый план, то начинает страдать как? Если страдает как, то это страдает сам уровень искусства. И тут, в общем-то, это и лидит сегодня мое размышление об этом. Когда страдает сам уровень как, тогда мы думаем, ну что ж, ну неважно, пускай этот фильм сделал человек в России, он сидит в тюрьме, или там на него завели уголовное дело. И сегодня мы, чтобы поддержать его, возьмем его фильм, там, «Конкурс Акан». Хотя фильм по-своему «Как» гораздо ниже, чем другие фильмы, но это поступок, и это очень важно, потому что мы тем самым помогаем этому человеку, поддерживаем его в беде. Или если человек чернокожий, то мы… есть проблемы. Мы возьмем этот фильм, конечно, он гораздо слабее, чем там другой фильм про нацистов, или там обладающий там, где белых больше восхваляет вообще. Но здесь тема важнее сегодня нам. То есть вот это что важнее сегодня нам? Мы возьмем его, потому что общество должно чиститься, там, очищать и так далее. И вот эта подмена, что на как, она, казалось бы, носит очень-очень благородный характер. Но теперь я немножко здесь, в этом месте, если вы запомните, остановлюсь, я вернусь ровно в эту точку, потому что сейчас я бы хотел перейти к вопросу об интегральности. Я не очень знаю интегральные системы, и совершенно… Могу что-то путать, поэтому не буду в каких-то терминологиях, но как я понимаю интегральность? Я понимаю это так, что интегральность – это когда все находится на своих местах. То есть интегральность ни в коем случае не микс, это не каша, это не соединение буддизма с православием вместе в какую-то еще третью вещь. Интегральность – это когда отсутствует такое понятие, как «я» или «эго», и тогда все, все вещи, они просто становятся на свои места. А если мы говорим про искусство, то интегральность в искусстве – это то, когда соблюдена вся иерархическая цепочка. Например, в театре автор написал пьесу, он что-то хотел сказать, он заложил формулу этой пьесы. Режиссер уже не является автором, потому что уже есть автор. Он берет как исполнитель, не может поменять пьесу, не может перенести место действия Чехова в современную меру и так далее. Просто реализует ее помощью анализа. Актеры, которые приходят и выучили роли, должны изложить эту пьесу, донести до зрителя. Зритель получает контакт с самим автором. Если все зрения цепочки были правильно распределены, то происходит контакт с зрителем не просто с произведением искусства, но и с автором произведения, то есть с источником произведения искусства. Если мы говорим еще об интегральности, то здесь очень важно, вот эта граница, этот стык одной вещи другой. Как происходит это состыкование двух вещей? Где происходит эта состыковка азербайджанцев и армян? Оно происходит, не может произойти на польше философско-морально-нравственной или этической платформе, потому что у каждого есть своя правда, свой ценностный взгляд, свое развитие, своя историческая правда. А самое, что пожалуй, жестокое или не жестокое, но может такая правда, которая не очень нравится, это генетическая вещь, энергетическая вещь, которая управляет нашими телами и просто сильнее, чем мы, который управляет телом алкоголика или наркомана, и говорить ему о том, что пить нельзя, наркомана, что это вредно, практически бессмысленно, потому что его тело это хочет, этого хочет сильнее, чем другая часть его, которая пытается сопротивляться, и только внешняя сторона, доктор, сейчас какие-то принудительные меры могут чуть-чуть вывести, но и то неизвестно. Где же эта граница соприкосновения Азербайджан, Азербайджан, с тренинг, ну, я так понимаю, что это некая универсальная ценность, если эта универсальная ценность является, имеет под собой некую точку, ну, например, это что-то, если эта универсальная ценность является чем-то, ну, например, идея о том, что мы едины, или идея о том, что мы все космическое сознание, которое и Азербайджан, и армянин. Мы все космическое сознание. И как же мы можем убивать друг друга, если мы все едины? Или там каждый человек, хомо сапиенс, 95 и 5 процентов генома является нашим общим геномом. А далее, если мы с этой идеей сейчас будем выступать на горном Карабахе, в это время нам достанется от двух сторон ракетами. Или там нас просто убьют за это. Значит, где находится эта граница интегральности? Возможно ли она? Как она состыковывается между тем, кто наблюдает искусство и видит эту границу между тем самим искусством, которое является? Чтобы понять, как одно состыковывается с другим, наверное, очень важно понимать, что сама граница очень важна. И первый путь к пониманию вот этой состыковки, наверное, лежит в том, чтобы увидеть эту границу, увидеть эту отделенность, перестать быть вовлеченным в это. То есть увидеть это. Увидеть это максимально, насколько можно. Увидеть азербайджанца максимально отличного от себя, отличающегося от себя. увидеть всю эту систему панктюркской философии Турции и так далее. Не хочу выходить на грани политики, это просто сейчас пример. Увидеть искусство, увидеть эту пьесу, увидеть Чехова, который написал эту пьесу давно. Он написал ее давно, сто лет назад. Она неактуальна. Увидеть ее неактуальность. Например, я представил Чехова «Дяди Ваня». «Дяди Ваня». Тема, которую поднимал Чехов, темы, сюжеты, они до сих пор актуальны. Ненависть, любовь, измена, предательство, глупость. Это все Чехов, и это актуально среди нас. Но тема Чехова, например, о том, что эпоха прошла, люди еще этого не поняли и живут в эпохе прошлых, это тема, которой сто лет, она неактуальна сегодня в актуальном искусстве. Сегодня другая тема актуальна. Возможно, та, о которой я сейчас говорю. Поэтому увидеть Чехова тем, кем он был, как он был создан, как он был написан, это возможно, потому что пьеса это кор, это закодированная формула, можно ее проанализировать, открыть, но когда сегодня автор, режиссер, пытаясь быть современным, или, боже упаси, пытаясь быть интегральным, потому что нет ничего хуже, чем если человек пытается быть интегральным. Это означает, что этот человек не понимает, что такое интегральность, потому что само желание быть интегральным противоречит этому. Антегральность это не действие. И вот сегодня, если современный режиссер думает, что он оденет Чехова, героев Чехова в костюмы, это будет про Путина, это будет про Белоруссию и так далее, он ни на йоту не создает интегрального искусства, потому что интегральность заключается в этом четком порядке, когда все на своих местах. Чехов 120 лет написал этот вес. Она была написана вот такой. Мы играем ее сегодня, но она вот об этом, вот об этих отношениях. Примерно вот так одевались люди, вот так он хотел, чтобы выглядели его герои, вот такие у них прически, не как сегодня, а как тогда. Вот в таком саду они находились, сегодня нет такого. Вот они здесь сидят, разговаривают и решают вот именно такую проблему, которая сегодня уже звучит по-другому. Когда мы видим это, видим эту границу, отделяющую нас от Чехов, автоматически срабатывает тот принцип, о котором писал в своей поэтике Аристотель, узнавание. Мы узнаем, узнаем то, что хранится в нас веками, что сегодня, может быть, эта тема не актуальна, но если она была актуальна сто лет назад, то вдруг оказывается, что элементы этой темы, они прорастают и в нас, она никуда не делась. Мы смотрим эту песню, и она все равно в нас. Это значит, что несмотря на сто двадцать лет мы не сжили этой темы, она по-прежнему находится в нас. А значит, мы не выучили этого урока, если нам действительно сегодня нравится эта тема. А значит, мы можем посмотреть на это, посмотреть на себя, посмотреть на сто двадцать лет назад, посмотреть на сейчас и понять, что это все еще по-прежнему здесь. И вот тогда у нас начинается контакт, контакт с этим. Потому что это становится про меня, не про меня, про Путина и про Белоруссию. Потому что, если мы хотим говорить про Путина и про Белоруссию, то нам нужно взять современного автора, который напишет про Путина и про Белоруссию сейчас. А если мы играем в Чехово, то мы хотим узнать о вещи, которые было написано тогда. Так вот, создание вещи, показывание вещи, манифестация вещи, такое, какое она есть, представление четкого формата этой вещи, представление самого себя, рассказ подробнейший, честный рассказ о том, каким я являюсь, это заявление себя, пространство и намерение быть в контакте с тем, кому я заявляю, это то, из чего может сложиться интегральность. Потому что интегральность это то, что происходит в результате, а не то, что происходит как тренировка или практика или медитация. Нельзя закрыть глаза и стараться быть интегральными. Интегральность, наверное, может случиться, интегральность. То есть, мы взяли конструкторы и пытаемся детальки и одну и другой пытаемся пристроиться. Но мы не ломаем предыдущего, мы не ломаем то, не отрицаем это. Мы находим такой способ, такую фигуру, когда эти пазлы, эти фигурки раз и соединились. Конечно, они стали одним, безусловно. Они больше не являются отдельными в этот момент, в момент этого соединения. Но до соединения нужно очень четко знать, что они отдельны, что у них есть граница. Они должны осознавать эту отдельность. Искусство, теперь мы вернемся в ту точку, с которой я закончил предыдущий рассказ об искусстве, искусство, оно обязательно являет себя как форма, как граница, как некая вещь. Видя ее границы, человек, у нас в театре, человек сидит в зале, и там темно, а на сцене светло, и человек в безопасности. Он пришел со своей женой и видит спектакль про измену. А он сам изменяет своей жене, но не признается в этом. И когда он смотрит спектакль про измену, про боль от измены своей жены, а рядом сидит жена, он сидит, вроде бы, со спокойным лицом и не признается жене, что это спектакль про него, он в безопасности. Когда он оказывается в безопасности, сейчас никто на него нападает, никто ему ни о чем не угрожает. Это как бы не про него, как бы не про него, но это про него. И тогда в этот момент совесть начинает внутри него пробуждаться именно от состояния безопасности, состояния покоя. невозможно без внутреннего покоя найти вот это соединение. Если я вовлечен, если сейчас я пытаюсь изменять ситуацию, я пытаюсь воздействовать, у меня нет времени, чтобы увидеть это. Я весь вовлечен, я являюсь частью, я являюсь действием внутри этого действия. Но если я думаю, что есть разделенность между мною, неким мною, неким наблюдателем, который наблюдает и который как бы видит наблюдаемое, то даже сама эта двойственность наблюдателя наблюдаемого, оно все равно не позволяет соединиться этой интегральности. Она все равно не соединяется, потому что тот предмет, который пытается один предмет, который пытается соединиться с другим предметом, он и сам в себе имеет еще раскол и тот предмет сам себе азербайджанцы сами в себе не в порядке так же как и и армяне не в порядке и две стороны которые не в порядке даже если они сейчас сядут за стол переговоров ничего из этого не выйдет может быть из этого выйдет чуть-чуть пауза которая так вот была до этого которая обязательно взрывается потом может быть из этого выйдет до дольше пауза но рано или поздно проблема не будет решена им нужно вначале полностью создать свое искусство форму себя осознание осмысление себя полное осознание понимание вот этой формы которой мы являемся как народ как один народ но народ это тоже общая масса вначале наверное это движение начинается внутри в театре легко это проследить потому что все-таки театр как вот здесь было очень красиво сказано игра безусловно это игра и ответственность на самом деле не такая уж большая хотя актеры очень стрессуют сильно сильно стрессуют профессиональные актеры вы знаете это не стрессуют очень сильно причем так сильно что я не знаю если здесь есть профессионал не подтвердит гораздо больше поверьте чем любители намного я делал спектакль с Алисой Бруниной френдли в прошлом году френдли сколько лет она на сцене 40 35 лет около 40 лет на сцене она в обморок готова упасть перед выходом на сцену страшный стрек почему потому что там необратимый процесс потому что театр которым они занимались до всего этого времени он всегда был на результат профессиональный театр шоу-бизнес с которым я тоже нахожусь это достаточно жесткая и страшная вещь у нас шоу-бизнесе у нас самый главный результат потому что мы профессионалы мы зарабатываем с этим нам важно продажа билетов критика которая у нас карьера работы роли если мы сейчас что-то плохо сделаем то нас потом не возьмут если сейчас я поставлю один плохой спектакль второй плохой спектакль то меня уже не пригласят в театр значит моя семья останется без средств существования в любительском театре все по-другому там действительно люди занимаются просто тем что им нравится к ним приходят их родители и друзья все рады довольны в терапевтическом театре которым тоже вот говорили что очень ценно конечно тоже все по-другому там цель терапия терапия безусловно это прекрасно когда я тоже участвовал в проекте с даунами с людьми болезнь дауна конечно это очень полезно и удивительно безусловно но это не что не то что имеется ввиду профессиональным искусством искусством шоу-бизнеса голливуд я сам занимаюсь шоу-бизнесом я живу с этого центре шоу-бизнеса вот и вот это вот нервное состояние оно очень сильно но некоторые актеры как михаил эфремов просто не выдерживают не выдерживают этого если человек не имеет ну нет практики какой-то он не знает как своей энергии привести в порядок он просто не выдерживает алкоголь естественно помогает и так далее ну помогает на какое-то время потом понятно что это заканчивается все трагически так вот возвращаясь к нашей теме самое главное в этой подмене между что и как это утопическая мысль о том что если мы будем говорить про чернокожих не очень хорошим искусством то как будто бы это поменяет мир я в это я думаю что нет никакой разницы о чем говорит искусство абсолютно никакой я говорю сейчас максимально открытой серьезе я считаю что разговор о кока-коле о пустой консервной банке о шире о боге не важно все это один и тот же разговор я абсолютно убежден что нет никакой разницы о чем говорит искусство если она призывает всех быть любящими верить господа и так далее а при этом сделано плохо что значит плохо то есть не выделены границы нет нет точности нет состыковки сам предмет не в порядке то не предмет который не в порядке чтобы он не говорил он найдет отклик у людей которые тоже не в порядке и подпитываются и ходят по театрам и ищут эти интегральные темы выискивают осколки их эго спасение смотрят мою пьесу и говорят он говорит об открытости боже он говорит об интегральности мы любим его и их эго подпитывается моим эго потом они звонят мне или пишут вы спасли нашу жизнь я в неделю получаю примерно 20 таких смс которые говорят иван вы изменили мою жизнь раньше я в это верю сейчас я даже не читаю только первое потому что я и сам не в порядке до конца я не могу заниматься спасением других людей и не хочу больше заниматься спасением других людей поскольку столько как способна преобразовывать только как только то только когда ты демонстрируешь прекрасный порядок если ты плесецкая танцуешь лебедя который абсолютно не актуален все знают что он нет все знают чем закончится он там все равно черный лебедь прилетит и убьет но ты приходишь смотреть на то как она танцует и тогда когда ты сам в порядке когда есть автор потом есть режиссер исполнитель а еще теперь до этого подключается продюсер когда вот эта вся цепочка правильно выстроена и речь идет о совершенно не интегральных вещах не упоминается ни слова об об интегральности медитации не упоминается имен никаких терминов речь идет о том как вася и маша тайге в сибири поссорились не могут помириться но это сделано осознанно потрясающе выполненным продуктом вещи когда глядя на это тот кто смотрит наблюдатель зале чувствует себя в безопасности успокаивается он смотрит на это как на красивую вазу в которой нет никакого смысла кроме ее красоты он просто отпускается когда он входит в это он входит потому что это ничему его не учит это не претендует на изменение это не говорит о том что должен это посмотреть должен быть открытым должен быть толерантным должен конечно нужно говорить о проблемах чернокожих нужно говорить о проблемах белоруссии конечно безусловно искусство должно говорить об острых вещах безусловно но когда каннский фестиваль или сегодня Оскар выбирает конкурс, фильм, не по качеству, а по цвету кожи, то для меня это тот же самый вид расизма, потому что я не хотел бы быть чернокожим актером, которому дает Оскар, не за то, что он лучше сыграл, а за цвет его кожи. Для меня это обратная сторона расизма, потому что, в принципе, получается, что вы не цените меня как художника, а цените цвет моей кожи. Ну, сегодня мне повезло, и повезло, в кавычках, и из-за того, что классно так случилось, что расстреляли моего собрата чернокожего, так здорово, что теперь я могу, не сыграв лучше других, получить... Я вообще против фестиваля, против КАН, против Оскара, потому что мне кажется, что в искусстве вообще категория, где три человека, пять отборщики, пускай тысячи в Оскар, решают лучший, лучший, лучший фильм, а тот худший, лучший актер, а тот... Это и привео у нас актеров, вот из профессионалов, шоу-бизнеса, вот тут страшная истерика. Не убежден, что в профессиональном искусстве все должно решать билет, покупка билета. Столько зрителей решает. Он покупает количество билетов, и он... И я живу с этого. Тогда я знаю, что когда я говорю вот на эту тему, у этой темы есть определенное количество зрителей. Но я стараюсь делать это как можно лучше. В смысле, лучше, не лучше других. Как можно качественнее для себя, раскрывая себя в этом. Как избежать стресса при этом самому и тому, кто делает. Это уже совершенно другой вопрос. Потому что, конечно, любое профессиональное искусство, как я уже и говорил, всегда будет связано со стрессом. Другое дело, что тут вот как раз и понадобятся специальные практики, которые я убежден. Я много занимался разными практиками и совершал такую большую ошибку. Хотя я читал про это и слышал. Мне говорили, что ни одна практика не приведет тебя туда, куда ты идешь. Но я верил в это все равно. Говорю, подожди, подожди. Еще немножко встаю на гвоздях, потом йога, потом моя ласка, и я окажусь там. Когда я понял, что действительно туда больше таким способом не попасть, я думаю, ну, конечно, это йога и медитация и работа с энергией. Безусловно, нужна вот нам, актерам, для того, чтобы просто чувствовать себя хорошо. Для того, чтобы, конечно, если снять с этой йоги, медитации всю эту чушь эзотерическую, о просветлении и так далее, то тогда, божественно, то тогда она просто помогает. Если бы, конечно, актер Михаил Иванович выдающийся артист, выдающийся, очень большой артист, Михаил Иванович конечно, он бы знал практики дыхания, еще чего-то, он бы просто понял, что помимо алкоголя есть более эффективный способ. Конечно, это не сделало бы его ни лучше, ни духовно, но это помогло бы ему сбежать. В этом смысле, конечно, нам нужны практики. Но у нас в институтах театральных нет йоги, нет медитации до сих пор. И у нас, мы существуем, актеры наших дети, которых мы воспитываем, студенты существуют на нерве, они существуют на алкоголе, конечно, на травке сейчас, потому что напряжение очень сильное. Профессиональное обучение в институте, когда набирают курс 30 человек, и сразу говорят, первое, что говорит им мастер, у вас закончат 20, 10 будут отчислены. И вот дальше начинается этот ад. Я сам это проходил два раза. На актерском, на режиссер. Дальше начинается этот ад. Каждая сессия это отчисление одного или двух. Это освенцем такой, выживает тебя, и все, твою фамилию называют, и ты вылетел. И ты начинаешь идти вперед. Отсюда все эти скандалы сексуальные в Голливуде, там Харви Эйнштейн. И все, движение вперед, движение к цели. Это можно изменить, но это уже другая тема, это не тема нашей сегодняшней в искусе. Я бы хотел, наверное, подытожить, ну, а потом мы могли бы просто задать вопросы. Мне нечего, так сказать, добавить, или суть моего выступления никак не сводится ни к чему, чтобы убеждать кого-то или что-то еще. Просто я размышляю слух. Я еще раз хочу повторить, что для меня искусство это не искусственно созданная вещь, которая для людей, которой люди наслаждаются. Она может говорить совершенно любые темы, это абсолютно не важно, о чем она говорит, абсолютно не важно. Важно то, как она говорит, то есть насколько оно качественно в смысле, насколько все там на своих местах. Если там все на своих местах, то она создает вот эту красоту, которая является частью интегральности, потому что процесс интегральности складывается вначале из глубочайшего расслабления, глубочайшего, глубочайшего расслабления, настолько глубокого, что любое желание что-то изменить уже является помехой этого расслабления. И тогда, наверное, автоматически происходит эта интегральность между зрителем и произведением искусства. Вначале через то, что мы видим границы, через то, что мы чувствуем, что мы отдельно, мы осознаем себя, а потом мы ищем точки соприкосновения через вот этот восторг, о котором говорил Кангвуде. Я что-то тут не вижу столько восторги и какие-то выражения благодарности за искренность. А вот, да, Иван, а чтобы вы, вот как режиссер, как деятель театра, что бы вы могли сказать людям, которые ищут действительно, ведь мы можем использовать те психотехники, которые применяются для актеров, которые применяются для постановок, люди, которые не являются профессиональными актерами и деятелями театра, они их могут использовать. Ведь что происходит, что нам нужно, чтобы произошло сначала с актером, а потом с публикой. Нам нужно, чтобы актер выходил, может быть, я не прав, ты меня поправишь, а нужно, чтобы актер выходил на сцену в определенном состоянии. То есть работа с актером, правильно? Это работа по созданию определенного состояния. Так вот, дело-то в том, что жизнь, творение жизни, мастерство делания, чего бы то ни было, оно обязательно предусматривает быть в каком-то состоянии, когда ты это делаешь. И вот вопрос, таким образом это делается в театре, вот как режиссер, он что, актер говорит, иди вот будь таким, испугайся сейчас, или что? Или что-то, есть такое специфическое, и это специфическое для театра может быть специфически использовано для других людей. про что трансперсональное, про расширенные или измененные, так называем, как бы называем, что-то маркировать, расширенные, измененные, альтернативные состояния, то есть работа с состоянием. Вы тоже работаете с состоянием. И вот насколько этот опыт или этот инструментарий может быть полезен и применен в театре жизни? Ну, театральные инструментарии, методы театральные, безусловно, очень хороши для работы именно из терапевтической точки зрения, с людьми и так далее. Потому что там, конечно, ну, здесь, видимо, присутствуют люди, которые именно этим и занимаются. Ну, вот мой друг Игумен Евгений, например, если он еще здесь, я не знаю, там или... Ну, мы знаем много людей в Москве. Это очень, конечно, хорошие практики, потому что там закладываются основы коммуникации, контакта, расслабления через игру, безусловно, театр на службе из лечения, терапии, ну, такого рода оздоровления. Тем более, что там много техник, ну, например, действия, правильно выполненное действие. Это когда я не просто в кого-то направляю свою энергию, но я хочу его изменения. Действие всегда требует изменений. Там, скажем, например, вот театр, которым я занимаюсь, он такой, можно сказать, связан с принципами йоги, потому что я вот много лет занимаюсь хатха-йогой, и как-то вот этот принцип соединился. Ну, это прежде всего, что ты не психический театр, где ты не рвешь глотку, где ты не играешь на себе, не просто изображаешь другого человека, а где ты создаешь произведение, создаешь некоторую, некоторую, как бы, некоторый образ, то есть создаешь то, что я и сказал, создаешь искусство. Вот, если мы будем, например, придут группа бизнесменов, и мы скажем, давайте создавать, создавайте искусство, ну, в смысле, ну, тем более, что у вас нет ответственности. Это так здорово, когда нет ответственности этой. То есть, у вас, если бы любительский театр правильно понимал то, о чем я вот сказал, до этого, то есть создание искусства, да еще при отсутствии ответственности, то есть, их критик не интересует, карьера их не интересует, то все эти методы очень-очень полезны. То есть, вот, речь идет не об ответственности, то есть, как бы, ответственность получается такой, как бы, сам себе аммоним. Да, то есть, одно дело ответственность ответственность за себя, за свое состояние, так, кто ты, да, какой ты делал самим, и другое дело, это подгоняние, то есть, это, аммонима, это подгоняние себя под какие-то ожидания, совершенно другое. вот, и тут, вот это может быть какая-то, давайте сыграем вот это, да, давайте взаимодействуем, и когда мы будем взаимодействовать, мы абсолютно искренне и достаточно глубоко, интегрально, на самом деле, да, вот целостно, целостным образом входим в, входим в это состояние, а потом, вот, интересная штука, ведь, как бы, изъять, поскольку оно уже было в опыте, оно уже было пережить, его можно изъять из этого действия и взять как инструмент. Хорошо? Да? И есть вопросы, кстати, в чате. Ага. Да, чисто на намерение. О! Иван, можете открыть чат, там есть вам вопросы. Спасибо. Я не силен, сейчас постараюсь, да. Ух, вот, ага. Есть вопросы. Я, знаете, я вам признаюсь, я просто не, а сейчас попробую, так открыть чат. А, чат, вот. Там нажимается, благодарю, благодарю, очень интересно, опять же, слуховато слышно, глубоко дача, что-то намерение, очень важна. Гена, пусть Иван также ответит в чате, но я не вижу вопросов. Может, вы мне поможете найти вопрос, потому что я вижу только комментарии. Иван, есть ли в будущем какой-то выход из существующих противоречий, кроме алкоголя? Чуть выше вопрос. Ага. У нас в искусстве, понимаете, еще раз вот хочу подчеркнуть, что я с огромным уважением вообще и даже, наверное, с хорошей завистью отношусь к людям, которые занимаются искусством вот ради каких-то терапевтических вещей. Я признаюсь, и сам хочу когда-нибудь ввести, мечтаю, что когда-нибудь наступит день, когда я уйду из профессионального искусства. Но хочу вам сказать, что еще раз я сейчас нахожусь на территории шоу-бизнеса. Я в шоу-бизнесе, я человек, у нас шоу-бизнеса. Это бизнес, слово шоу-бизнеса. И поэтому у нас, конечно, они могут быть. Я стараюсь студентам говорить о йоге, о медитации. Конечно, это можно, это нужно. Но пока что в сфере театрального образования институтов театральных в России, в Польше, где я живу, это не применяется. И там, конечно, ситуация неврологическая очень-очень серьезная, очень сильная. Но все больше и больше появляется разных техник. Особенно западные актеры делятся, там есть мастер-класс, такой сайт, не сайт, но программа какая-то. И там как там Рил Стрип рассказывает, о чем там, Брэд Питч рассказывает. Вы знаете, что создатель метода такого самого Михаила Чехова, великий актер и, в общем-то, Тиасов, потому что он использовал технологии Рыдулька Штайнера, Михаила Чехова, естественно, он эту технологию использовал, потому что, когда он еще был просто актером, он не мог выйти на сцену от страха. Просто не мог. И были случаи, как вы знаете, когда он уходил со спектаклями. Просто не в состоянии выйти на сцену. Моя жена, которая всю жизнь проработала в театре, один раз при мне потеряла сознание перед кулисами. Стресс от театрального артиста на сцене, повторяю, невероятно высок. Чем выше его уровень, чем он знаменитее, это как бокс, перед боксом поединка. Знаете, какой стресс испытывает недавно один человек, который участвует в боях без правил. Он мне рассказал просто познакомился с одним человеком, он в достаточно высоком уровне участвует в боях без правил. Поскольку ты там можешь погибнуть, стресс такого бойца без правил невероятно сильный. Он сидит в раздевалке и он может перегореть. Если он перегорел за секунду, он вышел, его отмутузили. Ну, делается что-то, делается, делается что-то. Для себя я вот нашел способ. Я стараюсь им делиться как могу, но это не везде так. А то, чем вы все занимаетесь, это удивительно прекрасно. Иван, вопрос от Евмения. О ваших новых пьесах, названия, о чем они, про что они? Просто вы, наверное, не видите чата, поэтому я переводчик. Спасибо вам большое. Да, я, к сожалению, вынужден сидеть в месте, не очень подходящем. просто негде у меня дома переезд был с одной квартирой на другую и не смог. Ну, вот я перевод. спасибо, я сейчас закончил такой большой сценарий фильма-спектакля. Фильм-спектакля, это когда у большого проекта, скорее, это даже фильм называется «Сибирь». Действие происходит в 1974 году в тайге, в Сибири. И вот там речь идет и немножко о сильных поляках, о власть. Это пьеса о системе, о свободе и о свободе от системы и так далее. Ну, такие какие-то актуальные, в общем-то, темы. Сейчас закончил. Рад, во-первых, закончил. сейчас вот собираюсь скоро это снимать с российскими актерами. это большой, огромный проект. Я надеюсь, что он получится. Еще пишу какую-то еще пьесу. Я работаю сейчас продюсером «Мука-театром», вы знаете, наверное, знаете или не знаете. И у меня еще много разных продюсерских обязательств, чего я совсем, что совсем мне дается тяжело. Мой стресс вот здесь. Если с актерством я как-то справился, нашел способы и методы, то когда я нахожусь на территории продюсирования, а я нахожусь на территории продюсирования, здесь это для меня вызов. Потому что мир это достаточно сложный. Ну, такой новый, вот совсем, который я высылаю каждый раз, это моя дочь. Такой новый, который я высылаю все время тебе, Ильгумен Евгений, который ты все время потерпеливо представишь, за что я тебе очень благодарен и, наверное, надеюсь, что это приносит пользу. Пока что вот такого, ну, я последний, что сделал это было грандской конференции волнения или сыгром. То есть, такое, что вот сейчас такого нового нет. Ну, есть для меня новый вот от Сибири, но оно вряд ли будет у тебя там поставлено, потому что оно такое. хорошо. Ну что ж, я очень рад, спасибо большое. Извините, если я что-нибудь так сказал, как говорится. Какое, может быть, не так, наоборот, все очень благодарны за... Ну вот тут вопрос, который... Хорошо. Придется, причем не... Даже не один раз, а два разными вопроса о том, как... Есть ли вот этот выход какой-то, вот то, о чем вы говорили, что есть ли в обозримом будущем какой-то выход из существующих противоречий, кроме алкоголя и всего подобного. Да, и... Да, вот... Я верю в такую вещь, что если у меня есть идея, если у меня есть идея, то это, если у меня есть идея, в которой есть энергия, в этой идее, внутри, есть действие, а каждое действие направлено на изменение ситуации. Так у нас в театре учат, это система Станиславского, там Станиславский сказал, что такое действие, он нам подарил, сформулировал это, оно всегда было. Действие на конце своим всегда, оно к чему-то происходит. Если есть идея, идея и действие, это всегда приведет к конфликту. Не умывает действие без конфликта. Оно может быть приятно одной группе людей, но оно всегда будет неприятно еще какой-то группе людей. Это неизбежно. Поэтому, если мы говорим о какой-то интегральность или о чем-то, то нам нужно отказаться от того, кто действует. Нам нужно оставить в покое действие и цель. Отказаться от того, кто действует? Т.еhon�íveis отказаться от того, кто есть, кто-то, кто действует, потому что тогда он хочет добиться этой цели. Пока он хочет добиться этой цели, он действует. Персонаж действует, Гамлет действует. Гамлет хочет добиться своей цели. И пока он хочет добиться своей цели, игра продолжается, пьеса продолжается. Слава Богу, что тут происходит. Ну, на счастье Шиваистом они очень рады этому, потому что они говорят, что это Лила игра и так должна быть. Прямо вопрос. Следующий вопрос, я даже не знаю, в чем призвание Ивана Вырыпаева? Раньше я думал... Вопрос от Лёва Гордона, он еще другой вопрос дал. В чем роль современного театра в современном мире? В чем роль театра в современном мире? И в чем призвание Ивана Вырыпаева? Мне кажется, они взаимосвязаны, это все от Лёвы. Лев, привет, дорогой. Я думаю, что роль современного театра в современном мире это создавать произведения, профессионального театра. Я опять же говорю, я разделяю эти вещи. Если, наверное, я буду за профессиональный театр отвечать, любительский, терапевтический, мы знаем, в чем его роль, да. А вот профессионального искусства в том, чтобы создавать качественные, большие, хорошие, красивые, прекрасные произведения искусства, где все на своих местах. При помощи создания этих искусств, помогая человеку испытать в себе вот эту правду, узнать о себе вот эту правду о своем собственном существовании, как об искусстве. Ведь если я вижу предмет искусства, я вдруг могу подумать, а может, я сам тоже предмет искусства, который является кому-то еще. То есть я тоже могу быть неким произведением искусства, которое является кому-то еще. То есть контакт. А это первая часть. А вторая, если осуществлено правило как, то, конечно, нужно, тогда дальше нужно приступать к идее, конечно, помощи другим. Конечно, помощи другим. Конечно, нужно рассказать о боли азербайджанца и армянина. О боли их. Конечно. Нужно просто, чтобы... Если мы красиво расскажем о боли азербайджанца и армянина, или сейчас на Горном Карабахе этих жителей, красиво, не с истерикой, нигде будет что превалировать. Где будут кричать, что вы делаете там. Если будет так, то тогда азербайджанец, который посмотрит, он скажет, а, это просто пропаганда против меня. То есть, какие-то армяне порадуются, азербайджанцы погрустят. А если это будет сделано красиво, прежде всего, то, конечно, больше шансов, что это затронет в другую сторону. Потому что это красота является связующим. Вот я думаю, роль современного искусства, она как и была, и старого искусства, она не поменялась в современном искусстве. В темном призвании. Но это... Я раньше-то думал про это. Мы много об этом говорили, я думал про это. И думал, что в моем призвании, не знаю, что-то там через меня... Я потерял этот смысл. Я сейчас не знаю. Я не думаю про такой большой категории. Я думаю, ни в чем нет никакого у меня призвания. Я занимаюсь искусством ради денег, потому что я хочу жить. Это моя работа профессиональная. Я стараюсь делать это очень честно. Ну, в смысле, органично для себя. И если то, что я делаю... То есть, не я сам, то произведение, которое я делаю, хотя, ну, имеют подплик, кому-то нравится, кто-то вызывает в каком-то чувство прекрасного, то я тоже, мое эго очень, в этом смысле, удалится веном. Вот. Я думаю, что задача людей, которые... Ну, есть еще один вид духовного пути. Не знаю, духовного. Это в ремесле стать мастером. Ну, мастер – это человек, который создает вещи. И там тот, которому подчинена форма, может обладать формой. Можно какой хлеб печь или сапоги делать. Вот, наверное, такой ответ. Вот еще вопрос также от Льва Гордона. Есть примеры сатвической энергии в театре? Есть примеры сатвической энергии в театре. Конечно, я занимаюсь йогой, и, конечно, знаю, что есть тамос, радос, писатва. Конечно, раджастическое искусство – это социальное искусство, а сатвическое искусство – это искусство, которое... Вот я про это и говорил, что когда ты находишься на территории сатвического энергии сатвической, неважно, о чем ты говоришь, уже не имеет никакого смысла. Ну, то есть неважно, о чем ты говоришь. Отчаянники. Посмотрите, жизнь двух чашек, жизнь двух банок с сахаром, которые вот ходили-ходили по лесу, и ни к чему хорошему не пришли. Но если это сатвическая энергия, то все, кто ее смотрит, что с ним происходит? Они выдыхают. Мольер знал это очень хорошо, когда писал свои комедии. Мольер, Мольер, он создавал комедии. Люди смеялись, смешно. Да, хорошо. Ну что ж, я думаю, что мы можем... И уже многие из вас выразили благодарность Ивану за... да, и в разных сценах, и в словах, и в рисунках. Большое спасибо за то, как бы, прикосновение к сценному миру. Потому что мы видим все то, что происходит на сцене, а то, что вот почувствовать, как это... А именно за сценой происходит. И самое главное, да, то, что потом на сцене появляется. То есть, само состав творческого процесса, он там. И вы нам, ну вот сейчас, да, как бэкстейдж, да, приоткрыли этот вход, мы туда вошли, и мы это почувствовали, и почувствовали это абсолютно откровенно, так как без всяких... без всякой ретуши, без всяких прикрас и переодеваний. Ну вот, так что вот так, как это есть. Ну так, как есть, так есть. Это очень важно, чтобы... Честно, открыто, видимо. И каждый, кто увидел, может взять, видимо, тоже не нужно. Спасибо вам тоже большое. Всем большой привет. Спасибо, Володя, за то, что позвали. Спасибо большое. Всем все хорошо. Пока. Это моя дочь мне сигнализирует, что пора идти. Спасибо. Мы попрощались с Иваном. И следующий у нас спикер Евмений. И, знаете, ну, обычно, когда... Привет. Еще раз. Сколько раз, да? И обычно, знаете, когда представляют спикера, ну, там, зачитывают какие-то его титулы или что-то там, достижения, и вот какой он большой, какой он популярный, или что-то, какой он великий, какой он мастер. Но, вот, знаете, я вот этого... Я делать этого не буду. А, знаете, как чуча. Вот что вижу, то спою. Потому что у меня есть мое ощущение от Евмения, причем это ощущение даже не от личного контакта, потому что мы лично контактировали, по-моему, то ли один, то ли полтора раза, где-то на каких-то конференциях встречались в одной аудитории, там, мне не делал доклад, я делал доклад, мы что-то перебрасывались полутора словами, вот, но иногда, знаете, как бывает, вот буквально одна-две минуты контакта, и за это время ты уже человека считываешь, да? Ты уже знаешь, даже не знаешь на уровне какой-то совокупности информации, а ты внутри себя в сердце что-то уже про него знаешь. И вот я поделюсь тем, что я знаю, как я считываю. Есть три жанра творчества. То есть одни люди создают какие-то продукты, там, какие-то, может быть, технологии в нашей области, какие-то упражнения, техники, технологии и так далее и тому подобное. Наверняка и в Мене это делают. Есть еще другой жанр творчества, в котором один человек создает другого. А есть третий жанр творчества, в котором человек создает атмосферу. И вот для меня, вы прямо человек входит в аудиторию, и все, уже там в аудитории, даже ничего еще не сказал, просто там стоит, и уже атмосфера. Вот есть какое-то же ваше поселение, где тоже там создана вами атмосфера, и Мерденка. Люди, знаете, как приходят люди, пьют, ну, какую-то пьют они там воду или что-то, да, и вот этот, ну, просто это пьют воду. И эта вода, она делает какие-то изменения, она их излечивает, исцеляет, ну, вот, или там воздухом они каким-то дышат. И вот для меня, вот, вы этот человек, который создает атмосферу, где бы он ни был, что бы он ни делал, приходит, создает, потом можно дышать и как-то быть более сильным, более здоровым, более счастливым. Вот, поэтому я вот так вот, и как вижу, так и рекомендую почтеннейшей публике. Для меня это видение является самым главным, и при этом мне не важно, какие там достижения, какие титулы, вот, вот, не важно. Человек атмосферу создает, и эта атмосфера именно в душе. Супер. Вот, мне кажется, что это очень здорово. И мне очень будет интересно вот, вот, тема интегральная, ну, нормально, целостная, душепрепечения. Вот я думал, как на русском перевести психотерапию? Да, психотерапия забота о душе. А вот, душепрепечения, ну, такая целостная психотерапия. Класс. Ну, интересно будет услышать, а что про это можно сказать? Итак, слушай. Привет всем. Меня зовут Игумен Евмений. Так как-то сложилось, что 10, уже, наверное, 12 лет, я не внутри русской православной церкви, но, как говорится, а имя куда девать? Под этим именем долгое время я жил, и хотя сейчас православной церкви не служу, этот путь служения внутри завершен, но осталось вот такое вот имя. Иван меня тут переименовывает на этого самого, на Геннадия, боже мой, на Евгения, вот, и мне как-то это хорошо, Евгений так Евгений. Вот, я присоединяюсь к Ивану Варапаеву в том плане, что в той работе, которую я делаю, мы, как часть терапевтического процесса, ставили, поставили большинство его пьес, причем постановка шла, вот, то есть мы работали всего лишь два дня над постановкой, но результат был, конечно же, не сценический, так, чтобы это прям было, прям хоть выпускай кино, а терапевтический, очень сильный терапевтический эффект, имеют его пьесы, и я с большим почтением, с огромным, вот, к нему, как к нашему мастеру. Вот, я сейчас расскажу, как родилась, где интегральный душопечения, уже сказал, что около 30 лет я служил в православной церкви, и в какой-то момент, мне всегда было интересно разбираться с людьми, что там у них происходит, ну и, конечно, в той или иной религиозной парадигме, ну, ответ на все это Бог, Господь услышал молитву, Господь не услышал, надо работать над своей душой, выкорчевывать грехи, и так далее. И на каком-то этапе я понял, еще служа в церкви, что знания только православных форм работы для современного мира тем более недостаточно. Я начал исследовать самые различные направления психотерапии, но немножко это по-диссидентски было, потому что не совсем это вроде как и правильно, тогда церковь очень осторожно относилась к психологии и к психотерапии тем более, то есть слово псих пугало, понимаете, хотя психея – это душа, а терапа – забота, но в русском языке, видите, вот когда появилось слово психотерапии, в нашей культуре, в нашей ментальности это значит про психов, значит, я какой-то псих, что-то не в порядке со мной. Ну вот, и тогда уже я называл это душепопечением, это разговор с человеком в чем-то отличный от, например, традиционной исповеди или проповеди, ну, фактически терапия, но в той, в несколько, ну, специфической, скажем так, в несколько специфическом формате таких православной и терминологии, и мифологии, и культа, и так далее. Где-то с 2008 года я перестал, да, и эти знания я уже начал тогда применять, ну, конечно, без всяких там сложных терминов, гештальтов, субмодальностей, а чтобы все было по-русски, без всякой иностранщины, понимаете, вот, и тогда уже мы и занимались, у нас был такой, я был настоятель Макарь-Верешинского монастыря, и у нас был монастырь тогда такой совершенно интегральный, мы приглашали и бизнес-тренеров всяких, и людей, которые работают в формате арт-терапии, и людей, которые проводили у нас тренинги по ораторскому искусству, это мои друзья-психологи, они с удовольствием обогащались тем, что было у нас, мы с удовольствием обогащались тем, что они давали нам как навыки, мы им на ценностном уровне чем-то делились, и на уровне веры, там, глубокой убежденности, связи с Богом, а они делились с нами своими технологиями, как скажем, и росли на уровне способностей, вот, помогали нам расти, и вот вкус интегральности, первоначально им я, я тогда не знал, что это интегральность, я был не в курсе Кена Вилбера, я не читал переводы Евгения Пустошкина, и ни капельки не был знаком с Вадимом Кенчогом и Иваном Барыпаевым, но тогда это мне было вот интересно, есть ли что-то большее и всеобъемлющее, чем то, что мой взгляд, мою парадигму, ну, как бы может раскрыть, вот, потом я помню, когда в 2000, где-то, в 2010 году мои друзья с одного семинара по практической психологии спросили, а ты можешь про веру и про Бога рассказать, но только, чтобы так людей-то не грузить, вот, ну, так вот просто, ну, так на психологическом языке, на общечеловеческом, я говорю, за простяк, я приехал к ним, я провел однодневные тренинги, я помню, что тогда были два потока и зрители, слушатели убирали, на какую идти, я тогда был с Александром Любимовым в одной паре и мне так было приятно по-человечески, что к ним, ко мне пришло не меньше, чем к нему, хотя он уже давно работает в этом, а тут что-то такое. Исследование, моделирование духовного опыта, религиозных состояний и так далее, в тот момент было таким моим очень глубоким интересом, приоритетом. Вот, и с того момента началась моя такая карьера, если можно так выразиться, как тренера. Меня начали приглашать в самые разные города и страны, и тогда еще соцсети не были так развиты и сильно, но как-то обо мне узнавали, люди писали, и где-то в год я проводил максимум 6-7 выездных семинаров, и в том числе и в России, и за пределами нашей страны, и СНГ даже. То есть, людям интересно, я откликаюсь, и таким образом, да, я начал консультировать индивидуально. У нас здесь образовалось пространство, центр, отчий дом, куда люди могут приехать на то, чтобы пожить вместе. Я убедился, что в современном бегущем мире человек заскочил на часок к психотерапевту, между, например, макияжем и забрать детей из садика, понимаешь, на часок быстренько, и ой-ой, надо бежать. Вот, и не выходя из общего ритма жизни, такой быстрой, скоростной, многоинформационной, мы не можем, совершенно не можем переключиться. Мы загрузили терапевтический процесс, как некую информацию и типа сделали что-то для себя, но глубокого погружения со сменой ритма жизни произошло. Поэтому мы с моим коллегой создали такое пространство, центр, учий дом, это находится в Ивановской области, и сюда люди стали приезжать. Поначалу мы принимали на год ребят с алкогольной, наркотической зависимостью. Сейчас как будто мы отработали эту карму и к нам приезжают люди с самыми разными запросами. Чаще всего это, конечно, запрос личная жизнь, развод, встреча, мой человек, не мой человек, как пережить расставание, как там, значит, там, например, там найти нового человека и, конечно, вопросы такого духовного, религиозного, экзистенциального поиска. Вот. Я расскажу о своих семинарах сейчас просто как о представлении, куда я углублялся, заныривал и чем занимался. Вот. Я проводил, первый мой семинар был «Инструменты духа». Это как раз семинар по моделированию религиозного опыта, когда глазами, с точки зрения нейрофизиологии, психологии, как происходит обращение. Возможен ли выход из религиозной парадигмы, если человек по какой-то причине хочет выйти? Что такое связь с религиозным сообществом? Что такое чувство Бога внутри нас, так, чтобы это было таким метаязыком изложено, не конфессиональным религиозным метаязыком? Второй семинар это был у меня «Тело храм духа». Это как раз я в себе разбирался. Знаете, пока сам разбираешься, еще не понял до конца, начинай вести семинары. Пока будешь объяснять, поймешь. Не поймешь, тебя поправят, сделают замечание, скажешь, что это ненаучно. Обучайся вести, пока ты еще горишь темы. Как только тема в тебе уже, ну, как бы интерес пошел на спад, ищи другую тему, потому что ты будешь гнать вторячок. Есть новичок, а есть вторичок. Вот. Вторичок это когда ты повторяешь заученные фразы, которые повторял уже сто раз. Мне так не нравится, друзья, мне нравится, когда не новичок, повторяю, когда новичок, а не вторичок. Но не тот новичок, духовный новичок. Он наоборот бодрит и открывает новое измерение жизни. Так, потом у меня был семинар какой-то еще. вот, самый интересный для меня был это... А, мы с Таней Мужицкой вели как найти партнера для глубоких долгосрочных отношений 8 лет. Конечно, семинар о любовь к себе. Он тоже был, как и предыдущий, самый востребованный семинар о любви к себе. Вообще, как-то как-то в Штатах после Луи Заке этот вопрос общество разрешило. Иногда даже с перегибом немножечко в эгоизм. О здоровой любви к себе, о чувстве себя, о чувстве собственной ценности. Еще, конечно, я проводил трехдневный семинар по ораторскому искусству, потому что в Москве, когда я работал в миссионерском отделе, я занимался подготовкой миссионерских команд, где важно, чтобы люди говорили не только презентабельно, вдохновенно, но и, как это сказать, сердечно. Вот смотрите, сейчас много курсов ораторского искусства, там люди говорят, как это сказать, прям так, очень харизматично, так прям там, даешь результат, 200 тысяч, 500 тысяч за три недели. Вот. А сердечно, а как бы, чтобы в этом была душа, чтобы душа проявилась, вот. Вот это еще один, ну, конечно, семинар по расстановочной сказкой терапии, он один из самых творческих и любимых, я туда слил, и в этот семинар, как бы, четыре реки Берта Хеллингера, река, поток Вадима Демчога, поток индийских мифологических сериалов, и, конечно, Карла Густавича Юнга, потому что что там у нас внутри за личности и архетипы, это расстановки не внешних объектов, а внутренних наших грани, когда с помощью игрушек на ковре они выносят снаружи и проигрывают свой непредсказуемый, неописуемый творческий сюжет. Итак, что-то там было еще, да, в какой-то момент люди, которые не могут приехать к нам в центр, они стали мне в скайп писать и говорить, можно ли по скайпу, я очень этому противился, но потом думает творческий дух, плюс святая мученица Мамона, кто понимает, юмор там где-то отметит, вот, они мне как-то подсказали, а почему бы и нет, я говорю, давайте, и потом я смотрю, что скайп-контакт, он менее интенсивный, чем, чем, значит, живой, да, потому что трансформационные какие-то вещи происходят у людей, потом наступила эпоха онлайн-курсов, я противился, я добросовестно говорил нет, я говорил только не это, и вот уже четвертый онлайн-курс я веду, потому что мне интересно втягиваться и интересно играть, и никогда не говори, всегда говори да, если по-русски этот фильм точно перевести, то он будет звучать никогда, не говори нет, вот, а так всегда говори да, итак, мой, вот, нынешний курс, который я сейчас веду, называется онлайн, он называется интегральное душепопечение, интегральное, потому что, ну, душепопечение, мы вроде вот с Геннадием как раз расшифровали, это, все это, понятно, почему, а интегральное, потому что я понял, что одной техники, одного подхода, одного, одной методологии недостаточно, и если я хочу быть играющим, творческим, танцующим, вдохновенным и офигенным, мне нужно самому во все поиграть, чтобы, то есть, учитель танца, это не только тот, который владеет, например, там, танго или бачатой, а который от балета до, как это называется, когда крутится там по полу, до брейк-данса, вот, поэтому, я думаю, если я душепопечитель, то мне нужно это исследовать и знать, вы знаете, я понял, что учиться лучше у мастеров, лучше кратко, концентрировано у мастеров на двух, трех дневных семинарах, да, брать суть, брать не что, а брать как, как прекрасно говорит Иван Вырыпаев, но я до сих пор сомневаюсь, что эту фразу мне у меня спер, шучу, вот, поэтому не что, а как, и даже Зоя с Валерой, помните, не важно, что ты сказал, ведь не важно, что, а как, я приходил, я приезжал на различные семинары, я присматривался к просветленным людям, к авторам, отцам и матерям, основателям НЛП, я присматривался к классическим клиническим психотерапевтам, я присматривался к людям, которые говорят, что они там видят ауру и всякие волшебные поля, я подвергал себя стучанием шаманским бубном над головой, я при, да, мне, из моей спины специальными вакуумными банками высасывали кровь на Байкале, то есть мне интересно было во все играть, во все втягиваться, даже в Кришна из Ашрама попал недавно, там они воспитывают детей, мальчиков, и мне было очень интересно, как они это делают, каковы подходы, вот, и во всех этих моментах и фрагментах я очень много записывал видео на YouTube, вот что-нибудь открой интересное, из разговора, из консультации, из, откуда-то приехав, раз, запишу, 15 минут, 20 минут, 30 минут и выкладываю, выкладываю, там одно время монетизировалось, оно или нет, мне не так важно было, важно, чтобы просто вот этим вот делиться, и знаете, я вот человек зависимый, по секрету скажу, не от кофе, а от обратной связи, если обратная связь есть, я могу дальше понимать и чувствовать, что это людям интересно, что это работает, если обратная связь нет, то, например, я записал, если вот 200 просмотров в сутки, значит, тему хорошо подобрал, интересно разложил, а если 10, значит, не очень, то есть, и слава богу, мы живем в удивительное время, где обратную связь можно получать ежесекундно, некоторым начинающим терапевтам, невротикам, терапевтам или творческим людям, я говорю, слушайте, ну запиши видео, посмотри, там сколько, посмотрите, там посмотрели, 30 человек в сутки, уже хорошо, лайки у тебя раз, каждый лайк, это такая капелька в твою самооценку, что-то ценное, поэтому, когда мы играем и с соцсетями, как, как просто, как с элементом танца, это тоже очень здорово, и я верю, что, если вот люди старшего поколения, динозавры, эрического поколения, которые в советской школе еще учились, если они успели вскочить и поиграть с этим, у вас будет интересная творческая карьера и благодарные годы седыми, годы седых волос, где вам будут писать и звонить и так далее. Кстати, запись своей, своей темы какой-то в интернет, вот, в виде видео, это очень хорошая терапевтическая работа, и я вам рекомендую здесь тоже как-то в этом плане с этими вещами пробовать и играть, и это очень достаточно терапевтично. Многим терапевтам, которые проходят у меня, некоторым, не многим, на некотором, которые проходят у меня курс на интегральное душепопечение, сейчас заканчивается первый курс, и с февраля будет 2.0 курс, интегральное попечение 2.0. Я говорю, а теперь начинай записывать на видео краткие изложения того интересного, что ты услышал. Я не держу авторские права, можешь выдавать это за свои идеи. И человек говорит, ой, я не могу, но это как-то ссыкотно, стрёмно, как-то, ну что это, а вдруг, не, мне не нравится мой голос. Нет, у меня фон хороший, не очень приятный, там старые книжки. Сделай, как у меня, смотри, черное на черном смотрится, ведь да. Поиграй с фоном, поиграй с этим, как называется, на природе, например, поснимай. Или вот как Марс Сары снимается, находится на конференции на фоне океана. это же вообще здорово. Вот. И вот я вкратенько перечислю темы, которые у меня есть на этом курсе. И это темы, с которыми я работаю, и которые я для себя пропахивал, 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 пока не нарыл там источник живой воды. И сейчас вот этот, из этого источника я с удовольствием напаяю тех, кто приходит, приезжает в отчий дом, те, кто записывается на мой курс, вы скажете, вот продвигает прям крутое какое продвижение. Прям в самом интересном месте. Но моя задача, как души попечителя, помочь человеку этот источник пробурить внутри себя самого. Как вам такая идея? А в этом курсе узнать подробнее, вот меня тут спрашивают в чате, можно написав мне лично в фейсбук или в контакт. Итак, первая тема введение в интегральное душу попечения. Считайте, что вы ее прошли. Вторая тема это методология интегрального душу попечения. Мы говорим, как быть интегральным, при этом не смешивать буддизм и христианство в один кувшин, как говорил сейчас Иван Вырыпаю, почтенный учитель. Третья тема это личные качества консультанта. Понимаете, когда консультанты, знаете, вот такие робкие, а имею ли я право, или я тварь дрожащая. А говно ли? Да. Когда консультант стоит, начинает консультировать, и у него за спиной такая дама есть, не но, а не говно ли я. Вот, а и ты нашептываешь, нет, так нельзя, так не по правилу. Когда у тебя нет спонтанности и творчества в выражении своих идей, то, конечно, поэтому здесь очень важно личное внутреннее стержень, понимание себя. Ну, если хотите, у психолога модное такое выражение глубокая проработанность себя. Вот. Это не значит, что консультант это все такое в сатвическое попал и сидит в медитации у него и с макушки такой, ну, как бы дымок. Вот. Нет. Это значит, ты живешь и ты можешь справиться с жизнью во всех интенсивных ее проявлениях. Четвертая тема. Что такое душа и чем она отличается от психики? И вот смотрите, в в в русском языке психика и душа, хотя по-гречески душа это есть, но в русском психика это высшая нервная деятельность, психе, да, поэтому психотерапевты, мы думаем, что нам мозгоправ там подчинит мозги отверточками, а есть душа, моя глубинная идентичность, мое индивидуальное я, которое не слито с абсолютом, но и не отождествлено с телом и с социальными ролями. То, что Вадим Девчок называет, что он там называет, вот таким самым актером. Вот, нет, нет, это актер. У него есть роль актер и зритель. Вот. И здесь мы докапываемся, раскрываем, что такое душа. Шестое тема это поиски мастера для терапии личностного роста. Каковы критерии мастера, критерии мастерства? Очень часто благодаря хорошим упаковщикам и таргетологам мы узнаем о таких потрясающих мастерах, которые поднимут доход на полтора миллиона в неделю, вот, которые раскроют вам все ваши астральные чакры, регрессируют вас в прошлые жизни и вернут обратно с гарантией. Но отличить мастера для терапии и личностного роста от человека, который, ну, что-то такое личное, свое такое делает, ну, может быть, даже оно интересно, может, в это стоит поиграть, но если вы допускаете играть со своим вот этим от глубины, вы же вовлекаетесь в эту игру, вы пробуете использовать те ментальные модели, которые вам предлагаются. А кто его знает? Ну, кто его знает? Поэтому важны критерии. Я не тот, кто утверждает, что я мастер, я тот, кто предлагает критерии мастерства. Круто, правда? Так, это у нас первый блок, это введение в предмет. Дальше психотерапевтический блок, седьмая тема, это тема любовь к себе, и здесь мы работаем над этой темой, здесь настолько, насколько я могу, я делаю это все-таки в онлайн-курсе, через видео, через зум-встречи, но все-таки любовь к себе, это в том числе и про тело, и про телесность, и про прикосновения, и так далее. Следующая тема, духовный тире экзистенциальный поиск, потому что духовный, экзистенциальный, религиозный, они при ближайшем рассмотрении, это очень разные дороги порой. То есть, экзистенциальный занят поиском смысла, ответом на предельные человеческие вопросы, духовный это поиск высшего, да, а религиозный это уже, конечно, это уже, конечно, когда конфессионально ты принимаешь решение к чему-то принадлежать. Десятый, да, да, духовный экзист, и освобождение, кстати, от религиозной зависимости, где-то я пропустил эту тему, обязательно мы об этом будем говорить. Если человек хочет выйти из своей религиозной системы, если человек хочет освободиться, как это сделать, максимально экологично, потому что религию мы допускаем в самые глубины нашей психики и нашего подсознания, и нам здесь очень важно освобождаться, выходить, коль уж пришло время, с огромной заботой о себе и с огромным почтением к этим системам, что имеют, умеют немногие люди, к сожалению. Дальше у нас моя любимая тема, одна из любимых обучения внутреннего интерпретатора, мы же прекрасно знаем, что карта не территория, и так или иначе мы интерпретируем, укладываем внешнюю реальность во внутреннюю, и иногда психологической проблемой являются сами вот эти пресловутые интерпретации. Дальше у нас освоение территории эмоций и чувств, вот здесь мы, ну, тема достаточно объемная, есть направление психологии, которые на этом в принципе всю свою работу и базируют, то есть осознавание территории эмоций и чувств, выхода из вот этой алекситимии, внутреннего нечувствия, то, чем прекрасно владеет групповая терапия. Одиннадцатая тема, это душепопечитель в телесно-ориентированном контексте, и мы здесь говорим о розен-методе, и о том, что делает Владимир Баскаков, и о парных медитаций, где используется прикосновение, и о массажных практиках, вот, и в этом смысле, вот, каждая тема, она еженедельная, и я дальше расскажу, что она включает. Так, дальше, терапия детских и родительских отношений, единственная тема, четырнадцатая идти, это тринадцатая, четырнадцатая становление мужественности, пятнадцатая раскрытие женственности, шестнадцатая, а вот она освобождение от религиозной зависимости, семнадцатая, работа с зависимостями, сами по себе, алка, и нарка, и прочим зависимы, восемнадцатая, прохождение внутренних кризисов, темной ночи души, иногда, когда что-то рушится, а новое не возникает, нас плющит и колбасит, согласитесь, друзья, нас плющит и колбасит, и как быть помогающим человеком, который, с одной стороны, будет держать за руку, даст опору, а с другой стороны, да, да, а с другой стороны, не даст, ну, как бы, не понесет на себе в течение всего пути вот этот очень тонкий, прекрасный баланс. Следующий блок, это блока партнерских отношений, семейное, консультирование в интегральном душу-попечении, вот это общая такая тема, потом, почему не складываются партнерские отношения, как работать с венцом безбрачий, если кому-то мантры или волшебные ритуалы, это не ко мне, а ко мне, чтобы инструментом осознанности, фонариком осознанности посвятить внутрь того, что у тебя там происходит, и это, конечно, следующая тема, страх близости и возможность созидательной близости, следующая, 22-я тема, это сексуальность, ее проявление, она, несмотря на то, что она такая кричащая в кинематографе и в интернете, говорить о собственной сексуальности, произносить, озвучивать, делиться этим самым близким человеком у нас все-таки как бы не принято, согласитесь, как бы неудобно, как бы не могу, и он может прекрасно быть врачом-сексологом где-то там или врачом-акушером-гинекологом, но собственной жене он чего-то может быть и не скажет, и жена тоже, и люди терпят, один из партнеров хочет, другой терпит, а когда не хочет, то вообще даже и стыдно и сказать, ну как это ты мне не хочешь, вот, и мы здесь с этой темой разбираемся, безусловно, особенно в контексте партнерских отношений, потому что может быть сексуальное желание, любви, как глубокое уважение, заботы не быть, а, например, или социальные отношения почему-то не складываются, но сексуальность работает, или есть социальные, то есть брак, семья, а эта тема угасает, как об этом говорить, и это у нас 22 тема, 23 тема, это любовь, которая разрушает, 24 о корыстности, как о чем-то хорошем, в партнерских отношениях, у нас же мы же бескорыстные, жертвенные, женщины такие, как чебурашки, с большими ушами, и любят прям и жмутся к своему крокодилу, вот, понимаете, а так как бы все-таки, когда партнерские отношения, это взаимовыгодно, можем ли мы на входе это осознавать и говорить, да, дальше 25-е, в сопровождении, в процессе развода, с расставанием, с любимым человеком, я уже неоднократно заявлял и в ютубе, и многим людям, что это, все-все, по одной курсу расскажу, что расставание с любимым человеком, это, да, что меня назначили в этой вселенной ангелом разводов, две книжки «Осознанный путь любви» и о том, как пережить расставание, вот такие я написал, еще можете написать, мне там где-то штук по 40 осталось, вот, это процесс, мы же, когда влюбляемся, мы же не закладываем расставание в программу концерта, вот, а в конце будет, а в конце расставание, но когда это случается, мы-то, как же, как, так, дорогая редакция, и звоним Игумену Евменю или кому-то еще, как же так, дорогая редакция, куда же Бог смотрел, или это я, дура такая, слепая была, вот, и вот как сопроводить на этом этапе человека и вернуть его себе, мы здесь говорим, что любимый человек это дверь в любовь, но не единственная, и так далее, то есть, таким терапевтическим, мягким, живым, человеческим разговором помогаем, помогаем выруливать, разруливать. Дальше, слушайте, четвертый блок, вы еще не устали, напишите, что нет, вот, кто-то меня за юмор тут хвалит, вот, так вот, ну а как, куда денешь его, этот юмор, когда просто остается поржать немножко над тем, как мы создаем себе невыносимые проблемные ситуации, как классно из них выпутываемся, без юмора нам просто не выплотить никак. Инструменты душепопечения, четвертый блок, тема медитации душепопечения, следующая тема, медитация душепопечения, понятно, да? То есть, медитация, как процесс раскрытия творческого потока, пока мы ментально, вот здесь вот, закрыты, творческий дух не проявляется, не сходит. Мы творим из осколочков старого. Мы даже говорим неинтересно, скучно. А медитация, это же и тантра туда входит, и творчество, партнерские отношения, и все, вся жизнь, если, если мы осознанно, если мы даем возможность духу проявляться, это окей. Если мы дух, духу не даем проявиться, мы действуем из долга, из обязанностей, и это тоже хорошо, но очень важно, когда свежее дыхание, свежие потоки появляются. Как это сделать? И если это уже отношения, которые длятся 10, 20, 30 лет, и как будто уже живой интерес угас, медитативность, медитативность, как ее раскрыть в партнерских отношениях, это 26-я тема. 27-я творческий кризис душепопечения, и Джулия Кэмерон вам в помощь, и Вадим Демчок вам в помощь, вот, и имение вам в помощь, вот, мы же попадаем в эти творческие кризисы, не идет, не рождается. Для творческого человека это трагедия. Он, и все ждут его стихов, его песен, его каких-то новых постанов, они рождаются. Как с этим быть и проходить, чтобы не спорить, я вам не буду говорить, о чем мы там говорим. Процессуальный подход душепопечения, это то, о чем Миндовы говорят и показывают, говорят и показывают Миндовы. Развитие эмоционального интеллекта, 29-го тема, создание пространства для душепопечения, 30-я тема, это как раз я рассказываю, что про это раньше ездили за душепопечением в монастырь. И там люди как будто бы восстанавливались, выйдя из известной среды, например, дворянин или дворянка, или какая-нибудь столбовая дворянка. А тут ты приехала простой трудницей, в монастырь потрудилась побудь незаметной, побудь не харизматичной, просто побудь среди людей, которые не меряются статусами, не хвастаются достижениями, а просто живут сердечно. И здесь я рассказываю о том, что душепопечитель, ну, давайте так, каждому гуру по ашраму к 2025 году. Это новая президентская программа. Если вы не знали, теперь вы это знаете. То есть, если у тебя есть центр, например, или пространство, где можно не только прийти к тебе на семинары, не только на консультацию прийти, но и просто побыть с тобой, вместе поесть, вместе посмотреть кино, вместе посидеть в медитации, ну, или прогуляться, например. У меня такой центр есть, и я вижу результативность этой работы, и опыты моей результативности готов делиться. Вот, дальше, 31-я тема, кинотерапия в душепопечении. Вот, наверное, по регулярности кинотерапевтической работы я, наш центр входит в тройку самых кинотерапевтичных центров мира, потому что у нас фильм мы смотрим каждый день. Понимаете, и вот я ленивый человек такой, ну, закручивать групповую терапию, актуализировать запрос, ну, это каждый раз трудоемко, поэтому ставим кино какого-нибудь там, как этого, Кимки Духа, да, или какой-нибудь индийский фильм с трагичным сюжетом или с счастливым концом, или русский арт-хаус, пожалуйста, или что-нибудь наподобие про психопатов или аутистов из голливудского. Смотрим, иногда я смотрю, думаю, боже, какой дурацкий фильм, разворачиваем, смотрим, обсуждаем, женщина говорит, про мою жизнь, прям, вот я с таким мужем жила. И начинается разговор на час на полтора, и это кинотерапевтическая группа каждый день. Дальше, библиотерапия в душе по печенью, терапия книгами, прочтением, цитированием, нахождением интересных моментов, вот, пересказом, ну, какой-то такой вот интересной работой, когда библиотерапия, библиотерапия, то есть, ну, написанием книг, вот, очень классный пример, библиотерапевтическая работа, это когда своему сыну, приемному, но родному, у меня родной приемный сын, если что, вот, я сказал, вот, смотрю, он такой классику читает, это тогда ему было где-то лет семнадцать, я говорю, слушай, давай это вот, мне тут я книгу уже, «Осознанный путь любви» это была тогда книжка, сколько там страниц-то? Да нет, пятьсот, пятьсот где-то, да, вот, и говорю, прочитай, пожалуйста, посмотри, ты может какие-то замечания сделать, или может и повторы есть неоправданные, или просто, и он через три дня первые двадцать страниц мне выдает с правками, по одной правке, стилистической, грамматической на каждой странице, пятнадцать, нет, по пятнадцать, двадцать правок на каждой странице, прошу прощения, говорит, так устроит, и таким образом пропахивая мой текст, вот, это, наверное, самый успешный такой способ библиотерапии, он же его смыслом пропахивает, и потом мы уже можем говорить, я смотрю, он уже циклит моими цитатами, у библиотерапии, кажется, Марк Бурно, кажется, автор этого подхода, Александр Ефимович Алексеевичек, один из моих уважаемых учителей, вот, это, ну, как бы, очень много направлений работы, но я прям пробую, и получается, выходит, например, начитывание аудиокниг, тоже находишь любимый фрагмент в аудиокниге, и ты прочитываешь душой от первого лица, и это, это очень хорошо работает, это вот у нас тридцать второе занятие, тридцать третье, это сказка, терапия, я даю здесь создание терапевтической мистерии, и о своей методологии создания сказки с игрушками, рассказываю и так далее, тридцать четвертое, работа средствами театра, перформанса и работа с голосом, средствами театра и перформанса и работа с голосом, вот, у нас там тоже есть много чего, в этот урок я внес некоторые постановки Ивана Варыпаева, которые мы здесь сделали, я их держу в закрытом доступе, а то театральные критики соберутся, скажут, нет, они профессионально, а мне пофиг, мне классно, что люди так прожили это все, тридцать пятое, это мастерство психотерапевтической хирургии, и здесь мы говорим уже и о провокативном методе в терапии, и о групповой терапии, и о психопатологиях самых различных, это тридцать пятый урок. И пятый блок это профессиональная деятельность, тридцать шестое занятие, поиск личной миссии и предназначения, тридцать седьмой навыки самопрезентации, необходимых качествах для реализации профессиональной деятельности, умение говорить из себя, от себя, с людьми, с аудиторией, с любовью, с нежностью, с гневом, с чем угодно, то есть выдавать эмоцию и состояние под задачу, не просто я спонтанно самовыражусь, как хотят, пусть уходят, дураки, значит. Нет, а умеешь ли ты контактировать, чтобы твоя цель, твоя задача была реализована. Вот, тридцать восьмое, душепопечение и отношение с деньгами, это то, с чего мы, о чем мы говорили на круглом столе. Душепопечитель и творческий человек с энергией денег должен дружить, коммуницировать и уважать им. Конечно, впереди творчество. Кто же говорит, что творчество, но творческий дух, это часть пространства, энергия земли, энергия денег, энергия адекватного обмена это необходимейшая вещь и здесь что-то, если мы ее отгоняем и считая чем-то низким и пошлим, и мы не бизнесмены, мы высоким занимаемся. Нет, дорогие друзья, едите вы еду за те же деньги и, кстати, лекарства покупаете от коронавируса, в том числе, вот, за те же денежки, за которые бизнесмены покупают яхты. Дело не в том, что они, не во главе эти деньги, а в том, чтобы найти им пространство в своей душе, а не выталкивать, иначе у многих творческих людей, да у семьи поразвалились, и у духовных людей, духовность, творчество. А такая жена приходит и говорит, слушай, нужно новые эти памперсы покупать, у нас деньги-то будут в этом месяце или нет? Вот. Поэтому 38-я тема, 39-я, это преодоление эмоционального выгорания, психотерапии, других помогающих профессиях, думаю, актуально, особенно для тех, кто больше не с картинами работает, не с музыкой, а с людьми. И, например, там на сцене где-то ты работаешь, то есть, это же, Иван Варапаев говорил, это стресс, вот, как ты восстанавливаешься, как ты набираешь энергию, как себе источник энергии открыть. И 40-я тема, продвижение себя на рынке психотерапевтических услуг. Итак, этот, да, этот курс, вот, смотрите, он же как, в чем красота его и глубина, он пройдет. У меня, да, смотрите, это все недели, учебные недели. В неделю, по четвергам выходит, я, я, позвольте сразу объясниться, я не рекламирую сейчас курс, хотя, это необходимые последствия этого эфира, никуда не деться. Я говорю о методологии. То есть, свой огроменный опыт, который у меня не вмещается вот здесь, и я в YouTube его просто сливаю, чтобы тут не носить все время с собой. Вот. Свой огроменный, да, я просто выложил в этот курс, и какие-то темы для меня уже неактуальны. Понимаете, в чем преимущество онлайн-курс? Но, когда я, то есть, ну, когда я записывал те или иные темы, они для меня просто горели. И вот в этом горящем, пылающем состоянии он весь и сделан. Знаете, вот, когда какая-то тема была интересна, а потом, ну, потом, побах, тебе уже неинтересно. А проводить опять надо. Вот в этом преимущество онлайн. Я там, ну, выжил самые такие классные штуки. По четвергам занятия установочные, по теме. Потом, там одно-два занятия. Факультативные знания, по пятнице, там восемь видео. По субботам ответы на вопросы, которые вживую мы делаем через Zoom конференции или здесь, когда люди приезжают. Потом примеры консультационных сессий в формате интегрального душепопечения. То есть, живые примеры консультирования. От меня только мои. Не то, что я там с разных авторов собирал. И по вторникам у нас, по понедельникам примеры консультации. По вторникам это художественный фильм по теме. И вот, когда художественный фильм по теме, который иллюстрирует основную тему, это уже просто, ну, просто такой прекрасный попал. В моем курсе просматривать темы маловато для того, чтобы получить сертификат участника курса. Мне важно, чтобы люди конспектировали. И по результатам сделанных конспектов я смотрю на теоретическую компетентность, чтобы получить практическую компетентность. мы в конце курса делаем сертификационную сессию здесь или по Зуму в случае, если это невозможно будет. Моя задача была поделиться тем, как интегральность творчества и творчество я использую в контексте душепопечительной и терапевтической работы. Мне кажется, за 45 минут я уложился, это было возможно немножко долго, но согласитесь, интересно или нет? Хорошо, что у меня за кадром есть суфлер, который подсказывает правильный ответ и говорит, было интересно, хотя он зауч этого курса. Вот, и теперь ваши вопросы, и вот Геннадий появился, я с удовольствием и от души в диалоговом формате, потому что мне надоело уже говорить со своим изображением в этом в зеркале. А, что называется за базар, отвечать, критерии мастера, они что, четкие какие-то вот прописанные, как-то, и каким образом люди обучаются этим критериям, или они интуитивны, или, да, вот, как они работают, вот, более подробно. Давайте кратенько дам вам критерии мастера. Три критерия таких очень-очень простых совершенно. Очень-очень простых, которые будут, ну, прям для сейчас полезны. Первый критерий, есть ли новая информация в том, что человек говорит. Да, и это вот удивительно, потому что очень многие люди приходят, им, ну, какую-то волну такую запускают, например, там, на сатсангах, например, все есть то, то есть все, ты есть Бог, Бог есть то, самореализация, это отсутствие эго, сам просветление, это когда ты, ты есть то. Понимаете, люди волну такую транс выловят, но они не понимают, что новой информации нет, что они уже все это уже слышат. Они ходят трансовать или кайфовать. Вот, первый момент, критичность к учителям, у меня даже есть на эту тему целое видео, необходимые условия ученичества. То есть, если я, мне оставляется быть право критичным, задавать вопросы к непонятному и, как вы здесь прекрасно это сделали, заставить мастера отвечать за базар. Если он скажет, что могу превратиться в птицу, у меня есть такой дар, вот превратись, давай прям, и мы поверим, что мы тоже сможем. Вот, первый критерий, есть ли новая информация. И здесь есть новая информация геологичность. Если мастер закатывает глаза или говорят, это очень глубокий вопрос. Правда? Вот. Да. Это да. То есть, новая информация. И такого много сейчас. Мне же приходится так мониторить. Дальше. Добавляется ли мне ощущение энергии? Вот если мастер, прям мастер-фломастер, прям посидишь, пришел, прям хорошо так, прям чувство какой-то необусловленной ценности, любви, ну, какой-то вот наполненность. Вот это ключевое слово, наполненность. Вот я помню, когда я ходил на сатсанге к Григорию Померанцу и Зинаиде Миркиной, вот они два глубоких старика. Они сидят на сцене, полный зал народу, тесно, но чувство наполненности, как будто наполняешься каким-то, ну, таким, как разреженным озоном просто дышишь, как в горах находишься и потом в метро не можешь зайти, потому что вот кажется, у тебя такая грудная клетка и тебе турникет не пропустит. Вот, наполненность, вот, показать. И третий, что происходит с самооценкой человека. Да. Если это мастер, то его такое послание, которое можешь не озвучивать, у меня получается и у вас получится. Если это, ну, самоутверждающийся какой-то человек, который, ну, пытается себе или людям доказать, что он, что он крутой, он вот так вот у меня, а вы приходите, я буду вам рассказывать. То есть, вот, вот, чем мне нравится, вот, например, там, не знаю, это мастера, вот Таня Мужицкая, Вадим Демчок, вот, они сразу же любому человеку дают состояние равностности. Они не держат вот это вот я, я ж Демчок вообще-то, да, а вы малявки-то. Нет, вот такая равностность сразу есть, сразу дружественный контакт, сразу принятие, контактность и так далее. Вот это для меня критерий. И мы можем, конечно, еще и дискутировать о других критериях, но прецедентом этого разговора является открытая тема, а не то, что у меня есть критерий правильный, а вам придется им поучиться. Это будет тогда по третьему варианту. Поэтому это прекрасный повод для дискуссии. И более того, тут не то, что повод для дискуссии, а я бы сказал, что это некая такая достаточно болезненная точка, потому что много в Бразилии донов-педров называться мастерами, терапевтами, наставниками, гуру, там, ой, беда, ой, беда. И что происходит? Просто люди, ну, например, приходят ко мне после кого-то, и мне после этого хорошо, что нету ничего, чем можно было бы этого кого-то стукнуть. Просто даже не стукнуть, я не знаю, что делать. Потому что просто кошмарные вещи какие-то происходят. более того, вот вы затрагивали эту тему про продвижение, что зачастую продвижение или продвинутость вот в этом смысле, она заменяет качество, и она его меняет. Вот. Да, я даже не буду называть имен, но человек, там, например, у которого один прием стоит от 85 до 120 тысяч рублей, и люди, которые к нему имеют возможность пойти за эти деньги, потом приходят и говорят, блин, какие-то банальные вещи, говорят. Подпишел, а человек за это все говорит совершенно вот очевидное, вот, по-первых, где новая информация, мне говорит то, что я уже знаю, да, и что, и зачем я туда, ну, а, так сказать, человек является не мастером, который открывает что-то, меняет что-то, трансформирует и исцеляет, да, он является шоуменом, который себя так хорошо показал почтеннейшей публике, что публика пошла. И вот тут вот, вот эта вот тема, что я снимаю и записываю видосы, да, и вот в этом видосе это просто вот я, я просто себя показываю, как показ и борьба. Больше показывать, борьба. Я даже показывая себя, я не то, что борюсь за свое место под солнцем, да, я, может быть, борюсь, вот вопрос, который прилетает постоянно, что делать, ведь действительно много в Бразилии донов-педров и как вот, да, быть просто, вот быть собой, себя показывать и люди разберутся, как. Да, да, дураков нет, ну, а если кому-то, понимаете, тут дураков, не, дураков нет, люди разбираются, иногда это стоит времени, денег, но как-то вот где-то полегчало, помогло и даже эти прекрасные шоумены из адвайты, из сатсангов, из каких-то бизнес-тренерских курсов, понимаете, вы говорите, к вам приходят, вот, и приходится, и хочется стукнуть, моя терапевтическая стратегия такая, если ты, то есть, бережно узнать, что там хорошего у человека было, и аккуратненько провести дальше за ручку, как только человек начинает рубить свое прошлое, например, терапевтическое, религиозное, и говорит, это бессмысленно потраченные годы, мы поддерживаем в нем механизм обесценивания, ты был где-то, например, в каких-то Харе Кришна, или ты был в каких-нибудь, например, каких-то там тусовках по употреблению яхуаски, на здоровье, хорошо, сейчас ты не здесь, сейчас ты со мной, что там было ценного, хорошо, вот это вот, а ко мне зачем пришел, вот за этим, за этим, за этим, давай потихонечку над этим работать, и я понял, что люди, которые из предыдущих систем, или от учителей, уходят с обесцениванием и неблагодарностью, они повторяют этот, повторят этот сценарий и с нами, поэтому потихонечку мы ведем, просто давая то, что у нас есть, но не пропихивая, не запихивая, а так, что вот смотрите, вот у нас такой-то ресторан, вот меню, чего заказывать будем, вот, и с одной стороны, с другой стороны, тем самым формировать вкус и больше осознанности, в том числе и к людям, которые позиционируют себя как учителя. Ну да, вот как бы есть такая народная мудрость, что достаточно маленького казаченко, чтобы привезти коня к воде, но и весь взвод казаков не заставит этого коня пить. Да, 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 да. Если мы просто вот, к нам, и вот то, что я сказал, я хочу тут сделать оцен, что мне, конечно, хочется стукать, но клиент об этом не знает никогда. Вот, то есть я беру, так же, как сказано, берем. Да, да, конечно, я понимаю, при этом я понимаю, о чем вы, потому что, так или иначе, ведь и духовные учителя, и психотерапевты, они, и религиозная система, они проникают в наши хрупкие, такие структуры глубинного мира, и там, если человек от какого-то этапа, или человека, или персонали, или мировоззрение в своей жизни отсоединяется, вот здесь, это нейрохирургия, чтобы все хорошее осталось, а вот эти вот проросшие корешочки, вот, этой гребницы, аккуратненько отсоединить, но оставив все хорошее. Я видел людей, которые уходили, в частности, из религиозных систем, обесценивали все, и у них по этике был там провал на минус 99 уровень. Вот, поэтому это очень аккуратненько, и поэтому интегральность здесь, в том, чтобы все, даже муж-газлайтер, или женщина-тиран, с которой человек разводится, ну, вот в этих самых пресловутой фразе донести ее из сердца, чтобы в этом было какое-то удивительное научение. Давай ценные возьмем, вот, и пойдем дальше. Да, интересная такая синхрония, потому что совпадение, потому что вот вчера я делал доклад, и в нем тоже, что любая проблема является задачей. Да, эту задачу нужно решить, получить зачет, да, и дальше, как бы, диплом мастера жизни выдается. Зачет ты сдал. Вот, так что вот так. Тут, в этом чате много благодарностей, много, как бы, такого позитивного фидбэка. Вспоминаю фразу «Я зависим от… Я зависим от…» «От обратной связи!» «От обратной связи!» На самом деле, подчеркиваю, это абсолютно правильное… Вот иногда люди оценивают что-то, именно оценивают как зависимость, и начинают это относить к каким-то плохим, то ли качествам, то ли привычкам, то ли… А на самом деле, вот эта вот зависимость от обратной связи, она абсолютно естественна. это то, о чем мы на круглом столе, да, потому что нужна реализация. Если твой «я», твой креатив не реализован, то кому, извините, он нужен, это тогда это не про любовь, это не про развитие, это вообще непонятно про что. Он даже, наверное, не про креатив. И верно, верно, и при этом, понимаете, у творца, человека творящего, зависимость от обратной связи важна как отклик, находит ли это, ну, ну, вот, находит ли это, служит ли это людям, помогает ли им, созидает ли их. Но это не определяет мой творческий поток. Поэтому это очень-очень важно, потому что иногда ты начинаешь петь одну и ту же песню, и потом думаешь, ну и прокатит, и творческий поток останавливается, потому что тебя с этой песней всюду приглашают, хлопают за ней и так далее. Здесь задача такая очень-очень важная, что мой творческий поток, мое творческое проявление не определяется этой обратной связью, но она мне помогает быть более точным, более слышащим, более чутким, более точно строить коммуникацию с разными людьми. Это как, да, у нас было вот это про любовь, да, то есть, если ты даешь миру любовь, ну вообще, конечно, ты будешь хотеть взаимности. Так, по-честному, да. Так что тут все, как говорится, нормально. Огромное спасибо, тут много всяких других, не только моих, спасибо, но и спасибо, которые прилетели от наших участников. Мы завершаем нашу встречу Евгения, Евгения, и следующий у нас Евгений. Женя, привет, я очень рад, Женя бывал у меня в гостях, привет, привет, Женя, передайте тут бабушки, бабушки, дедушки, тут достаточно молодые, но я специально перечислю, что про тебя, то есть, молодость, это не отнюдь не про то, как я говорю, иногда возраст, это опыт, а молодость, это отнюдь не про отсутствие опыта, компетенции, разных грани деятельности, Евгений, главный редактор интегрального электронного журнала Эрос и Космос, ответственный редактор по России электронного журнала Integral Leadership Review, соведущий основатель проекта Холосценденция, основатель и соведущий курс по интегральной медитации, основатель проекта Интегральное пространство, основатель ведущий онлайн проектов член консультативного совета компании Rare Now, член нашего президиума и член Ассоциации по развитию культуры и осознанности. Проводил семинары, мастер-классы в России, Швеции, Каталонии, Беларуси, Украине и Эстонии. Так что, Евгений, тебе слово и я надеюсь, что оно будет очень интересным, полезным, занимательным и допоминающим. Спасибо, Гена. Я тоже надеюсь, меня слышно? Да, слышно. Ну, отлично. Ну, можно погромче, потому что слышно достаточно тихо. Ну, я сейчас переключусь на другой микрофон, может быть, лучше будет. Вот сейчас, например, как меня слышно. Намного лучше. Намного лучше. Ну, хорошо, вот буду таким микрофоном пользоваться. Я сейчас немножко в походных условиях, поэтому прошу извинить за звук на фоне. Ну, вот, собственно, можно начать, да. Наверное, уже. Так, сейчас как мне тут переключить на вид, чтобы видно было хоть что-нибудь еще. Вид галереи. Экрана внизу. Да, да, вижу. Нет, у меня нет никакой демонстрации. Тема моего выступления «Лики красоты в интегральной психотерапии, интегральной медитации в холосценденции». Подзаголовок «Вершинные эстетические переживания в целительных трансформациях сознания». Ну, собственно, и все. На этом можно было бы, наверное, завершить мой доклад. Уже в названии все содержится, что красота проявляется в интегральной психотерапии, в интегральной медитации, ну, и в холосценденции, как отдельно из таких мета-подходов, которые мы используем. И введение в этом своем, не знаю, выступлении, это термин пиковый эстетический опыт. То есть, вы знаете, Абрахам Маслова был такой психолог, удающийся основатель гуманистической психологии, основатель, ну, сооснователь гуманистической психологии, сооснователь трансферсональной психологии. И он говорил о пиковых переживаниях, о вершинных переживаниях. и он описывал вершинные переживания, как даже не потоковое состояние, а чувство единства и различные интересные бытийные состояния. И вот мы в своей практике, я по образованию клинический психолог, я веду частную практику, консультирую, за вот уже более чем 10 лет практики я провел, или наша команда провела уже больше сотни таких полноценных семинаров и, наверное, еще больше каких-то таких частичных событий, помимо постоянной какой-то индивидуальной практики в плане психологического консультирования, психотерапии. И то, что мы обнаружили, это то, что исходит именно из холосценденции, это роль красоты. Холосценденция это подход, который основал Сергей Куприянов, врач-психотерапевт изначально, который последние 30 лет живет в Хельсинки. Он взял интегральный подход интегральной психологии Коновылбора, объединил ее с различными другими подходами, в том числе разнообразными трансляциональными подходами и разработал такую систему, которая есть как медитация, медитация без медитации, так и здесь система без системы. То есть мы используем самые разные подходы, стараясь улавливать их в суть и находить для людей индивидуальный подход к ним, потому что каждому человеку требуется какая-то своя терапия, в широком смысле какое-то свое целительное присутствие, кому-то подходят одни методы, кому-то другие, поэтому очень трудно и в принципе это особенность многих опытных психологов, психотерапевтов, отход от какой-то одной парадигмы и поиск всегда метапарадигматичности. И именно от Сергея Куприянова я перенял вот этот очень большой подход, очень важный к восприятию ценности проявлений красоты не только психотерапии, но и в повседневности вообще в жизни, но и особенно в психологических процессах и процессах медитативных. Зачастую не принято обращать внимание на красоту или идет отождествление красоты с чем-то поверхностным, какие-то физическое проявление мест или физические свойства людей, но красота она не про это, и как я описываю в своем аннотации к этому докладу или выступлению или спонтанной с импровизированной речи, которую я сейчас с вами делюсь, красота это универсалия, которая вшита в фундамент космоса. Эта позиция вы, наверное, уже узнаете, позиция интегральной философии киновыбора, переводчиком книг, которого я являюсь. То есть я вот перевел у кого, я не помню, сколько, восемь, наверное, книг, и еще, надеюсь, буду дальше переводить Виллпера на русский язык. Это новая волна переводов, которая началась где-то примерно десять лет назад. Это большая тройка, восходящая к Платону на самом деле. Платон, он говорил об истине, благе и прекрасном, или истине, красоте и добре, например. То есть разные варианты этой тройки есть. И у Виллпера они раскладываются на четыре квадранта, но здесь я не буду вдаваться в эту проблематику четырех квадрантов, просто остановлюсь на одном моменте, что исходная философская позиция, которая вероятно помогает и психологам, практикам, и психотерапевтам, это позиция, которая распознает присутствие встроенности в космос, в фундаментальной грани космоса вот эти три момента. Истина, то есть истина с чего-либо, то есть высказывание, действие, знание, благо или добро, то есть насколько мои действия, которые я делаю, насколько действия, которые я выполняю, они справедливы и насколько они заботятся об окружающих. Но третий момент красота, если я не красоты, она как бы скользает, она неопределима, то есть я вижу ее, я ее воспринимаю, но вот эта идея красоты платоновская практически и конкретной формой красоты, эта идея выливается в совершенно разные формы, но когда мы видим эту красоту, то во всех многообразиях форм индивидуальных просвечивает какой-то единый лик вот этой вот красоты. и когда вот вы работаете в процессе прояснения каких-то теневых вопросов, ну что такое тень? тень это любые вещи, которые мы вытеснили из своего сознания, какие-то переживания, какие-то даже сценарии, которые мы автоматически навязчиво повторяем. И соответственно часто психотерапию называют работой с тенью, ну по крайней мере для того, чтобы объяснить про что это такое, потому что не всегда люди согласны идти на психотерапию, но когда людям объясняют, что такое работа с тенью, что вот есть тень как некий в широком понятии, сам термин введен юнгом, но как Вилбер это описывает, тень это любой вытесненный материал, любой бессоннательный материал, который во мне есть, но который я в себе не признаю, и он являет себя в других людях, то есть я конечно не злой человек, но вокруг меня злые люди, например, такое типичное теневое высказывание, во мне не на грант злости нет, я вообще даже не могу выразить злость, во мне это нет, это запрещено, но вокруг все вокруг такие люди очень злые, вот типичная проекция например энергии гнева, и так любые качества человечества, это могут быть позитивные качества, я добрый человек, то есть какие-то люди не считают себя добрыми, они вокруг окружены добрыми или мудрыми людьми, но в себе они мудрость не признают, то есть там могут и позитивные качества у них. И вот когда вы работаете с такими теневыми процессами в контакте, в рамках вот этой парадигмы, которую мы развиваем, это парадигма медицины, или созерцание как отношение к жизни, не как чего-то, какого-то упражнения, которое вы выполняете с закрытыми там глазами, с открытыми, неважно, как физические упражнения, там медитация, как нормальная сессия, а как просто отношение, естественно, отношение к жизни, и каждый момент коммуникации, когда вот материал ткани вашего восприятия, он начинает быть, мерцать, преображаться, возникает какие-то спонтанные вершинные переживания или пиковый опыт, возникает спонтанные, просто неопосредованными ничем или опосредованными медитацией измененные состояния сознания. В этот момент вот это ваше восприятие начинает колебаться, как интересный антрополог и писатель, может быть, даже писатель-фантаст, но вполне себе практические вещи написал Карлос Кастанеда, называл это точкой сборки, то есть точка сборки начинает быть более гибкой, более подвижной, колеблющейся под волнами жизни, наподобие, помните, как у Тарковского, Андрея, в его солярисе, там водоросли такие вот вот так качаются и вот так же вот это жестко зафиксировано наше восприятие жизни, своих проблем, своей жизненной истории, она начинает как бы вот так вот колебаться и обретает какую-то жизнь, освобождает какие-то потенциалы и постепенно, если вы занимаете вот эту созерцательную позицию и обучаете, допустим, людей, с которыми вы работаете, тоже поддерживают эту созерцательную позицию, позицию присутствия, можно даже назвать следуя за оттошармером, это чувствующим присутствием презенсии по-английски, начинают слой за слоем и реально себя являть, то есть ваш межсубъективный опыт с человеком вдруг обретает даже не четвертое измерение, а многомерность, то есть многомерность начинает раскрываться из мгновения в мгновение вот прямо из настоящего, и когда она раскрывается и вы проходите через какие-то процессы, здесь зачастую это процессы очень болезненные, встречи с какими-то утратами, травматическими переживаниями, которыми наша жизнь в принципе наполнена, испоминание, припоминание какой-то своей истинной сути, которая предсуществовала вот этой вот даже травматики и предсуществовала каким-то личностным структурам, которые тоже важную роль играют, начинает сиять сама вот эта реальность и ее глубокая глубинная простота. И эта глубинная простота, она не противоположна сложности и не противоположна даже мыслям, то есть это, конечно же, чаще всего это состояние безмолвия, глубокого безмолвия, но это безмолвие, оно возникает даже в процессе разговора и коммуникативного сердечного контакта, соприсутствия, и в этом сердечном контакте и соприсутствии вы и человек, с которым вы соучаствуете в этой идеологической терапии или просто взаимодействии, или мы практикуем, например, коммуникативную медитацию, то есть медитация не то, что мы делаем со стенкой, по крайней мере, не только со стенкой или там с пейзажем за окном, но и то, что мы можем практиковать, выступая там в интернете или работая как-то с людьми и взаимодействуя с людьми, общаясь с близкими даже. И вдруг вы начинаете замечать какой-то искрящийся луч, сначала это может быть даже надежда, какая-то надежда на то, что вот это морок, который меня мучил очень долгое время, что он сейчас вот, как будто бы я начну прозревать сквозь него какую-то истинную суть, зачем мне неспослано это страдание, например, или что оно, чему я могу научиться. Но вот за этой надеждой, которая может являться, может не являться, какой-то глубокий слой, может, если вы заметите своим восприятием и в со-резонансе, в со-резонирующем присутствии сможете его отметить и к этому дать его место, возникает нарастающая волна красоты. Все начинает просвечивать сияющей радостью даже эстетической формы. И даже какая-то форма печали начинает обрамляться вот этим вот сиянием красоты и глубокой загадки, глубокой тайны. а откуда мы вообще идем, что мы здесь делаем, почему, вообще, как мы вообще дошли до жизни такой, вообще, как мы смогли выжить и дожить до вот этого момента в 2020 году, то, что сейчас происходит, еще не уничтожив себя, то есть, все мы ожидаем, что мы из момента в момент готовы уже эту ядерную кнопку нажать и что мы все там самоликвидируемся, а нет, все равно, как бы мы вот здесь, как Рамдас, у него книжка вышла, вот он, одна из последних или последняя, still here, то есть, все еще здесь, то есть, мы все еще здесь, и вот эта красота, она как будто бы подсвечивает тайну того, что все не обусловлено этой жизненной историей, все не обусловлено какими-то нарративами, которые мы себя рассказываем, и все не обусловлено даже вот этими драматическими переживаниями, которые поднимаются, которые важно ассимилировать, важно проживать, но если вы имеете доступ, если вы уловили, как, не знаю, как, опять же, если обратиться к Кастанеде, он вел вот такой термин сталкинг, сталкер как тот, кто выслеживает, усматривает, но и как охотник, который сидит и ждет, где выискивает, где же сидит фазан, каждый охотник желает знать, да, и вот вы, как такой рыбак, вы вдруг тянете эту рыбку и ее ловите, то есть рыбку красоты, и поскольку это единовластие вот этих трех частей, красота, благо и истина, то вместе с красотой вдруг обнажается и правда жизни, если вы это целостно делаете, поддерживаете это вот в соприсутствии и в развитии вот этой культуры взаимодействия и правда как истина того, что происходит, да, это было, да, это есть, и эта правда, соприкасаясь с этой ускользающей красотой, я начинаю смиренно, мудро принимать эту правду того, что есть, и уже эта правда освобождает меня, и освобождается соответственно, такое коммуникативное взаимодействие, в котором это правда проявляется, оно тоже имеет освобождающий лик, но это все звучит, конечно, немножко абстрактно и поэтично, но в реальности вы умея, как, допустим, как специалист, как психолог, как практик, как терапевт, или, не знаю, инструктор медитации, например, если вы умеете раскрывать двери восприятия спонтанно, поддерживать такое медитативное отношение свое, и работая не только вот с чистым присутствием, но и с миром формы, с восприятием форм, то есть восприятием всего, что мы воспринимаем, в том числе и концепцием, то вот лицо человека или людей, с которыми вы работаете, лицо, и вся их фигура, и все их воплощение и сонно бы преображается в вашем взоре, и вы начинаете видеть вот эти вот тихие, безмолвные экспозиции, красоты, как будто бы вы сейчас находитесь в самом прекрасном, волшебном из музеев, вот этой вот текущей нынешней реальности. И ссор резонирует с этой красотой, тихой печалью, например, или тихой радостью, или может быть очень громкой радостью, что угодно может быть. Вы как лодочник, вот этот хором, помогаете переплыть эту реку и оказаться и себе, и людям, с которыми мы в контакте во вневременном присутствии вот этих вот фундаментальных истинных, грани реальности, которые условно так обозначены красотой, истиной, главным. То есть вот этот какой-то трансперсональный аспект, который возникает не просто, когда мы в какое-то состояние входим, хотя это помогает, и не тогда, когда мы дозреваем до этого, а он на то и есть, что он трансперсонален или надличностен, что он не сфабрикован, не сконструирован в каком-то смысле. У него есть поверхностная форма, которая проявляется разными образами, но сама вот эта сама суть, которая обнажается, она воспринимается вами как нечто незыблемо, грандиозно присущее мироздание. И можно разные философские рассуждения делать об универсальности этих переживаний, какие из них культуры сконструированы, какой там релятивизм, все такое. Но само переживание этого опыта в правильном фреймворке, в правильной системе координат приводит к целительному процессу. И вам легче что-то отпустить и человеку, и людям, с которыми вы взаимодействуете, потому что зачастую мы переживаем, что нам долго не дается, не поддается как-то вот эта красота, или мы долго не чувствуем добро жизненное, или не видим вот этой правды жизни, истинности. Вдруг, когда что-то начинает приподниматься, являть какую-то свою внутреннюю суть, практически всегда является каким-то целительным опытом не только надежды, но и контейнера или вместилища, в котором может происходить процесс исцеления. Я теперь знаю, ради чего мне переживать этот трудный опыт, ради чего я тут проживаю эту дыру внутри себя, в сердце или в животе, рюкзак со школы ношу свой, постоянно ношу этот ранец, шея у меня давится, ради чего мне это переживать и умирать в этом опыте, чтобы обрести что-то, что неведомо, потому что мне там может даже кто-то говорить, что там что-то есть за этой гранью, за этим краем, за этим краем, вокруг которого я танцую, но очень трудно на это решиться до тех пор, пока вдруг я не вижу проблеск в глазах другого, вполне это аутентичный проблеск, я это вижу, ты видишь, мы видим, и эта красота сама себя являет нашим взаимным опытом. и если вы работаете со своим сознанием, то есть это важный принцип интегрального подхода, что нельзя работать с сознанием других людей, не трансформируя свое сознание, и если вы проходите через вереницу этих трансформаций сознания, то постепенно вы начинаете приходить к видению, во зрении, в котором вы все больше и больше видите все присутствие вот этих универсалей или трансцендентарий как истинная красота блага или прекрасное далеко прекрасное доброе истинное или какие-то другие драгоценности то есть в разных традициях разной драгоценности Уилбер подчеркивает их по некое сходство что например три драгоценности буддизма в которых практикующий принимает прибежище практикующий буддизм буддадхармасанха они соответствуют вот этим граням или этим квадрантам например красоте истине и добру или благу и Уилбер в своей работе свадьба рассудка и души рассматривает эволюцию учения Эммануила Канта то есть он написал первую критику критика чистого разума и она посвящена пределам и запредельному нашего когнитивного познавания нашего научного аналитического мышления дальше он написал работу критика практического разума да мы тут с вами что-то обсуждаем какие-то истинные высказывания действительно ли мы делаем добро поскольку мы существа воплощенные и воплощенные в человеческом содружестве то вероятно даже не истина является самым главным критерием деятельности а добро благо как сказал Уильям Блейк в переводе Маршака он немножко по-другому сказал но Маршака тоже хорошо правда сказанная злобно уже отъявлены подобно то есть если вы говорите какую-то истину правду матку рубите в глаза но не учитывайте этот контекст доброты то ваша правда и грош цена тем более что вы же не Господь Бог что вы абсолютно правдой обладаете и действительно ли правильно говорить там шестилетнему ребенку правду которая доступна там 50-летнему или там 70-летнему человеку то есть есть уровни зрелости уровни развития состояния сознания контекст искусственные средства вы используете и третья критика которую написал Эммануэн Кант Эммануэн Кант это критика способности суждения и она посвящена эстетике и Вилбера отмечает что в этих трех критиках он по сути задал парадигм для трех волн сознания и культуры то есть критика чистого разума это такое основание модернистской волны критика практического разума это основание постмодернистской плюралистической волны где мы очень сильно озадачены тем чтобы устраивать свой мир и свой социальный мир справедливым образом и заботливым образом но критика способности к суждению она закладывает по мнению Вилбера основание интегрального видения интегральной волны сознания и вот этот синтез он невозможен без завершения вот этого вот круга то есть если вы только лишь работаете из измерения истины и добра или блага то чего-то не хватает только лишь вот эта троица священная истина блага и красота она создает достаточный вот такой вот мощный фактор влияния который воздействует видимо более трансформирующим образом чем те ситуации которые не менее целостны то есть весь интегральный подход особенно когда он задействуется с позиции вот этой интегральной волны сознания он про создание сотворения все больших целостностей или цельностей и про распознавание цельности уже существующих и постепенно интегральная волна может уступать место трансперсональной волне сознания в которой вы не размышляете по поводу или там не видите это как-то отстраненным образом как бы очень метасистемно метапарадигматично что очень хорошо это гораздо лучше чем видеть это менее целым образом но вы на самом деле проживаете эту цельность бытия в своем существе во всех его множестве измерений то что открывается и через трансперсональные состояния сознания и через трансперсональные структуры сознания вот и мы обнаружили что и в индивидуальных процессах и в групповых процессах если возникает вот этот синтетический момент красоты и вы поддерживаете вот это вот включение всех квадрантов или хотя бы всех элементов ну не хотя бы это большая вещь всех элементов большой тройки красота добро истина то как будто бы возникает исполнение времен то есть вы находитесь на пороге где вот это временное и конечное встречается со вневременным невременным и беспредельным запредельным то что Евгений Торченов называл запредельным запредельное оно не отчуждено от этой реальности а как вот в фильмах Андрея Тарковского он начинает сиять через все аспекты реальности в том числе и через эту изломанность моей души надлом надрыв томление тоску и разные другие приятные и неприятные переживания также через радость и вот эта остановка мира когда ваша мысль начинает угасать или она может проявляться но она проявляется как украшение реальности а не как нечто отвлекающее она приводит к схватыванию какой-то самой полной сути единства вот этой троицы триады истинной благой прекрасной вот эти всех все четыре квадранта начинают сиять как единая реальность просто на которую можно посмотреть в этом состоянии радости из разных перспектив восприятия можно посмотреть на это феномен или события или вашу даже собственную сложность с позиции истинности фактов с позиции вашей собственной искренности и вашей внутренней красоты красота в глазах смотрящего или с позиции справедливости и заботы то есть справедливо ли то что вы делаете справедливо ли то что с вами происходило и вы делаете очень четкие правдивые суждения и это также помогает то есть как в когнитивной психотерапии зачастую работа ведется не столько с вот этими внутренним многообразными переживаниями феминологии сколько с вашими верованиями убеждениями когнициями когнитивными оценками это очень важный момент он не весь но он очень значимую роль играет красота спасет мир в этом смысле она спасет мир потому что она цельно может соединять в себе благо и истину если же красота отпадает от этого его единства то конечно же она может деградировать и впадать в свои нисходящие формы и происходит вот это нисхождение вот коллапсирование поверхностной формы красоты но опять же красота глазах смотрящего если мы можем с вами выстраивать культуру подлинно интегральную цельную культуру созерцания то есть интегральная теория это не умствование это просто неправильно понятое понимание интегрального подхода теория по-гречески означает созерцание то есть это целостное миросозерцание целостное мироощущение и в этом целостное мироощущение есть какие-то универсалии какие-то системы координат которыми вы можете пользоваться уже прямо сейчас и постепенно врастать как будто бы в само сердце реальности в само сердце космоса и чувствовать свою словно бы даже единоразмерность со всем космосом то есть вы не ваше отдельное я как бы единоразмерно отдельное я это как цветочек который обезболвствует в этом просторе бескрайнего неба ваше сущностное подлинное истинное я которое и я то не назовешь но оно в сердце бытия и вы все больше и больше к ним привыкаете оно начинает совозникать как весь этот опыт все эти переживания и измерение красоты оно постоянно лучится искрится сияет и есть возможность у вас вместе с людьми с которыми вы работаете взаимодействуете сооткрывать совместно открывать эту красоту она принадлежит никому-то отдельно она является интуицией красоты она доступна всем нам и можно рассматривать ее так же и как линию развития которые мы просто развиваем постепенно все более и более тонкие и всеобъемлющие трансцендентные формы вот этого сияющего лика космоса мы получаем возможность узнавать распознавать часто знаете вот это видение красоты это словно бы узнать своего старого товарища своего старого друга где-то вы идете по рыночной площади или там по улице и вдруг вы узнаете да я тебя я же знаю и тут то же самое происходит это узнавание красоты которая неотъемлемо является вашим собственным ликом ну и ликом всего мира и вот это взаимодействие когда вы разделяете красоту вот это подлинное чудо и мистика и терапевтических процессов психологических тренинговых процессов то есть по сути все дороги как сказал Пабло к тому чтобы донести кто мы есть друг другу как бы явить себя то есть на самом деле подлинное освобождение возникает когда мы имеем возможность явить себя в своем истинном потенциале в своей глубине и уникальности чуткости ранимости невинности умудренности самыми различными проявлениями своей относительной жизни ну и какими-то проявлениями абсолютной жизни которая безраздельно в нас всегда находится потому что мы являемся просветом то есть как дистанциалисты говорят как любят Уилберг в последних своих работах описывать мы наше сознавание наше бытие в мире это просвет просвет бытия просвет бытийности открытость и если мы чувствуем что есть где-то границы в этой открытости они есть как формы но они начинают просвечивать они фосфорицируют так они такие вот translucent по-английски по-слову они как бы мерцают и если вы сможете работать со своими восприятиями таким образом что они больше не забетонированы не зацементированы а являются более гибкими гибко проявляющимися то вот это вот видение и проблески красоты и различных других граней они все больше и больше будут являться вам ничего не нужно делать на самом деле в том смысле процесс медитации вот например занимаемся с интегральной медитацией процесс колосценденции даже целое название думали целостному охвату и восходящего и нисходящего процесс душевного исцеления психотерапии он требует для нас как проводников вместилищ от этого происходящего отказаться полностью от делания от работы то есть там где мы работаем мы как бы работаем впрочем лица своего и все еще остаемся в состоянии изгнанных израиль но если вот в это мгновение ваш клиент или ваш собеседник может вас научить потому что релакс расслабься отпусти не делай ничего позволь жизни являть себя через все вот эти чудесные грани вашего взаимодействия все остальное не протився я знаю да да все в порядке вдох выдох ну вот какая-то чудо спонтанности происходит спонтанности сознания которое так красиво которое так замечательно красиво говорил Василий Васильевич Налимов выдающийся отечественный рыцарь гностик мистика анархист спонтанное сознание является нашей неотъемлемой сущностью и в этой спонтанности в этом едином вкусе всего что возникает измновения мгновения то что возникает неизменно являет себя глубокой красотой даже если вы как Андрей Тарковский снимаете странный вагончик обшарпанные стены гайки болты вообще все что у нас в обыденном сознании ассоциируется с какой-то бедовостью и разрухой то же самое кстати говоря про наше прошлое то есть мы же выходим из какого-то своего мрака чулана от своих каких-то как сказал Джеймс Джойс что история это кошмар от которого нужно проснуться то есть мы просыпаемся от кошмара от своей истории но тот же самый кошмар он являет со всеми этими коллективными травмами которые мы сейчас много обсуждаем которые очень важны он являет какой-то иной если мы можем немножко сдвинуть перспективу ее расширить сделать более всеобъемлющей и увидеть что присутствие этой триады этой святой троицы красоты блага и истины оно всегда присутствовало во всем мгновении даже если мы забывали об этом коллективный морг на нас наступал вдруг в этой панораме бытия вот эти мгновения становятся соразмерной вечности и Вильям Блейк говорил что вечность без ума от творений времени и вот вся наша вот эта история вот это конкретное воплощение нашего этой жизни не знаю есть ли там дальше воплощение или наверное что-то есть но всегда вопрос все это как бы священная свадьбе вот с этой вот вечностью и даже то прошлое которое жестко зацементировано зафиксировано его можно посмотреть сквозь объектив оператора Тарковского и увидеть что ей что-то за этим еще потаенное ну и вот эти переживания красоты как вершинные эстетические переживания они пережевываются и испытываются не только как вспышки мимолетные такого мерцания ну и как состояние плато то есть Абрахам Аслов в конце вот своей жизни он ввел термин плато experience то есть плато переживания вот это плато это длительность не вспышка вершинная вершинного пика а именно что вот это стабильная реализация вот этого состояния это возможно это происходит из практики если вы как специалист помогающей профессии там коуч тоже помогающая профессия кстати психотерапевт врач если вы умеете поддерживать свое медитативное состояние всякий раз когда вы контактируете с людьми которым вы помогаете и становение мгновения помогая раскрываться опыту своей свежести каждый раз как нечто новое и вы пребываете в этом вместе с другими то по сути это способствует выполнять внутреннюю алхимию внутреннюю йогу это помогает стабилизация вот этого переживания оно все больше и больше вливается в вашу собственную жизнь и ваш как вот я сейчас отлучился ненадолго от семинара от ретрита которые я провожу вместе с Татьяной и Сергеем Татьяной Парфеновой и Сергеем Гулинкиным по интеграмме медитации и йоги если вы и там один из участников как раз сказал что для него бизнес это духовная практика то есть всюду где вы взаимодействуете с миром и особенно с людьми и есть вот это присутствие всех терпение реальности и если вы можете открываться для них из мгновения распознать понимаете это не что-то что вы делаете искусственно это как бы и это даже вам не нужно зеркало это прочищать зеркало отражающее поверхность зеркала она всегда здесь есть вы просто распознаете ее из мгновения снова возвращаясь к этой обнаженности красоты не хватаясь за нее не цепляясь и не отталкивая от дыша вдох выдох рождение и умирание изновения мгновения отпускания и впускания всего это помогает переживать это как более стабильный опыт который можно потом постепенно учиться преобразовывать этим опытом как кузница это опыт в гарниле этого опыта преобразовывать свою жизнь в том числе и свою непрофессиональную жизнь бизнес ваше дело ваша работа ваш труд может быть ваша йога в том числе потому что для медитации не нужны никакие условия вся жизнь может быть медитация и сидение в какой-то отдельной позе с каким-то взором куда-то направленным это очень важные упражнения но это еще не все это просто одно из упражнений но это может быть еще и другие способы медитирования созерцания ну и конечно же еще одна вот большой дьявол или большая сатана современного общества либо мы на ней сидим как на героине либо боимся ее как как эта адская сатана это ум и мысли и если вы можете действительно сохранять просторность своего ума то мысли сияют красотой тоже и они приносят большую пользу потому что вы принимаете перспективы разных людей разных существ системных процессов и чем больше вы оттачиваете этот свой когнитивный интеллект линию познавания свою очень важную тем больше феноменов вы можете одномоментно со-чувствовать со-переживать нет ничего что лучше бы развивало когнитивную линию развития чем два упражнения одно из них это чтение книг книги как ресурс информации ничто не заменит и второе это принятие разных перспектив живое принятие разных перспектив диалога вот на этом я собственно вот ленарную часть моего доклада или как там называется я извери огласил я готов если есть какой-то интерактив какие-то вопросы или комментарии взаимодействия читал чат вот там есть вопрос Евгений а вам знакомы труды наших философов современников откроешь чат да сейчас сейчас я смотрю надо чат мне не знакомы эти труды но я стараюсь ознакомиться когда будет возможность спасибо это Нижникова и Лукьянова труды философов современников а больше вопрос сейчас посмотрим как перед о читай как передать знания этих как передать знания этих состояния миллионам и надоле хорошего просто ну трудом своим то есть никак с моментальной вспышкой что было такое в нашем грубом мире это не происходит наша грубая сфера она запаздывает поэтому нужно как бы в каких-то тонких состояниях сознания распространять это каким-то образом не знаю если вы работаете с таким пластом реальности но наши вот этой обыденной реальности в которой мы пребываем которая единосущна в каком-то смысле с этими над мировыми переживаниями или состояниями нужно строить дома дороги ремонтировать распространять знания думать много тоже нужно создавать организации компании сообщества это постепенно будет передаваться от сердца к сердцу из поколения к поколению скажи пожалуйста про последнюю переведенную книгу разрекламирую последняя переведенная книга знаете я вот последняя переведенная книга она будет изгнана как мне сказало издательство в 2022 году то есть только через год называется это религию нафтамуру по-английски лиги будущего это 800-страничный труд киновыбора я ее пока рекламировать не буду очень мощная работа она про он там рассматривает не столько как бы как обычно бывает у Кена его название его книг они немножко такие какой-то один аспект освещивают на самом деле он как бы всегда что-то и про свое и про все одновременно там он рассматривает дисфункции уровней сознания вертикального развития зрелости то есть нужно уметь отличать уровни зрелости и состояние сознания это очень важно потому что мы пребываем в высоких состояниях сознания если у нас личная зрелость мы ее не развиваем в разных линиях развития это практически приводит часто даже и к беде и в состоянии сознания тоже могут быть разные дисфункции он это анализирует с точки зрения аддикции зависимости привязанностей и аллергии того что мы отторгаем материал каждый уровень сознания каждое состояние сознания можно отторгать Мы можем очень сильно привязаться к этим каким-то высоким состояниям сознания и свысока смотреть на этот весь мир, на все его товарно-денежные взаимодействия, и это тоже симптомы аллергии. В этом смысле очень помогает здоровая психотерапия, как философия, тому, чтобы по-настоящему принимать эту реальность и понимать, что для высоких состояний совершенно не обязательно какая-то излишняя аскеза. Хотя аскеза тоже где-то может помочь. Аскезы тоже бывают разные, да? Да, аскезы бывают разные. Вот у нас в следующий день начинался с доклада очень хорошего доктора-нарколога и трансферсионолога Марса Сары. И он рассказывал о различных психоактивных веществах, которые отнюдь не помогают, но люди привязаны к ним. Вот, и поэтому вот, например, вот такие вот зависимости можно и освобождение от них можно установить. Ну, например, как очень опасный наркотик, тяжелейший наркотик алкоголь. И один из тяжелых, тоже очень опасных, от которых миллионы людей умирают, никотин. Ну, не сам никотин, а табак. Потому что там не только никотин, никотин как бы табак. То есть два таких наркотика, один вызывает буквально физическую, физиологическую зависимость, другой тоже вызывает физическую зависимость, но еще там психологический очень сильный аспект. Это два таких компонента, которые до сих пор разрешены, которые убивают миллионы людей. И мы как бы... Мы, когда они в окно пойдут. Это все правильно. И на самом деле надо прекрасно понимать, что любое вот то, от чего мы будем отказываться в аскезе, это не должно быть, ну, как бы вот такое горе от ума. Да, или как бы многознание у него. Вот, вот это вот. Это должно быть, ну, каким-то мостиком на том пути, по которому мы следуем. Абсолютно естественным мостиком. Женя, я вот устно хотел задать вопросы, может быть, даже тему, чтобы как-то вот оставшееся время, может быть, это всем будет интересно порассуждать. Вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, в чем вот эта особенность страсти Вилберг, то, что движет им во всем этом, что нам известно как интегральный подход? Ну и, соответственно, это может нам помочь понять, а в чем же уникальность интегрального подхода? Почему он стал так всем интересен? У меня в Институте философии матерый доктор на ух, о, Вилберг, и мы знаем восторженные отзывы в европейских гуманитарных кругах, американских, что это номер один философ современности там. То есть есть классическая философия, есть фигуры, которые там звезды, и там традиционный философский дискурс. И тут появляется откуда-то окраины транспарсональной психологии, маргинал, который создает интегральный подход, интегральные институты. Там мы помним, как это чуть не развернулось, если бы 9.11 не случилось, то, в общем-то, ему дали уже полмиллиарда на интегральные институты для дальнейшего развития. То есть вот у меня в качестве такой вот затравочной точки я считаю, что вот уникальность Вилберг, наверное, стоит в том, что он не просто, но вот действительно такой хороший профессионал, который умеет читать сложные книги и понимать скрывающийся в них практически элементарный смысл. Соотносить вот эти карты, сложные с реальностью. Вот у него такой дар хороший, он читает. Но он еще артист, у меня такое вот впечатление от личного контакта с ним. Он художник, он умеет выражать, он чувствует все. В этом его дар. То есть в нем есть красота во всем, что он делает. И второе, как известно, духовная практика, он начинал с дзен-буддизма, потом пришел к дзокчен и свыше 30 лет занимается недвойственной традицией, имеет очень большой опыт. Поэтому, когда он говорит в одном вкусе и в других своих более поздних работах пятого периода о недвойственном восприятии. И вот такая отправная точка. Мне кажется, вот на элементарном уровне дело Вилбера, дело интегрального подхода – это прямая демонстрация того, насколько практичным, насколько точным, насколько продвигающим может быть развлечение. То, что называется различающая мудрость. В самых первых книгах он вел развлечения, которые были не общеприняты. И это стало работать практически. И в последующем эта вот карта развлечения, она все более и более уточнялась. Вот отправное слово. Мне интересно твое мнение. Ну да, Кен, если вы ведете, вот ребята сделали такой неофициальный перевод интервью, 11-часовой киновый выбор, «Космическое сознание» называется. Его можно скачать в интернете. С озвучкой там сделали, даже знаю человек, который эту озвучку сам просто оплатил в студии профессиональной. Там есть некоторые с переводом. Димчок бесплатно бы сделал. Он вчера об этом говорил, сколько книг и начитал. Продолжай, пожалуйста, извини. Ну хорошо, да. Ну и там он называется «Космическим сказителем», «Cosmic Storyteller». То есть ты здесь верно уловил, что есть какой-то художественный аспект у этого. Но я думаю, что основная его мотивация, почему он это делает, помимо того, что его прет, кайф. То есть его биография называется «Thought is Passion», то есть мышление как страсть. То есть это страсть, как бы такое, очень такое экстатическое состояние бытия на передовом краю мысли, мышления своего собственного и, вероятно, да, человеческого мышления. То есть те темы, о которых размышляет Уилбер, ну как бы о них мало кто размышляет в этом ключе. То есть он идет в неведомое. Может быть, какие-то изведанные тропинки его не очень интересуют, но вот неведомое его вот как бы заманило, и он его является глашатаем. Но я думаю, что основная его самая главная мотивация – это глубокое чувство сострадания к людям. Потому что, и я вот это тоже вижу, что очень часто мы запутываемся в очень путанных ментальных каких-то своих пониманиях, что к чему, что нужно делать, где там квадранты, где там уровни, где состояния. Мы все это путаем. И мы идем с одним инструментом, применяем, берем микроскоп и забиваем им гвозди. И из-за этого вот наша духовная практика, наша психологическая практика, наша интеллектуальная практика, телесная практика, они все страдают. Мы как какие-то несмышленые, что все время как бы по лабиринту блуждаем по кругу. И вот это вот сострадание, то есть когда вы подключаетесь, дело даже не в том, что там он описывает, а вот эта энергия ясности, мудрости и вот это сострадание, которое через его слово проявляется, она как бы дает прямую передачу. Вот если вот прямая передача бывает от сердца в сердце, то тут прямая передача через вот эти вот книги. То есть если вы правильно читаете эти книги не урывками, а вот погружаясь в какое-то такое вот такое состояние, довольно легко в него погрузиться, то вы как будто бы улавливаете что-то вне ума. То есть что-то какая-то, какая-то сознанивость, которая начинает разворачиваться вот этой вот какой-то мудростью. И вы постепенно, сначала вы временно заимствуете эту мудрость, как бы вот позаимствовал я вот у выбора, эта мудрость поносил немножко шляпу и как бы положил на книжную полку. А постепенно она простраивается как система координат, это в интегральном подходе есть такая здесь фраза, что интегральный подход, вот эта аквал, матрица, она психоактивна. Только вы ее узнаете, вот эти факторы, вы уже все, как бы у вас начинает сама освобождаться, все эти разные аспекты, которые там описаны в этой мандале. Я соглашусь, конечно, да, вот я и сам чувствую бодхисатву в Вилбере, хотя он сам себя называет пандидом в известных диалогах, например, с Эндрю Коэном. И вот мне кажется, то, что Вилбер делает в гуманитарных науках в широком смысле, потому что интегральный подход – это, конечно же, мейнстрим уже современной гуманитаристики. Это намного шире, чем первоначальный интегральный проект или трансперсональный проект. Это своего рода серединный путь гуманитарных наук. То есть вот одна из линий фундаментальных, если брать это вот на уровне методологии, это избегание крайностей. Все сгодится, всему свое место, ваш космический адрес, я некоторые слоганы из интегрального подхода беру, да. Все вот так вот в этой системе координат помогает разобраться в реальности. И избегая крайностей, самым простым, серединным путем достичь цели, то есть реальности. Мне кажется, вот это то, что движет Кеном, я это чувствую. Я согласен с тобой. Вот есть вопрос, может ли быть зависимость… Вот Евгений задает. Может ли быть зависимость от медитации, мантры, как этого избежать? Вот как раз то, что Володя сказал, это серединный путь. То есть не избегание крайности, даже не то, то есть какие-то моменты и крайность. Избегание крайности может быть крайностью самой. То есть здесь это оно само себя, то есть это не про то, что вы становитесь… То есть есть там разделение между сутрическими и тантрическими, да, то, что вы… Конечно, и вперединый путь невозможен без опыта крайности, разумеется. Но вот действительно может быть зависимость от любой практики. И здесь совет простой, дополнение. То есть дополняйте, смотрите, возьмите целостную карту. Есть, например, карта интегрального подхода или практика интегральной жизни. Вот книжка есть такая в электронном формате. И посмотрите там вот эту очень простую карту, какие модули практики нужно дополнять. Почитайте, поизучайте. И постепенно вы уловите, что как можно дополнить свою практику. И когда у вас не будет вырабатываться аддикция, а только это на уход элементов. Знаешь, когда вот я последний раз виделся с Роджером Волшем, это было пара лет… Год, вернее, с небольшим назад, там, когда перед десятилетия была транспарсональная психология, мы с ним тоже вот поговорили и об интегральном подходе, и о том, куда это все идет. И я даже вот позволил себе так залихватски покритиковать с разных сторон, выразил свою точку зрения, чего в современной версии интегрального подхода не хватает, но все нельзя объять. И мы знаем, что Роджер Волш – один из ближайших друзей, не только сподвижников, друзей Кена, поэтому он как-то внутреннюю лабораторию знает, у них очень тесная связь. И вот мне хотелось бы узнать твое видение, ну, не то чтобы критики, а вот как ты думаешь, куда дальше можно все это развивать, большой интегральный проект, или что тебе хотелось бы сделать здесь? Ну, здесь есть такой момент, что такая очень всеобъемлющая большая система, объемная, просторная, и ее очень трудно ассимилировать. То есть, на самом деле, хотя есть какие-то базовые элементы, они простые, но подлинная ассимиляция всех оснований интегральной философии – это десятилетие, как бы, ну, это дело всей жизни, поэтому часто люди заявляют, что они там постинтем, мета-сверхинтегральные, но это все несколько между преждевременно, в каком-то смысле, хотя такое тоже может быть. То есть нужно ассимилировать текущее наследие, и, я думаю, передовой край интегрального подхода – это ассимиляция того, что есть, усвоение того, что есть. Но если как бы развивать эту тему, то, я думаю, совмещение, более такое гибкое, динамическое видение процессов развития, дополнение вот этого интегральной психологии, пониманием таких феноменов, как зона ближайшего развития, которую Выгодский описывает, и это зона ближайших развитий, дальнейшего развития, в том числе, как вот эти трансперсональные аттракторы влияют на текущее, это все уже начало развивать в своих последних работах фазы пятой, да, морфогенетические аттракторы, которые с более высоких стадий тянут, подтягивают нас к себе. То есть они важны не просто в нижних уровнях там что-то себе прочищать, а важно выстраивать целостную, всю архитектонику вот этого храма, самосознание нужно выстраивать. Но вот этот вот динамизм и межличественные взаимодействия и вот эта вот какая-то соборность наших взаимодействий, как кумулятивный эффект, я думаю, что вот это вот ближайший какой-то момент, который мы сможем увидеть в рождении, то есть интегральный подход из просто вот этой истинности какого-то системы координат начнут все больше и больше выливаться, и в красоте будут появляться свои художники, и уже есть они, как Алекс Грей, как он дружит с Акином Луга, но и в виде социальных и культурных каких-то взаимодействий. Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Я вижу, что я просто поприветствую Олега Королева, который появился. Привет, дорогой. И передаю у нас ведущий сегодня Гена Бревда, передаю тебя в его руки. Приветствую, Владимир. Рад тебя видеть и благодарю за приглашение. Всех приветствую также. И рад со всеми встретиться сегодня, поговорить о чем-то дальнем, неземном. И близком и родном. Потому что я пытался, как ведущий, пытался заочно познакомиться с Олегом, открывал всякие ресурсы, и вспомнил такое германифтическое, что все есть текст. То есть, вот те изображения, которые там, текстов практически не было, словесных. Но были великолепные изображения, которые являются, как мы, вот эта фраза, мы поговорим о чем-то трансцендентном. Ну это да. Дело в том, что я, кстати, и своих студентов тоже этим вещам учу, и многое выходит из именно текстов. И они, так сказать, апеллируют к разным традициям и культурам. Но все равно все имеет отношение, естественно, к практике. Дело в том, что искусство – это как бы практическая вещь. И если человек просто не умеет рисовать, то, чтобы он не говорил любой текст, не оправдает его, так сказать, неумение. Но кроме неумения, он может проецировать свои негативные, так сказать, качества или, условно говоря, производить некие токсичные энергии, так сказать, своим творчеством и загаживать эфир. И наоборот, другое искусство, другой тип искусства может проецировать исцеляющие, так сказать, энергии и транслировать божественное. То есть, ну, в общем-то, на самом деле очень многое зависит именно от сознания, откуда происходит это искусство. И я бы сказал о том, что существует основных два тела. Тело – источник творчества. Это как бы одно вот это вот искусство, о котором я сейчас упомянул. Это тело не очень-то здоровое или, как многие говорят, тело боли или тело тленного человека, если говорить о Евангелии. Тленное тело производит тленные энергии. Это, в общем-то, на самом деле в основном и дело психотерапевтических практик. Такие вещи должны больше, так сказать, отрабатываться в этом поле. А другое тело – это тело внутреннего человека. И во многих традициях, вот, например, в христианстве это называется либо внутренним человеком, либо сокровенным сердцем человеком в пленной-некленной красоте, кроткого и молчаливого духа. А, например, среди новейших, так сказать, учителей, если говорить, например, об Эрхоте Картитоле, или учителе Бон Тинзине Вангьяле Ринпачи, то они называют это по-своему, так сказать, это тело, тело дхармы, дхармака, или, например, телом света, телом мудрости, которые они противопоставляют, телу боли, и они еще называют его концептуальным телом. То есть речь идет о том, что нужно работать из, так сказать, того тела, сознания, в котором существуют исцеляющие энергии, которые смогут вдохновлять и, ну, в смысле, зрителя, и исцелять его, потому что слишком много сейчас негативных энергий, и, так сказать, искусство требует своей, так сказать, ну, то есть оно несет некую ответственность за психологическое и психическое состояние в данном моменте, вот, я имею в виду общественного сознания. Меня слышно? Слышно очень хорошо. А, спасибо. Вот, то есть существуют как бы некие вот проекции в разных традициях, например, в христианстве мы вспоминаем об этом теле, о теле, о котором говорит Павел, что мы не унываем, и если наш внешний человек и тлеет, то внутренний день и этот дня обновляется. И вот я имею в виду это тело, в котором нужно совершить перенос сознания перед работой, условно говоря, и начинать, как художнику, работать из него. То есть это некая, так сказать, сначала внутренняя работа происходит, медитативная, у вижнери-художника, в Венской вижнери-академии, в которой я преподавал и преподаю, то есть сейчас она немного, так сказать, смещается в Франции, но, в общем, с учениками мы работали вот в этом направлении, так сказать, сначала занимались медитациями и переносили свое отразделение с этим вот телом, о котором говорит также еще наш святой Лукавый Несенецкий, если говорить о христианской традиции, что тот человек, вот этот вот наш трансцендентальный, освобожденный от уз плоти, может достигнуть всевышшего познания, всего сущего, во всей его широте, в глубине и долготе, ибо он обновляется и усиливается в познании даже не по образу Создателя, а даже по образу Создателя своего уразумевает превосходящее всякое земное разумение любовь Христова, ибо верою в седице Христос в него то, что непостижимо геометрическим умом, станет, понятно, озаренному Христову своим трансцендентальному сознанию внутреннего человека. Это святой лукавый Лосинецкий цитат. Таким образом, будучи ответственным, так сказать, актором культурного пространства и художественного, так сказать, и психического пространства в том числе, нужно помнить, откуда проистекает творчество, что оно несет и является ли оно разрушительным, как бы понимать степень воздействия его, вот, и переносить свой фокус внимания и отождествляться с, так сказать, с тонкими духовными мирами, божественными мирами, силами и транслировать их в наш бренный мир. Вот, таким образом, ведя, так сказать, открывая центры, высшие центры сознания у зрителей, активируя их и тем самым направляя в правильную сторону эволюции. Ну, например, вот в Вене есть такое место, называется Шацкамер, и в нем хранятся все артефакты, так сказать, собранные в Австрийской империи, включая там всевозможные королевские регалии, но там есть и, например, копье судьбы, так называемый, это вот копье лангина, то, которое пронзило ребра Христа на кресте. Вот, это сам подлинник, который там артефакт хранится, был объектом для медитации, так сказать, наших студентов, то есть я привел туда студентов, и мы делали специальные практики там с использованием идиограмм, это я разработала определенную систему, которая помогает достичь этих состояний, входя через фокус на идиограмму, она также, эта вот практика была создана на основе одной из уже известных тоже техник удаленного видения, которые также изобрел один из вижн художников Инго Слан, такой вот был американский художник, который работал на Центральное разведывательное управление США, и он там, так сказать, будучи одновременно и художником, и циверушником, создавал такую систему, вот, я, так сказать, ее трансформировал из шпионской в мирную художественную практику, и через эту практику мы соединялись энергиями в этом известном кольпе судьбы, вот, также мы путешествовали со студентами в Черногории, в Черногории в монастырь Цетине, где хранится десница святого Иоанна Крестителя, и фокусировались на руку, так сказать, вот, нам дали монахи медитировать, мы специально делали также идеограммы, и, так сказать, получали образы и метафоры, которые нам непосредственно посылали, так сказать, высшие сущности в христианстве, вот, и очень интересно, что у многих студентов совершенно независимо получались очень интересные, похожие, независимо друг от друга образы, они к ним приходили совершенно одновременно, вне, так сказать, взаимодействия студентов друг с другом, и они по сути говорили об одном и том же, это было очень интересно, вот, кроме этого, их тонкое тело самих учеников формировалось в правильном направлении и намерение их, так сказать, духу задавалось в сторону эволюции, вот, то есть развития духовного роста. Так, итак, в общем, я сейчас сказал немного о том, каким образом работают мистические художники, конечно, есть художники, которые работают с темными энергиями, то есть, можно точно так же погрузиться в темные миры и любые другие миры, при помощи этих техник можно входить и фокусироваться на этих метафорах, которые посылают те энергии, из которых, короче говоря, исходят эти образы. Вот. Для художника мистической традиции само слово традиция имеет решающее значение, потому что даже вот эти артефакты, мощи святых, они все хранятся в храмах, храмы часть культуры, как бы, и культуру поэтому необходимо поддерживать, ее надо трансцендентировать, но ее не отвергать, так сказать, находиться в ее контексте и, так сказать, если мы, то есть тонкие миры, они же многочисленны и можно запутаться, и поэтому для того, чтобы получить правильную навигацию, так сказать, в духовном тонком мире, необходимо найти маяки, вот маяками в тонком мире являются эти все так называемые артефакты или вот мощи святых, которые проецируют эту вот эталонную энергию, чувствуя которую, так сказать, нужно двигаться в том направлении, которое они пока указывают. Вот. И что я могу сказать, что этим в культуре до нас, так сказать, до практики вижн или художников, мистических символистов занимались многие, естественно, и это было, так сказать, например, в, начиная с неоплатоников, наверное, вот, были похожие практики, но они назывались тогда теоргия или богодейство, где человек через, так сказать, адепт через медитацию входил в общении с богами, потому что теорус это бог и действие бога через человека осуществлялось посредством теоргической практики. Начало ее плотин, это где-то там, то есть, если неоплатоники существовали с 3-го где-то по 6-й век в Греции, до плотин, в общем, проповедовал медитацию больше в этом смысле, в смысле теоргии, а Ямблих, например, это сирийский неоплатоник, отец, так сказать, сирийского неоплатонизма, он больше работал с ритуальной теоргией, это практика, направленная на достижение божества посредством символа, то есть, в общем, он говорил, что знание Бога, достигнутое только путем теоретической философии и теософии, не может соединить человека с Богом. Теоргическое соединение с Богом основано в большей степени на исполнении тайных обрядов, которые проводятся так, как это подобает данному божеству, и превосходит всякое разумное послание. Такие обряды возможны только благодаря символам, которые понятны лишь одним Богам. И производство символов, понятных лишь одним Богам, это часть практики, о которой я сегодня вам говорил. То есть, я хочу сказать, что мы апеллируем также к древним практикам. В то время, как теоргия это практика, условно говоря, это магия нейроплатоников, завязанных на общении с Богами, так сказать. В то же время существовала еще Гоэтия, это магия обращения к черным, темным силам, к демонам, и они до сих пор благополучно существуют в нынешних, так сказать, тайных организациях. если вы покопаетесь хорошо, вы найдете ту же теоргию и с одной стороны, а с другой стороны Гоэтия. Вот, эти все современные практики кабалы, розенкрейцеры, так сказать, масонства, они во многом апеллируют к этим, так сказать, древним неоплатоническим практикам. но дело в том, что кроме них в данное время и, так сказать, тогда еще, не только акультисты занимались этим, но еще и эзотерические христиане на, так сказать, не на заре, но скажу так, в эпоху возрождения эзотерическое христианство вместе с неоплатонизмом и с другими оккультными практиками практиковалось в Платоновской академии в Коредже. Это была академия Медичи, которую создали Медичи, и вел, как бы, лидером этого, так сказать, этой академии был Марсильо Фичино, вот, который перевел большое количество текстов Платона, платоников, и вот они в том числе практиковали и теоретические практики, несмотря на то, что сам Марсильо Фичино был католическим священником, вот, также там участвовал Пико Делла Мирантола, это более юный, так сказать, участник этой академии, и вообще, условно говоря, вот эта вся академия, она была таким центром, таким, в котором производилась интеллектуальная работа по воздействию на общественное сознание, на контроль масс, на вопросы, так сказать, разрабатывались вопросы, находились ответы, так сказать, каким образом управлять обществом, тайно или явно, ну и так далее, то есть это, это, в общем-то, как бы полуоккультное, полухристианское заведение, которое тогда еще, так сказать, прославилось вот этими своими мыслителями, вот этими искателями, в общем-то, которыми сегодня мы являемся, все те, кто занимается вопросами природы сознания и реальности, вот, но, что говорить, если говорить дальше, то где-то, ну, не знаю, может быть, это продолжалось долго, я говорю еще раз, что это продолжалось во многих заведениях, оккультных и, так сказать, тайных организациях, но и самое, для нас, для русских, очень интересно, что переосмысление теории в России, в смысле, практики теории, произошло где-то в начале 20 века, считается, что первым начал говорить, стал об этом говорить Владимир Соловьев, этот философ, и он называл ее свободной теоргией, потом Бердяев творческой теоргией, и, так сказать, там же, этим же интересовались и Павел, отец Павел Флоренский, и Сергей Булгаков, Андрей Белый, наши символисты, которые, я имею в виду художники, поэты, писатели, которые использовали практики теории в своих творческих проектах. А вот, что говорил тут наш интересно Павел, отец Павел Флоренский, он считал, что духовные движения по направлению к бесконечному бесконечности становятся теоргией и философией, а противнение абсолютному магии и оккультизмам, то есть он противоставлял теоргию и теософию магии и оккультизму. Проблема в том, что магия как бы в смысле Гуэти отличается от теоргии в том, что она противопоставляет себя абсолютному, а теоргия наоборот, она сопрягает себя с божественными энергиями и пытается воспользоваться и действовать ими. Но вообще, как бы он, будучи священником, тоже отец Павел Флоренский, знал прекрасно о том, что еще там в третьем веке святой блаженный Агустин считал теоргию волхвованием и одержанием теоргов демонами, выдающими себя за ангелами. То есть отношение к теоргии достаточно спорное, но, как я сказал сейчас, что если практиковать имеемые ики, так сказать, в культуре и в религии, то есть медитировать на правильные артефакты и эталонные энергии мощей святых, то запутаться достаточно сложно. вот так. То есть если сейчас говорить о вот этой теоргической практике, Бердяев, интересно, очень много писал о теории в своем трактате «Смысл творчества, опыт оправдания человека», который он писал в 1116 году, наш прославленный Николай Бердяев. Дело в том, что если переходить к нему сейчас в вопросе теории, то мы должны понять, что вот этот взрыв мысли, условно говоря, который был на заре 20-го века, он был прерван в коммунистической нашей социалистической революции Лениным, Сталином и потом и вот эти все советское время фактически не занимались там за резким исключением, кто-то может быть какие-то группы делали это, но все это, в общем-то, все это, вся эта практика прекратилась и исследования с наступлением революции и последние, так сказать, этиорги, которые еще пытались делать что-то, в этом были сами коммунисты, то есть Луначарский, который вел группу вперед, по-моему, вот это периодовцы, они занимались теоретическими практиками, но это было запрещено самим Лениным, а потом, насколько я знаю, советские розенкрейцеры, которые были сожжены, кстати, за масонство, вот это Барченко и Боки, которые создали проект, называемый трудовое братство, единое трудовое братство, тоже был прекращен и в эпоху Сталина, все были расстреляны, в общем, и на этом наши все, мистические исследования в России были завершены, вот, и, так сказать, сейчас только мы пытаемся вот это дело восстанавливать и обращаясь к практике предыдущих поколений, мистических, так сказать, мистическим трактатам и многим другим уже современным, психологическим, другим разработкам действовать в этом контексте, поэтому текста действительно много, но выход один, выход просто через, так сказать, приобщение к божественным энергиям и трансляция их в мир, это главная задача художника и как бы теорга, вот, дело в том, что еще возвращаясь к Гордяеву, я хочу сказать, что Николай Гордяев говорил о том, что да, подлинное творчество есть теоргия, богодейство совместное с Богом действие, неважно понимать, что проблема теоргии не есть проблема христианского творчества, но важно понимать, что проблема теоргии не есть проблема христианского творчества и христианской культуры, то есть нужно делать это в контексте. меня слышно? Алло? Шикарно слышно, очень хороший звук. Спасибо, просто мне не видно, что кто-то реагирует как-то и так далее, как будто бы я говорю в таком герметическом пространстве. Присутствующие случаи, у нас 89 человек. О, всем привет! Вот так, только мы их не видим. Но они есть. Кроме того, что теоргия была переосмыслена, так сказать, вот этими нашими символистами и философами начала 20 века. Бердяев, например, что интересно, что из этой же статьи, которую я сейчас упомяну, смысл творчества, он говорит о том, что в течение тысячелетий художник традиции, христианской традиции не как бы не мог быть творцом по сути, потому что все его творчество исходило из того, что он должен был оправдываться перед как бы грехом и восстанавливать себя в положении приходить вместе с Христом в состояние искупления и в поте лица так сказать творить культуру. Вот. Было некое трагическое несоответствие между заданием нового бытия и достижением вежкультурные ценности. А при этом теорг творит жизнь в красоте, искусство символическое мост, путь к искусству теоргическому. Теоргия знамя искусства последних времен искусства конца. То есть он говорит о теоргии как искусстве конца, но в Ветхом и Новом Завете человек не мог быть творцом, так как он просто был так сказать он создавал служебное искусство и условно говоря иконопись и так сказать оформление храмов было фактически оформительской работой служебной, которая не считалась независимым свободным творчеством. вот он говорил о том, что закон Ветхий так сказать Ветхий Завет и закон это было неким послушанием восстановления падшей души человека, стремлением к следованию так сказать детоводителю ко Христу и через искупление во Христе в Новом Завете он получил только возврат к творческой свободе. В общем как бы все писание умалчивает о творчестве и в этом и есть послание то есть умолчание как бы эзотерическая тайна творчества скрыта именно в том, что Господь Творец никогда не говорил о творчестве ни в Новом ни в Ветхом Завете не упоминалось ничего о том, что человек должен быть творцом по образу и подобию. В этом молчании как бы есть послание тишины и свободы. Потому что если бы творчество стало неким видом послушания, потому что как Ветхий, так и Новый Завет это форма послушания, то оно бы перестало быть и в общем-то творчеством, потому что самое важное условие творчества это свобода. Господь и не говорил о том, что художник должен быть творцом. вот таким образом тайна сокрытая, что молчание это свобода и человек как бы мне трудно говорить, когда никто не спрашивает, не отвечает. вот то есть вы меня слышите, хорошо, закон Ветхий и Новый это послушание Третьей, существует как бы тайна Третьего Завета, тайна Завета Духа, Духа Свободы, в котором человек должен действовать сам, это некое антропологическое откровение, в котором Бог уже требует от человека быть творцом и выполнить, реализовать окончательную функцию свою и получить окончательную реализацию человека как творца. Таким образом творец создавая творца получает продолжение себя в человеке. Беряк говорил, что мы чувствуем священный авторитет умолчания и вам для творчества. Божественно премудрое абсолютное умолчание священного писания о творчестве человека и разгадка премудрого смысла этого молчания есть разгадка тайны о человеке, есть акт высшего самосознания человека. Если бы пути творчества были оправданы, указаны в священном писании, то творчество было бы послушанием, то есть не было бы творчеством. То, что тайна творчества и пути его скрыты в священном писании, в этом премудрый эзотеризм христианства. Откровение творчества идет не сверху в этот раз как бы в как в Ветхом и в Новом Завете, а это как бы Третий Завет, которым фактически Бердяев говорит как некий пророк. Это Завет Духа, Завет творческого дерзновения. И в этот раз откровение уже идет как бы не от Бога, а оно требует действия самого человека и действия как бы снизу. Это Бог ждет от человека антропологического откровения творчества, скрыв человека во имя богоподобной свободы и пути творчества и оправдания творчества. Творчество в этот раз уже как бы не в Отце и не в Сыне, а в Духе и поэтому выходит из границ Ветхого и Нового Завета, где Дух там и творчество. Творчество не связано со священцем и не подчинено ему. Творчество в Духе пророческом. Дух не может иметь своего писания и не знает наставлений. Он раскрывается в свободе, Дух дышит где хочет. Жизнь в Духе есть жизнь свободная и творческая. Это как бы и есть смысл самого человека. То есть смысл человека и его конечная точка революции быть творцом. Я считаю, Азлег, ваши работы инспирированы что-то пропало. Текст пропал. Ваши работы инспирированы различными сакральными традициями. Скажите, есть ли традиция, к которой вы себя относите? без сомнений. Я себя отношу к христианской традиции, но я рассматриваю ее эзотерически. То есть это больше имеет отношение к практикам, связанным с созерцанием. Это созерцательное христианство, эсихазм, которое я практиковал достаточно большое количество времени и получал особенные опыты. Я даже сейчас вам покажу одну из своих работ на эту тему, чтобы проиллюстрировать. Видно картинку? Да, очень хорошо. Ой, великолепно видно, да. Эта работа называется «Эсихаст». Это момент его вхождения в Теосис. Это точка, в котором он, этот монах, пришел к богопознанию, бога как бы в себе. и Теосис это обоженье. Замечательная работа. видите, четки у него на полу и они разорваны. Два конца четок, видите, они отделены друг от друга. Это символ того, что бесконечный круг ума, маленького ума человека стал стал большим пространством, который вокруг космическим, умом Христовым. христиан. Если мы очень глубоко узнаем христианскую традицию, то мы удивимся, насколько она медитативна, и на самом деле можно сказать, что Христос был таким йогом, понимаете, и который говорил тоже, достигал фаворского света, проецировал его среди учеников на гаворе фавор. И вот я сейчас показываю вам намек на фаворский свет, которого достиг монах Исихаст в своей практике. Так, следующего антропософика, говоря о том же, вы чувствуете близость к ней, что там дальше было. Можете прочесть, пожалуйста? Близость к ней, как это было у белого кандинского франка? Ну, как бы, в общем и целом, да, я могу сказать, что мне интересна антропософия, и, так сказать, я, ну, единственное, что Штейнер достаточно нудный товарищ, его очень сложно читать, вот, и практиковать. Ну, как бы, я его как как учителя воспринимаю, как, так сказать, очень интересного великого человека наравне с величайшими. Видно работу, да? Да, 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 очень хорошо. Это тоже, это Павел, работа называется Павел, имеется в виду Павел на пути в Дамаск, Савл, который стал Павлом, трансформируясь из Савла в Павла. Он ослеп, а потом стал проповедником. Вот тут спрашивают про ресурсы, но это, наверное, вопрос на финал, да, где ресурсы, где вас найти, как можно вас... А, ресурсы, да, вы можете посмотреть в Инстаграме, можете найти меня в Фейсбуке. А вот сайт, который CoreArt, его уже нет или какой-то новый будет? Он есть, но я его фактически не веду, он просто висит ради домена. Ну, как бы можно связаться со мной через него тоже. Это тоже христианская работа, я сейчас вам демонстрирую только христианские работы, у меня есть не только христианские, но у меня есть разные, так сказать, традиции, но сейчас именно речь об этом. Эта картина называется по-разному, то есть я называю «Христос в лодке» или «А он спал на корме». Помните, когда Христос спал и к нему обратились апостолы, «Ты что, не видишь, мы погибаем?» Он им сказал, что все в порядке, товарищи. Да? Вот. То есть на самом деле он как бы пребывал в таком пространстве, в котором ничто не подвергалось разрушению, он был сам этим морем, он был сам этими апостолами, он был всем, и как бы для того, чтобы нам успокоить море вокруг нас, мы должны войти в Христа и вместе, пребывая с ним, так сказать, воздействовать на окружающий мир. Он же встал и успокоил море, помните? Это как бы вот эта работа об этом. Вот. Видно силуэт лодки, как бы схематичный, потом Христос в своем приснодвижном покое, как бы сказал Святой Максим Исповедник, и апостол, который обращается. Вот я вам еще хочу показать небольшую работу, маленькая, маленький формат, где-то 40 на 40 сантиметров, это называется «Созерцание мощей Святого Александра Невского». Вот это, условно говоря, прямое чтение, то есть существуют еще разные типы обращения к образам, к энергиям, которые дают эти образы, к метафорам, которые потом надо расшифровывать. Но вот это прямое, так сказать, чтение, это просто если пытаться увидеть это, так сказать, тонким видением, то вот такое я увидел, например, в Александра Невской Лаврии в Санкт-Петербурге. Это, условно говоря, так называемый visionary art. Визионерское. Так, что я могу еще показать работы на секундочку. Также связано с русской историей, но она такая, метафизическая русская история. Это работа называется «Пересвета слябия, пресветлый мрак». Речь идет о наших прославленных святых войнах, которые как бы находятся в пресветлом мраке, одновременно совмещая две, так сказать, теории, я имею в виду умозрительной теории концептуального представления о божестве и описания божества. Это так называемый катафатический путь познания Бога. Описание Бога как придавая ему какие-то качества высшие и так далее. И есть апофатический путь, который говорит нам, что Бог является тем, что нельзя назвать. То есть все, что мы называем, не является Богом. И в конце концов мы приходим к тому, что называется пресветлый мрак. То есть абсолютно невидим. но это не невежество, а неведение. И абсолютно неведение является тем божественным светом, который можно сравнить с ярким светом. Когда человек заходит, например, в помещение и светит очень яркий свет, он не может сразу видеть ничего в комнате, так как он зашел из темноты и не может воспринимать пока ничего. Потом присмотревшись, он начинает различать какие-то образы и, так сказать, ну это так вот некоторые описывают представление о преследовом мраке. Мрак это то место, в котором обитает Бог. И вот, так сказать, совмещение двух путей богословия описательное это через образы и апофатическое через отрицание всех концепций и представлений они как бы взаимоисключающие и дают как бы вот эту загадку о богопознании, потому что Господь как бы находится и не в апофатике, и не в катафатике, Он запределен всему. Это та же визионерская работа, то есть я получаю некоторые метафоры и потом работаю уже, так сказать, классическим путем, применяя модели наторщиков, работаю с композицией уже стандартным методом. Вот. Тут отзыв, который вы, может быть, не видите, что очень красиво, оживительно. Большое вам спасибо. Это тоже фрагменты работы. Действительно очень красиво. Синхрония, предыдущий был воркшоп или доклад о красоте, и сейчас просто это явленная красота, запредельная. невероятные работа. Слава об этом. Благодарю вас. То, что пишут в чат. здесь у меня еще есть христианские работы, называется «Блудный сын». Это работа 2013 года, была еще написана в 2005-м. Первый вариант. Это попытка расшифровать метафору, произнесенную в притче самим Христом о «Блудном сыне», который здесь я показываю как возвращение дуального ума, блуждающего среди концепции, к своей собственной природе. Потрясающе. Потрясающе, удивительные работы. Это то, что пишут участники. Да, 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 да. Очень светлые и тонкие картины. Спасибо. Благодарю. Вопрос-то какой? А феномен благодати вам знаком? Феномен благодати на самом деле это концептуальное представление. То если говорить о том, что это феномен. Я бы не сказал даже, что это ноумен. Я даже не знаю, что это. Дело в том, что смотрите, в то время, когда я занимался исихазскими, ну, что такое исихазм? это это на самом деле практика Иисусовой молитвы, но надо ее практиковать все время, так сказать. И день, и ночь, и во сне, и всегда. То есть, это я бы никому не измерял, не советовал, потому что она слишком мощная, она уничтожает ум, и человек становится просто идиотом. Ну, реально, то есть, таким дурачком, который теряет любое представление о том, как бы, о контексте жизни. То есть, все контексты рвутся, человек не понимает простых вещей. Что такое стол, например, что такое женщина, что такое семья. То есть, это, как я один раз говорил, что это все равно, что облить все бензином и поджечь. Понимаете? То есть, уничтожается все, это все уничтожающая практика. А вот. И я занимался в течение трех лет, это было по благословению. Вот, естественно, до этого там все соблюдали, все посты, молитвы, то есть, ходил на все службы, там, причащался, исповедовался, и, в общем, все это, так сказать, все миропомазания, все это было, видите, тут даже свинья есть. Да. Был мыслов. С которыми, да, с которыми он спал ее. Да. В общем, и однажды, в, будучи, в паломническом туре, в Киево-Печерской лавре, в дальних пещерах, я получил абсолютно уникальный опыт, который произошел со мной, совершенно не благодаря там, настройкам, каким-то молитвам, или там, причастиям, то есть, я просто стоял в очереди на миропомазании, и вдруг на меня снизошло что-то такое, что, то есть, это настолько было ярким событием, настолько было сильным, это нельзя было вытерпеть, насколько это было прекрасно, понимаете, то есть, это слишком хорошо для человека, это нельзя вынести просто, знаете, как вот есть боль, которую нельзя вынести, так и есть удовольствие, условно говоря, если так его можно назвать, которое нельзя вынести, вот, это, я видел только свет, ощущение радости, счастья, и, в общем, это состояние экстаза, то есть, если отвечать на вопрос о благодати, то есть, и поэтому я, как бы, получив такой импринтинг, понимаю, куда, так сказать, дышать, в какую сторону, понимаете, когда я делаю свои работы, это, словно говоря, служило мне таким, маяком навигации духовных энергий, то есть, для того, чтобы понимать, куда, как бы, идти в своем творчестве. Эта работа называется «Михаил», это, так сказать, большая работа, немаленькая, больше 2 метра 15 сантиметров, вот, тоже имеет отношение к полным практикам, к позерцанию ангельских миров. Олег, был вопрос, вы на него, вы его частично коснулись, когда говорили об Иисусовой молитве, об опустошении, об опустошении ума, то есть, это, ну, не то, что, там, человек стал идиотом, но это, вот, проникновение в такую сверхпустоту, которая, все есть ничто, там, ничто есть бытие, ну, вот, да, и тут, такой близкий вопрос, как вы чувствуете, не ограничивает ли религия восприятие действительности? Ну, в общем, я бы тут его задал более широко, что не ограничивает ли духовная практика восприятие действительности? Не, конечно, она, естественно, ограничивает, она сужает, фокусирует сознание на, на образах, понимаете, я же не зря сказал о том, что существует два пути в православии, но они не только в православии, они во всех практиках существуют, есть позитивный и негативный путь, то есть позитивный, это как раз вы фокусируетесь на каких-то образах, и, так сказать, концентрация на образе потом ведет к коллапсу ума и приводит в состояние пространства медитации, так сказать, да, и существует еще негативный путь, вот, например, в православии, это апофатический, или в католичестве, бионегативно, и он как раз прямо противоположный, человек становится слишком умным, то есть вы настолько умны, что умнее, чем современные постмодернисты, дело в том, что постмодернизм ведет, понимаете, человека к отрицанию, так сказать, это не гилизм, вы, будучи, так сказать, таким насмешником над реальностью, издеваетесь над любыми вещами, называя их, так сказать, симулякрами и так далее, то есть, но, но апофатик, он идет дальше, он идет за пределы личности, понимаете, а он выходит в дух и отрицает абсолютно все, до абсолюта, понимаете, и вот путь негативного, так сказать, богословия, он очень умный, и, если, например, в позитивном пути вы часто можете обрести дары, какие-то энергии, ясновидение, ясновидение, исцеление, там, дары и так далее, то в негативном пути вы становитесь просто очень умным, вот, вы просто отслеживаете концепции и понимаете, что это все просто является представлением, идете дальше, 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 сжигая переди себя все, включая, так сказать, личность, поэтому это расширение ума, а катафатика – это сужение, это как раз таки до коллапса на образе, и вот как раз, да, апофатика – это и соединение вот с этим великим молчанием, да, которое… Катафатика тоже, они приводят к одному и тому же, просто это два пути, как две руки, они ведут к одному и тому же, просто путь левой или правой руки, условно говоря. Ну, к сожалению, судя по всему, вы не видите, я вам буду, вот тут вопрос, про практиковали ли вы махамантру, ну вот, мне было бы странно, если человек одновременно практиковал и оттуда, и отсюда, а может быть, у вас все-таки это было. Смотрите, я изучаю достаточно давно разные традиции, вот, мантра йога, как бы, это вообще не мой путь, но больше меня интересует, вот, если, смотрите, если говорить об апофатическом взгляде на реальность, то негативные пути богословские и практики, они существуют в разных традициях, например, от Закчена до, допустим, джинана-йоги, вот, и вот, если говорить о индуизме, то джинана-йога это тот путь, который очень похож на апофатическое богословие православной церкви, если возьмете святого Максима Исповедника и его комментарии, например, к святому Деонидию Ариапагиту, то это фактически тот же Несаргадата Махарадж, понимаете, это просто один в один. Единственная практика в том, что, как бы, там вы это делаете в контексте православного, ну, словно говоря, эгрегора, да, а здесь это делается в контексте индуизма, но это очень и очень похоже, и у нас очень много, большой, условно говоря, корпус апофатической, так сказать, литературы, но маленькая, маленькая, немного практики. Дело в том, что апофатика, она, как бы, тоже уничтожает все концепции, в том числе концепцию церкви, понимаете, представление о президенте, о царе и так далее, поэтому она не сильно-то поощрялась, хотя считалась более высокой. Вот. А в Индии, пожалуйста, например, есть разное количество, так сказать, йог, которые, которые можно применять в уничтожении концептуальных умов. многочисленно повторяемые восторги, что чудо просто, да, конечно, чудо, это рукотворное, вот как мы знаем, что искусство чудесно, и поэтому оно искусство, и вот великолепное, великолепие пронизанное божественное божественное энергией, и много-много раз повторяемый запрос, что люди хотят где-то это увидеть. Ну, вот я так думаю, что мы по завершении конференции мы соберем все какие-то ссылки, информацию очень короткую, как бы это все разошлем, и чтобы люди могли не просто, как бы, познакомиться, попробовать, но и пойти дальше в этом знакомстве. Ну, поэтому, есть ли какие-то какие-то ресурсы, интернет-ресурсы, где это можно посмотреть, ну, что великолепные картины, просто восхитительные, и хотелось бы... Да, я, кстати, выставлялся, вот это была выставка, я, кстати, не только выставлялся, а был куратором проекта Visionary Art Award, был и Visionary Art Sheep, это было два проекта, позапрошлым и позапрошлым два, то есть мы выставляли четыре раза, это было в Москве, два в Московском доме художника на Кузнецком мосту, и это было также в Белгороде и в Петербурге, то есть мы... Это я собрал там большое количество авторов, было около 500 работ, и художников из 35 стран, вот, среди них были мои ученики, огромное количество со всех уголков, начиная от Австралии и Шотландии, заканчивая там Веной, или там Коста-Рикой, я не знаю, то есть учеников достаточно много, и кроме учеников выставляют большое количество известных художников, и нам присылали вот упоминаемый здесь уже, упоминавшийся здесь, Алиус Грей свое послание, Мартиган Хоффман, Аманда Сеевич, все вот известные Visionary художники. Это была выставка, но я бы сказал так, что сейчас как бы у нас еще в связи с коронавирусом, с этим, так сказать, локдауном, выставки не проводятся, и в основном, если хотите посмотреть мои работы, пожалуйста, смотрите в сети, в Инстаграме я есть, пожалуйста, я его веду, и, так сказать, могу отвечать на вопросы уже личные, если кого-то интересует что-то по поводу обучения, по поводу самих работ. Я свои пять копеек. Еще твои работы можно посмотреть в фильмах, в инструментах эволюции, там использованы вот мои любимые некоторые работы. И, конечно же, по-моему, ты когда-то вел еще и мастер-классы, да, обучал там вживую. Да, я сейчас веду, но по скайпу, то есть сейчас эти уроки у меня, так сказать, тоже ученики, это интересно там, и от Лондона до Бразилии, там, то есть от Германии до Австралии, то есть это по скайпу, но как вот сейчас точно так же вот я веду уроки. Так что кому-то, может быть, из желающих очень сильно повезти, обасть на вот такие курсы по визионерской живописи, как своего художника выслать у Олега Королева. Да, там очень много как бы визионерных художников, которые просто учатся художественной грамматике, условно говоря, как построить композицию, как создать объем, вот, то есть и различные техники живописи. Я же изучал техники живописи еще у маэстро Ярнста Фукса, который, условно говоря, известнейший фантастический художник, фантастический реалист. Но он основатель считается основатель фантастического реализма и вот эта светоносная живопись, то, что он открыл и передал тебе и Роберто Венозе. Ну и тема своим ближайшим ученикам, кто был способен. Вы же были рассказывать. Я с Фуксом сотрудничал, я же расписывал с ним вместе в Клагенфурте, в Австрии, известную часовню апокалипсиса. Эта часовня расписана удивительно, не экономически, так сказать, потому что Фукс, я не знаю, какая уж у него была сила, так сказать, личная, или это была сила какого-то заведения, которое сильнее православия, я извиняюсь, католической церкви, потому что это католическое часовня, но он смог создать вот такую вот интересную роспись, он писал ее 20 лет, в ней участвовало очень много художников, которых вот здесь мы упоминали, в том числе и я. Супер. Я с благодарностью. Владимир, за все, что ты привнес, спасибо громко. Я очень рад, что вообще ты есть, за то, что ты создал такой, так сказать, движ, вот, что движ искателей, искателей, так сказать, природы реальности и, как ты говоришь, даже не эволюционистов, а эволюционеров. Я ничего не создавал, во-первых, это наше общее дело, а во-вторых, я могу процитировать Бронислава Виногродского. Я как-то его спросил, вот тоже из этой парадимы, слушай, а он основатель клуба чайной культуры и вообще всего чайного движения. В России я помню, как это делалось. Я говорю, Бронислав, как тебе, у тебя это получилось, как тебе это удалось, как ты это сделал? А он мне ответил, знаешь, говорит, Володечка, он меня так иногда называет. Я, собственно говоря, ничего не делал, подул ветер, а я просто поставил паруса. Спасибо громадное. Спасибо, Олег. И мы приглашаем Верочку, Веру Сажину, нашу дорогую, дорогого друга, дорогого... Потрясающую художницу, невероятного барда, который, между прочим, несколько дисков удивительных, в уникальном стиле ее исполненных песен. Такая невероятная, невероятной стиле русских песен, городских романсов, тувинских песен. Вот такой вот синтез, пропущенный через ее опыт. Я очень рад, я прощаюсь, геноведущий. Володя уже буквально представил, потому что действительно Вера, с одной стороны, действительно шаманка, с другой стороны, певица, актриса, импровизатор, работает с ансамблями и художница. То есть такой многогранный талант и доклад «Мир духов и творчество». Вроде как одни люди занимаются миром духов, духовными праведами, другие люди занимаются, а тут прям все в одном человеке. очень интересно, про что сегодня будет? Про мир духов? Или, может быть, про то и другое как-то удастся? Спасибо, спасибо. Вы мне как-то дали такой ход. Я хочу и про то, и другое. То есть я не хочу слишком сильно углубляться в теорию, потому что книги можно прочесть, сейчас много литературы всякой вообще доступно. Ну, немножко я скажу несколько слов вступительных, а дальше я хочу половину своего, или там большую часть своего выступления показывать каких-то своих кукол, как бы сотворенные вещи, которые связаны с духами частично, а другую часть выступления просто спеть свои песни под баян, под балалайку, возможно, под бубен что-то спеть, если время останется, и ну, как-то прокомментировать, чтобы это было не просто концерт, а все-таки связано с темой нашей интереснейшей конференции вот такой интернетной. Вот, очень благодарю, что меня пригласили, с интересом слушала круглый стол, потом размышляла, вот, и как можно начать эту тему духи и творчества? Ну, как шаман я связана с миром духов, это действительно так, шаман это человек, который в силу каких-то обстоятельств жизни начинает общаться не только с физическим миром, но и таким незримым миром, и буквально начинает слышать голоса духов, их видеть во время особых состояний сознания. Так случилось в моей жизни, что я уже много лет занимаюсь шаманской практикой, не совсем по своей воле, а духи меня избрали, как-то направили, я получила посвящение у очень большого туинского шамана и практику проходила, и где-то с 2000-го, так скажем, или чуть пораньше года, 98-го, я постоянно нахожусь в республике Тува в летнее время, там организация у нас шаманская, я работаю, принимаю больных, вот, но я одновременно занимаюсь творческой деятельностью, ну, не одновременно, а в свободное время, то есть это как практически может выглядеть, там я днем принимаю больных в Туве, а вечером я, когда люди ушли после 8 вечера уже, я играю на баяне, сижу, вот, ну, в Москве я еще играю на балалайке и выступаю с концертом, в Туве, конечно, никаких концертов я не провожу, потому что там позиции шаман достаточно, ну, строго формализована, вот, хотя иногда я пою тувинские народные песни, тоже, когда меня просят, на тувинском языке, вот, ну, мир духов, что я вот так вчера думала, как бы пишут многие о путешествии героя, какой-то герой, и все мы отправляются в магические места, где он получает какие-то посвящения, какие-то таинственные встречи происходят иногда с учителями или с невидимыми существами, которые в духе пещер, в духе деревьев могут общаться с теми, кто к этому открыт, что-то рассказывать, что-то показывать, что очень существенно меняет судьбу вот такого человека, вступившего на путь шаманского, скажем, шаманского интереса, а потом и служения в дальнейшем. Шаманизм это служение своего рода. Ты обязан больных принимать, сидеть, когда тебя востребуют, ты обязан помочь людям. Болит рука, болит нога, болят суставы, болят сосуды, обязан обслуживать, как говорит у нас Кенни Лапсан, то есть это не то, что просто фантазия и свои там приключения. С другой стороны, вот это приключение, оно происходит постоянно, и духи, и божества, и невидимые помощники, духи земли, духи небес, передают постоянно какой-то опыт, советы, как бы ведут по пути, иногда незримо, то есть ты их не слышишь, но явно тебя что-то ведет куда-то, а иногда только в сложный момент шаман обращается к духам, прямо спасайте меня, я без вас упаду в обморок, пропаду, только ваша помощь меня вытащит из тяжелой ситуации для лечения больного человека, для своего лечения, вот, поэтому духи, в общем, что-то передают, мы все имеем какие-то, ну, инициации или посвящения или какие-то знания полученные, это одна часть, а вторая часть, это мы воплощаем эти знания в какие-то предметы, вот шаман, когда производят шаманское путешествие, после этого он может свое путешествие зафиксировать в виде определенных предметов, такой традиционный шаман, я не говорю художник, а про шаман, он может записать, как бы, свой, раньше в Туве не было письменности, сто лет назад только появилась бесписьменная культура, поэтому может сшить змей, как бы зафиксировав опыт, я был там, у меня было так, потом было по-другому, то есть, таких-таких животных, они мне так помогли, а другие не помогли, и в результате я, по-моему, человеку ли помогла, или что-то произошло, моя душа как-то испытала какие-то переживания, и иногда это очень существенно, и вот так вот может сшить змей, или может сшить каких-то животных, или может изготовить какие-то предметы магические, там, ножик или стрелу, это тоже своего рода творчество, потому что духи что-то показали, но шаман это находит материал необходимый, что-то воплощает, что-то делает, и эти предметы дальше являются как бы вместилищем знаний, информации полученной и служат цели какой-то практической. Например, для шаманов это Аза Чаин, да, Аза Чаин по-тувински, это Аза Духи Чаин Творцы, Аза Чаин Сага Зонарой, Духи Творцы, помогайте мне и выполняйте мои поручения, то есть это уже шаман начинает диктовать духом, сначала духи открывали путь, там, показывали что-то, там, дорожки, тропинки, существ, Сережа, вот эту лампочку зажги, вот, а уже в какой-то этап начинает шаман изготавливать предметы и духом начинает тоже что-то давать поручения, помогайте моим родным, помогайте моим близким, помогайте Матери-Земли, сделайте защиту, вызывайте здоровье, вызывайте удачу, то есть изготовляют предметы и в них вкладывают практически как бы поручения, практически месседж, послания, вот, ну и такие предметы я изготавляла, я их изготавляла не потому, что я хочу какой-то обязательно функциональной, такой практической пользы. Я вообще ненавидела практическую пользу раньше. Сейчас я поняла, что это нужно, это как-то вот, мы связываем задачу, когда мы что-то шьём, и я замечала, что я что-то шью, просто выражаю себя, а у меня люди спрашивают, а это поможет моей внучке хорошо учиться? А это поможет мне, чтобы у меня было нормальное давление? А это поможет мне избегать страшных сновидений? И вот ты понимаешь, что уже, когда ты просто шьёшься или что-то делаешь, рисуешь, ты в конце должен как бы обратную связь такую, всё это прочесть, хоть это прекрасное произведение, возвышенное, летящее, подобно орлу, но оно должно в конце концов вмещать и эти практические задачи помощи своим, прежде всего, родственникам, своему родушам, своим клиентам, и не быть противным вообще человеческой жизни. Вот это тоже, оказывается, вот яснослышание такое, оно не только в начале изготовления, но и в конце обратная связь. А вообще, что это такое мы сделали? Поэтому я вам покажу сначала несколько, ну, как куклы по-русски, по-тувински эрины, то есть духи, живые, ну, это по-русски, живые помощники, там, живые какие-то духи-помощники шамана, или просто предметы искусства, я их могу назвать в какой-то ситуации, для непосвященных людей, или для себя, просто когда я устаю от духов, это просто предметы искусства, ничего страшного. И в древности искусство всегда имело тоже практическую какую-то цену, то есть какая-то ваза изготовлялась с какой-то целью, какое-то блюдо изготовлялось тоже с какой-то целью, там, восхваление плодородия, там, вмещение всего и так далее. Вот, поэтому я долго говорить не буду, давайте начнем куклу показать, я буду чуть-чуть рассказать про каждый, ага, а потом, ну, вот, с любой, с того края начинаю. Вот. И потом вторую часть уже буду петь. Вот, например, бычок. Просто это бычок. Вот. Ну, дух быка связан всегда с представлением о силе, представлением о об учителе духовном иногда, потому что буга — это вот сильный шаман, который других тренирует, то есть он передает знания. Вот. Иногда связано духами воды. Вот. Духами воды, потому что считается хозяин любого озера, хозяин любой реки, представляется в образе быка. Иногда этот бык издает такие какие-то звуки такие, достаточно громкие, и это уже призывание сил. Вот. Поэтому вот такой дух быка в какой-то момент появился, он похож немножко на сарлыков, сарлыков, то есть такие длинношорстных бычков, которые у нас в Монгутаге. Дальше. Это фигура тоже такой, типа как шага, справление Нового года, шаманы в Новый год, Новый год по-буддийски, там это лос-ар там по-буддийски, по-шамански шага, Новый год, сейчас год у нас мыши, следующий год быка, ну тоже типа быка, как бы он, но он без рогов. Вот следующий год быка без рогов. Ну зачем бодаться с жизнью, зачем бодать других людей, надо преобразовать самого себя. Вот такой смысл. Маска прикрывает, чтобы закрыться от злых сил, чтобы они были, мы им были недоступны, они нам недоступны. Иногда шаман тоже закрывает лицо маской, чтобы не быть узнанным в мире, особенно мертвецов, или в мире опасных духов. Ну это когда провожает душу в другой мир умершего человека или ищет причины болезни. Вот. Ну это такой, как бы, здесь не очень видно, такой, это мне друг подарил такие тряпочки, он сам из трав, из трав делал фото, фотографии, накладывает травинки на тряпку. Вот. Я сама расписала лицо когда-то. Вот. И с одной стороны, такие огромные крылья, они представляют дух орла, то есть большой полет. То есть для шамана требуется быть подобным орлу, это горным, парящим в небе, видящим все с высоты неба, не в мелочи упадать, а видеть все вот с высоты полета верхнего мира. Вот. Но для художника не менее важны всякие травки, цветочки, внимание к мелочам и внимание к самым, иногда я вижу какую-то травинку или цветочку, я начинаю кланяться, любоваться, и настолько восхищаюсь, что мое сердце замирает, я молчу просто, я стою несколько минут, я чувствую, что волшебный мир снова приблизился. Поэтому вот я хотела вчера тоже вспоминала, что очень важно большой мир, большие задачи, да, мы хотим спасти землю, там, спасти людей, там, ну, каким-то образом, конкретных людей, кто обращается к нам, там, самих себя держать в форме хорошей. Ну, и просто любование чем-то малым, невеликим, создает радость и чувство полноценности бытия. Ну, это просто, как показано, возможность тоже преобразований для шамана, потому что это кукла, я находилась в Туве, но я готовилась к тому, что у меня должен был концерт в Центре современного искусства осенью следующий, ну, несколько лет назад. Я ночью, не соображая, где я нахожусь, встала, в юрте какой-то в туристическом городке и ногу в бабах об треножник для огня железный, который в середине юрта стоял ночью. Ну, не знаю, где я нахожусь, невнимательность. И разбила ногу. Вот это был бинт эластичный, вот. Ну, ногу я вылечила через несколько дней своими методами, но это бинт, я сохранила и сделала из него платье, как бы, для этой куклы. Лицо из чего сделать? Оказалось, бумажка и точности написан текст Центра современного искусства. Просто у меня случайно была бумага в чемодане, просто завалял. Ну, конечно, я сделала лицо из этого текста здесь, какие-то, ну, какие-то рекламные, там, что на бензаводе происходит, что в ГЦСИ происходило. А каблуки я сделала, у нас были гости в Туве, они делали нам новое крыльцо и маленькие квадратики остались. Я сделала каблуки этого танцующего героя, волосы из мочалки в близлежащем магазине. Спасибо. Вот. Ну, это муха миллион лет назад сделан, просто муха. Меня восхитили мухи. Через много лет я оказалась участницей проектов группы «Одвуки му». Без связи с этой мухой. Вот. Ну, вот это показывает такие герои в нашей жизни, нужны музыканты, там, гитаристы. Конечно, я с другими музыкантами участвую. Иногда у музыканта бывает вид, как будто его надо выбросить, выбросить вообще вон. И многие музыканты, одаренные люди, страдают от алкоголизма или от каких-то страшных внутренней неуверенности или какой-то тяжелой судьбой достается. Вот. И так было и в средние века, я читала, что в России спаивали специально людей, вот эти целовальники в трактирах, и потом выкидывали их на нежилые территории в леса. Вот. И мы свое творчество иногда можем выкинуть так же без разбора, что это глупые стихи, глупый текст, он мне приснился ночью, он никому не нужен. Все это надо выкинуть. Тем не менее, не выкинуть бы самое ценное. Я думаю, что искусство и возможность писать стихи, возможность петь, возможность восхищаться прекрасным в нашей жизни, это один из самых величайших даров. Вот. Поэтому нельзя выкидывать музыкантов из своей жизни, нельзя выкидывать людей из своей жизни. Надо очень беречь искусство и людей искусства. Вот. Вот. Ну, это такой, как корешок. Я как-то прилетела в Туву, обратно зимой было дело, обратно самолет не летит. Просто стильный снегопад, дороги замерзло. Не летит, не летит. Что делать? Я начала, имея, имея тряпки в руках, вертеть, вертеть, скрутила какую-то куклу, просто так, как бы корешок. И самолет полетел. То есть во время вот этого верчения и какого-то делания чего-то больше начинают, потому что в руках есть уже ум. Рука это вообще связано с сердцем, с душой человека. Когда рукой начинаешь что-то вертеть, начинаешь осознавать, где ты, что с тобой происходит, в чем препятствие. Поэтому такая вот работа руками, если в голове нет ума, в руках он есть. Поэтому такая вот ручная работа иногда очень... Некоторых женщин просто успокаивает вязание или вышивание. А есть более продвинутые какие-то практики. Вот. Ну, это гуслярка. Гуслярка. Вот она играет на гуслях. Вот. Женщина-гуслярка. Вот. Тоже одно время я увлеклась игрой на гуслях. Такую гуслярку себе сделала. Вот. Ну, в Туве тоже это Чадаган называется. Игра на такой струнный инструмент. связанный со сказительством. То есть вот этот интерес к былинам, к древним сказаниям. Иногда само начинает с нами разговаривать, а иногда нет. Надо подозучать литературу в современном мире, если ты потерян. И одно время я интересовалась былинами русскими и даже переписывала их. Ну, писала свою версию. Там Меркурия Смоленского и Марин Ковырятниц у меня есть такая песня. Про цирцею такую зловещую, как она людей превращала в животных и обратно. И про птицу, какая голубиная книга тоже. Тоже такие эксперименты я проводила, хотя не очень много. Вот. То есть собственный рассказ как собственный рассказ. Ну, это две просто такие древнейшие куклы, одни из первых. Просто как они свернуты, мы сидим здесь, общаемся, это прекрасный дар для нас, что мы можем разговаривать, мы можем друг друга видеть, размышлять о творчестве. А некоторые сидят в пещерах и уже не разговаривают, но они живы. То есть некоторые существа являются такими чисто духовными хранителями, каких-то древних, древнейших мест. Вот. Это вот такой один из фигур, подобных шаману. Вот. То есть с одной стороны это голова птицы сверху, птица, с другой стороны лицо как человека. Вот. Человека. Вот. Ну, многих шаманов уже нет, даже, к сожалению, которых я знала, шаманов туинских. Это Адарион, прекрасные люди, их уже нет живых. Шаман себя отдает людям, и всякие судьба бывают трагичные, бывают разные. Вот. Поэтому просто духи шаманов не помогайте, духи шаманов. Мы хорошо проводим обряды наржания сенек. Это было сделано специально. У нас такой есть водный источник, где мы каждый год проводим обряды. Давай. птица 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 храм хирити, магическая птица, там она в виде с многими головами, или птица кори. Меня одно время очень интересовала эта тема. Для меня это связано с разными задачами. Одна из них это женские песенные практики, пение без слов, пение разными странными голосами, которые позволяют войти в изменённое состояние сознания и просто звучат необыкновенно. Ну, также связано с разными птичьими породами вместе, они связаны как-то. Некоторые белые, некоторые и один чёрный есть. То есть, ну, это шаман, когда набирает на себя много тяжести, он становится как бы чёрным, но это смысл не то, что чёрный шаман, то есть плохой человек, а просто набирание внутренней тяжести от людей, ты впитываешь себя, их проблемы, впитываешь проблемы, мест, куда ты приходишь, где-то тяжело, где-то легко. И через очищение, через самоочищение до белизны первоначальной, через чтение молитв и совершение практик духовных мы возвращаем чистоту внутреннюю, как бы самоочищаемся. Потом опять чёрное состояние может наступить. То есть, это какие-то циклы жизни, циклы состояний. Наша задача помнить о том, что внутреннее самоочищение всегда необходимо. Да, ну вот там можно или орла покажите. Да, просто орёл или орёл. Ну и всё. Ну это обычный орёл, он как воздушный змейк появился у меня, но потом он поломался случайно, зачем поломался. И я вшила в него свои какие-то детали. Впервые мы выступали в Сургуте для людей лишённых зрения. Мы делали концерт, вот сделала такого орла. Ну он у меня сохранился и тоже напоминает о необходимости сохранения внутреннего полёта и необходимости возможности в любых состояниях парить и быть подобным орлу. ну это шмель просто шмель вот вот это глаза видишь я вот выступала когда как артистка это глаза приклеены ресницы одно время я выступала похож как проходистые глаза шмеля шмеля вот ну дух шмеля он иногда может закрывать лицо как такой рыцарь древний вот открывать лицо вот это крылья сделать по психолу просто что под рукой у меня было я вот ну шмель или пчела в шаманизме это образ трудолюбия подобные пчеле пусть будет трудолюбивым вот это смысл что мы должны иногда легко нам что-то даётся иногда нам надо пройти через какие-то мучительные иногда состояния и вот это оно может и тебя может ужалить но надо в результате понять почему что-то происходит почему что-то не происходит и вот это всё осмыслить для себя и для других ну всё да ну и хорошо слишком много не надо вот давайте а ну это будет не надо не надо вот ну так ну хочешь покажи ну это тибетские куклы тоже ну иногда как тибетские тоже интересные образы тибетских божеств ну связаны тоже праздником шага связаны праздниками преобразования года вот это древние богини лхама которые покровительствуют преобразованию и уничтожают многие препятствия вот ну теперь мы давайте уже перейдём ко второй части я хочу исполнять некоторые песни под баян и под балалайку сейчас я немножко перемещусь на другую часть стола и возьму в руки баян олитэбан Так, Баян. Ну, сразу подумали. Вот, ну, просто я вчера посмотрела, что некоторые песни я не пела много лет, но мне захотелось спеть. Очень старые песни. Так, это так. Ах, дерево лет ослабляю твой край, ах, мое дерево тайной тропой тебя принесло в этот мир. Ты запоешься, звенишь, в доме моем только дня. Много красивых парней, девушек тоже забыл. Милые парни мои, вы возникаете вдруг, вы высоки словно ель, голосу в одном чепью. Милые кости мои, сияйте своей белизной, вы освещаете путь. Путь к бесплатной земле, путь к нечистой воде, путь к бесполой луне. Встану на жесткий насилил, всю ночь целую цветы. Сколько кораблей Адонула в твоих морях. Беспредельный мой анкелар. Дно моря глубоко, Камни прибрежные Скачут, скачут по волнам Быстрая волна Из глубин звать к небу Нежно украшен твой упор Нежно украшен твой упор Голосе у нас Нежно украшен твой упор Нежно украшен твой упор Машет листвами Еще одна песня под баян, потом дальше Слышь инструменты Ой, не бойся, милый мой Жизнь прошла уже мимо тебя Я пойду на улицу, чтобы не ступить я Буду петь и плакать над тобой Мы помчимся с бовенцами Попросил я свет, небес Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зачем звонила по ночам? Зачем тревожила меня, Валюша? Вызывала меня выскочить ночь, Валюша Лучаться в пыли и плыть по воде Вышивать твои ноги по лодкам на избе Валюша Зачем эти внезапные грубые слова? Где же дружба, где же дружба, И ни слов не нужна? Я так хотел, чтобы не было, было, чтобы не было, было, Я так хотел, чтобы не было, было, чтобы не было, было, чтобы не было, было Печка у себя сточет где-то, Птичка-сестушка, где ты? Птичка-прещатка, где ты? Птичка-сианья, где ты? Пятнышко на небе, где ты? Птичка-сианья, где ты? Субтитры создавал DimaTorzok Просто такая готовая песня. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 всего многие шаманы очень скромные и в быту такие простые люди вот или скотовод занимается или там просто как родители своих детей там и свои там улев очень-то занимается вот но во время шаманской работы шаман обязан войти в состояние соединения с духами и помогать людям и устранять болезни устранять тяжелые какие-то то что человек сам набрал или и кто-то ему плохое желал там или неправильно пошла жизнь вот шаман устраняет плохое привлекает счастье здоровье объяснять человек как себя вести что было лучше учитывая знания шаманской астрологии там учитывая знания обретенные в результате собственной практики собственно многие собственные страдания пережитые шаманом потом оказывается как бы уроком каким-то внутренним то есть научаешься уже как надо реагировать той или другой ситуации как разрешить какую-то проблему чисто ментальную или какие-то бытовые вопрос решается вот то есть шаман все пропускает через свой опыт многое вот ну шаманы делать подношение духом гор духом там природы когда особенно в туве нахожусь разбрызги солнцу молоко каждое утро эта практика обязательно одну москве то уже стараюсь как-то хотя бы портили свой чай с молоком разбрызги утром там иногда делать костер ну как санкс санкс салэр это костер подношение духом там конфеты печенье там подносится если трудной болезнь лечится вот в принципе шаман это не только человек который совершает ритуалы какие-то а и просто беседует с людьми разговаривает просто способен выслушать человека войти в его ситуации что-то подсказать просто как мудрый советчик вот ну также может производить гадания с помощью камешков с помощью гадательный камень 41 камень хуанок с помощью шаманское зеркало с помощью других там каких-то средств вот ну то есть какие-то советы которые человек разумно формулирует если как неразумные формулируют какие-то странные требования то шаман отказываться он не будет помогать то есть силу своих возможностей в силу готовности человека его серьезности внутренней настрой да здорово вера видели вопрос про усталость от духов а вопрос я не заметил я закрыла глаза усталость от духов ну-ка повторите мне вопрос пожалуйста вы сказали что иногда устаете от духов а ну да знаете это как вот одна девушка мне кстати я только год назад узнала зажигать палочки благовония там читает мантры а потом оказывается она в индии часто есть оказывается полагается окно открыть после этого я даже не знала что после палочек тоже надо окно открывать то есть все чтение там молитвы и всего эти должны все вылететь они улететь должны ну как бы как бы обновление такое происходит вот но в туве естественно там воздух такой природный я если зажигают а можжевельник он она сама проветривается вот но в смысле привлечения духов обряда шаман конечно начинает привлекать духов начале когда он пришел человек шаман находится в обычной жизни обычный человек это не то что какой-то ясновидящий или какой-то там необычный необычный какой-то образ этого вы в жизни обычный человек никому не говорю шаман там сильно то есть среди вот мы психологи здесь общаемся это очень интересно а так ходить по городу я шаман там ну к чему это я не говорю вот но если провожу обряд я сразу одеваю специально одежду чтоб меня духи видели как и что я шаман а могу пальто одеть шаманское там бубен взять все потом начинает привлекать духов там уже приходите давайте помогайте можно до разной степени транса доходить вот и нет нет вот доходить до раздел и потом оказав помощь человеку шаман а в какой-то момент ну оказывает другим помощи все но если уже клиентов нет то шаман специальный даже поет молитвы в старину дорогие духи пора расставаться с шаманским костюмом он очень красивый но мы с ним расстаемся духи обратно в бубен духи давайте уходите откуда вы пришли то есть он полностью их отсылает он не живет с ними все время и когда клиент уходит шаман вообще забывает про его существование то есть даже я не помню проблемы людей которые ко мне приходить когда никому следующий раз придут я сразу вспоминаю как будто продолжение того же фильма включаешься продолжаешься историю а когда их нет я про я не думаю я живу своей жизни обычной вот так был вопрос куда вы деваете печенье конфеты конечно в ту вес сжигается в печке домашнем очаге ну или в юрте сжигается в очаге то есть подношение духа очага вот конфеты печенье принесены духом если в московской квартире ну куда-то сложу в мешочек потом вынесу в лес я сама их не съедаю духом это духом чужие буду сама съедать нет для меня это другое но были в туве правило первые первые кусок отдаются пажи пажи это голова да первый кусок отдается духом то есть принесли торт маленький кусочек кладется духом или там буддизме буддийские божества тоже им им первый кусок они как бы для нас там но являются уважаемые и покровителями нашим в туве так люди производят там уже харакан уже бурган помилуй божество помилуй помилуйте все духи вот а после это кушает или кусок мяса первый в огонь бросил ну или один кусок или 3 там или 5 это уже тонкости просто первый кусок не сам ест а я тоже такой метод рекомендую людям которые потолстели слишком не надо все в себя сжирать сначала помни что мы не одни есть какие-то силы которые пусть они угостятся а потом уже сам кушаешь сначала духов надо угощать ну не каждый раз но когда что-то хорошее или какое-то событие ну здорово да огромное спасибо вера знаете прям как на вкус на ощупь вот что есть как это сто раз услышать десять раз увидеть и один раз попробовать вот мы тут прям не просто видели или слышали попробовали так я удивился вопросы начинают появляться а почему они начинают под конец появляться что все обовлечены все прям вот наслаждаются этим вкусом звуком спасибо дорогие друзья но все-таки у нас вот конференция все поэтому я готова для вас и петь и целый могу и ночь целый петь и все но все-таки мы должны осмысливать то что с нами происходит вот иногда шаман вызывает много духов очень а или какой-то обряд все стучат бубен много народ это считается опасным слишком много не надо стучать вот потому что духи какие у них как много людей пригласить как на вечеринку один напился другой там какой надо понять что они делают и организовать их чтобы они помогали именно конкретному сообществу конкретной ситуации жизненной а не просто вызвал духов и без контроля то есть шамани с одной стороны транс или выгод другие состояния с другой стороны это контроль над тем что происходит зачем мы это делали и зачем мы это сделали и в начале и в конце тогда у нас всем желаю счастья здоровья все кто слушал мои песни кто смотрел на мои творения риски и пусть творчество как написание стихов песен или творчество преобразования своего пространства в комнате или творчество в общем любые виды творчества пусть для вас открываются в дальнейшем я я желаю всем спасибо вера доброго и будем из помощи духов мы прощаемся с верой сажиной приветствуем ирину зигерман которая здесь я маленькой паузой воспользуюсь для того чтобы поскольку вопросов было много сообщить что примерно через два дня когда будут готовы видео вы все получите линки на полное видео первого и второго дня сможете еще посмотреть чудесно ты так организовал события прекрасно вы получите также программу где будут показано поскольку это видео там по 10 часов где соответствующие спикер программы в какой месте на видео этом стоит и мы также пошлем вам линки к сайтам всех выступающих об этом тоже много вопросов хорошо то же не все не всех можно посмотреть чтобы потом посмотреть осмыслить что мы делаем все вместе и так далее ко всем выступающим так что не волнуйтесь мы в контакте чудесно спасибо мы на связи в шоу маст гон и оно будет продолжаться да итак вот перед нами открылся сейчас экран мы видим ирину и до того как ирина приступит к тому что она будет делать она сидела и слушала то что происходило вот завершение выступлением веры и прям было видно что ты вот сейчас процессуальный мастер до мастер просто смог да а в прямо в юности насколько я знаю ты была инициирована да как 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 хахатская шаманка сама сделала свой бубен то есть все о чем говорилось тебе очень хорошо знакомо и между прочим это очень хорошо вошло в твой инструментарий потому что процессуальная работа имеет своим неким одним из основных компонентов это шаманизм разумеется опять таки лучше один раз попробовать чем сто раз услышать но мне очень хочется сказать то что я сейчас скажу и я это как этот волк в этом мультфильме да вот сейчас спою вот и спою о том что ирина когда выступает все время вот миндель 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 но миндель является только ну как бы какой-то отправной точкой вот но она обязательно упоминается когда делается какое-то упражнение или что-то оказывается какая-то практика идет ссылка на миндель но у меня такое ощущение что ирина сама она может быть где-то приближается уже к уровню своего мастера и ученики вообще они должны перерастать своих учителей может быть там я не знаю не ввысь или не вширь но по крайней мере в какой-то в бок да потому что это уже авторская процессуальная работа это ни в коем случае не не клонирование того что было у миндель а это все наполненное свои креации своим опытом своим своей новизной все это на самом деле это авторство может быть где-то в какой-то части это авторство миндель в какой-то части это авторство ирины и является полноценным автором вот этих уникальных практик и всего того с чем она нас будет знакомить и уже твои ученики ведут преподавание да не просто ты сама это огромное счастье когда ученики уже ведут ученики да это уже такая как бы вторая производная это да очень серьезный мастер который выпустил столько там часть учеников уже ведут практику другая часть преподает вот так что ирина очень такой как бы серьезный эксперт ведущий в мировой вот этой процессуальной школе вот и я рад что великолепный финал нашей конференции вот и все это с большим любопытством жду предвижу что ты будешь показывать рассказывать вот и те кто кто не с нами пусть нам завидуют посмотрит запись да нет ну кто-то посмотрит а кто-то и нет что пускай те кто не посмотрит будут завидовать тем кто посмотрит а мы прям вот в живом эфире можем вопросы задавать взаимодействовать так что ну предоставляю тебе слово пространство все что возьмешь спасибо огромное как теперь выступать после такого представления один маленький технический вопрос а я смогу сделать демонстрацию экрана у меня будет окей хорошо там есть зелененькая кнопочка иногда она бывает выключена мне просто важно знать насколько она включена хорошо спасибо уже те кто в россии добрый вечер дорогие участники я к сожалению вас не вижу но я так сейчас буду настраиваться и вас чувствовать у меня доброе утро в калифорнии как раз вот процессуальный путь и процессуальной психологии меня привела на этот континент и мне примут самом деле очень так вот волнительно выступать потому что действительно моя такая шаманская сестра вера сажина перед этим с вами делилась своими знаниями и действительно как вера как гена сказал одна из составляющих процесс ориентированного подхода арнольда менделла который я преподаю и у нас есть школа в россии она основывается в том числе на шаманизме на шаманизме на квантовой физике на юнгянском подходе и один из очень важных аспектов которые можно освоить и раскрыть в своей жизни процесс ориентированном подходе и это мета навык творчества вот это именно мета навык творчества это такое более тонкая составляющая которая включается и в работу и в жизни процессуального специалиста и мое выступление оно как раз завершает конференцию я не очень знаю что у вас было но думаю что уже многое из того что вы изучили помогло вам почувствовать ваше творчество помогло вам к нему прикоснуться и больше его раскрыть и вполне возможно что вы за эти два дня конференция может быть еще и даже и за ночь которая у вас была смогли обнаружить некие мифы некие мифы или некие программы установки которые есть у каждого человека которые могут либо помогать творчеству войти в жизнь либо наоборот блокировать и останавливать это творчество и когда я занималась этой темы творчество это очень очень большая тема в процесс ориентированном подходе я обнаружила что у большинства людей у большинства моих студентов и том числе у меня были так называемые ограничивающие мифы которые блокировали творчество и один из таких ограничивающих мифов это то что чтобы достичь какого-то результата в творческой деятельности нужно много-много тяжело работать и стараться и что вообще успехи в творчестве просто так не даются и мне было очень интересно обнаружил это миф и он не имеет никакого отношения к творчеству если сказать какой-то такой вот именно лозунг лозунг этого вот небольшого мастер-класса или выступления он будет звучать так творчество есть у каждого его не нужно создавать оно уже есть есть абсолютно у всех и просто вопрос в том как получить к нему доступ вот это наверно самое интересное оно есть есть безгранично и как нему получить доступ и вот чтобы всего нас совсем чуть-чуть времени на самом деле а я еще хочу в конце вам дать небольшое упражнение чтобы вы могли почувствовать вашу творческую энергию чтобы не было просто лекцией очень немножечко было и практики я чуть-чуть про это расскажу про общенную игру и про примеры творчества и немножко пропорциальный подход и потом дам это упражнение и так мифы про творчество если вы поизучаете историю очень известных людей а которые много достигли из разных сфер окажется что возможно такие самые ключевые самые такие важные моменты в их жизни которые в принципе и помогли им стать тем кем они стали стать известными людьми они с ними просто случались безусловно эти люди много трудились много работали но какие-то ключевые очень важные моменты они просто происходили самые большие бизнесы они от какой момент просто что-то случалось это становилось основой какого-то большого бизнеса или что-то просто случалось это становилось основой большого события, либо открытия. И в этом нечто большом, как правило, всегда есть вдохновение, а вдохновение — это такая прелюдия перед творчеством. Этот мастер-класс я, когда его готовила, я строила на книге Эми Минделл, это жена Арнольда Минделла сооснователь процесса ориентированного подхода. Так и называется «Сновидение как источник творчества». И еще на вебинарах тренера нашей школы, а наша школа по процессоориентированному подходу так и называется «Процессуальный ум». Это одна из книг Арнольда Минделла. И вот в своем вебинаре наш преподаватель школы, потрясающий, глубокий, древний, такой глубокий человек с древним духом Змитниф Милунский рассказывал про одного очень известного в XIX веке химика. Его звали Фредерик Августин Кекуле, прям посмотрела, точно ли я сказала его фамилию, он изобрел формулу бензола. Это был очень уважаемый ученый, человек в чем-то очень далекий от трансперсональных пространств, но. Знаете, как он открыл формулу бензола? Он уже понимал составляющие, разные составляющие бензола. И он искал структуру, вот как из этих разных составляющих создать именно вот ту структуру, которую потом назвали бензолом. Он много думал, он много работал, и даже уже отходя ко сну, он продолжал в своей голове пытаться собрать вот эти вот кусочки, кусочки этой структуры, которая у него не собиралась. И как он описывал, что в какой-то момент, уже засыпая, он увидел, что эти кусочки структуры стали похожи на танцующих змей, на змей, которые танцевали. И вот эти танцующие змеи, в какой-то момент одна змея укусила собственный хвост и образовала кольцо. И в этот момент он открыл глаза, и он осознал эту формулу. Такая кольцевидная формула. Это было такое вдохновение, мгновенное и осознание. И это как раз стало вот таким открытием. И вот похожих историй, где именно вот это вдохновение, где творчество оказалось тем составляющим, тем компонентом, чтобы произошли очень-очень важные события в жизни истории человечества. Их на самом деле очень-очень много. Например, про всем, конечно же, известного Карла Густава Юнга и юнгианской психологии является одной из основ процессориентированного подхода. Когда он уже был известным психологом, психиатром, точнее, когда он уже заведовал психиатрическим отделением, он такой серьезный человек, очень такой уважаемый, да, с большим количеством своих пациентов, он в какой-то момент решил, что если он хочет что-то сделать в своей жизни новое, ему нужно просто очень наблюдать тонкие сигналы, тонкие сигналы, которые есть в его пространстве. И когда он решил наблюдать тонкие сигналы, кстати, мы похожую технику будем сегодня делать в конце моего выступления, у него в сознании возник образ себя как ребенка. Себя как ребенка, который строил в детстве песочные замки. И знаете, что стал делать этот взрослый, солидный психиатр? он по дороге домой из своей клиники заходил на пляж и начинал строить песочные замки из песка. Серьезный дядя снимал свой медицинский халат и по дороге домой выстраивал эти замки. Он ничего не думал, он просто это делал. И пока он это делал, у него начинали появляться спонтанно идеи, которые потом как раз и стали основой того, как работают со сновидениями в психоанализе. То есть выстраивая, вот он пошел за импульсом, он пошел за тем неявным, что было в его поле, и это неявное постепенно стало тем, той основой, на которой выстроилась вся теория работы со сновидениями. И сейчас этой теорией пользуются очень-очень многие люди. К чему я рассказываю все эти примеры? Творчество, оно легкое, оно спонтанное, и оно случающееся. Вопрос просто еще раз говорю, в том, как научить себя перестроить свое сознание на контакт с этим более творческим. И вот тут очень важный момент, на который уделяют внимание в процесс ориентированном подходе. Задача процесс ориентированного подхода это сместить внимание с того, как я делаю, каким я хочу быть в творчестве. Я хочу петь, танцевать, рисовать, написать новую книгу, создать что-то новое. Не то, как я хочу это делать, а то, что вот это, этот импульс, что вот это творческое, что будет в моей деятельности, что оно хочет проявить через меня. То есть никакую, я хочу песню спеть, а какая песня хочет спеться или прозвучать через меня. И вот это очень-очень важный момент, переключить свое внимание в сделании творчества на сам контакт и то, что хочет через тебя проявиться. Я буквально позавчера была на концерте очень интересного человека, Юрия Науменко, такая рок-звезда, которая в прошлом уехала из России в Америку. И вот он на концерте рассказывал, что когда он почувствовал, что он дошел до достаточно такого большого совершенства в том, как он играет на гитаре, он уже профессионал, его признают, у него все получается, но он почувствовал некий потолок в том, что он делал то, какой он был творческий человек. Он говорит, все, я чувствую, что я дошел до потолка. И знаете, что сделал этот творческий человек? Он очень глубокий, но очень интересный, он связан с психологией, мы с ним общались после концерта. Он говорит, я поменял аккорды на своей гитаре. Вот обычно вот так аккорды играют, а я перестроил свою гитару, чтобы привычные аккорды были в других местах. И говорит, стал играть по-другому. И говорит, и у меня снова творчество пошло. Он переключился с того, как он это делал, на то, что он в этом чувствует. И это принесло ему большой успех. Итак, я уже поделилась очень-очень быстро, при том, что у нас семинар по раскрытию метанавыка творчества в нашей школе длится минимум два дня, потом еще вебинары, потом еще супервизии, уже два таких маленьких, но очень важных пункта. Первое. Творчество есть у всех, его не надо создавать и переключить внимание самого творчества с того, как я это делаю, на то, что я чувствую и что через меня хочет проявиться. Итак, это такие очень быстрые наброски про некий путь, через который мы можем приходить в процессуальном подходе к творчеству. А сейчас я вам расскажу про ту структуру, которая может помочь нам попасть к творчеству. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана, и вы увидите вот эту схему. Это называется «Три уровня сознания в процессориентированном подходе». У меня на сайте процессмайн.ру я увидела, что Владимир сказал, что потом у всех будут ссылочки на сайты выступающих. Итак, процессмайн.ру есть большая статья про три уровня сознания. Я сейчас очень-очень быстро по ней пройдусь, чтобы вам было понятнее, куда я вас буду приглашать в практике. Итак, соединив знания из шаманизма, из квантовой физики, из юнгианской психологии, из даосизма и из буддизма, Минделл говорит, что условно, это только условно, наше сознание можно разделить на три зоны, на три уровня. Первый уровень он называет обусловленной реальностью или реальностью консенсуса или реальностью, обусловленной в консенсусе. Что это такое? Мы с вами живем в дуальном сознании. У нас, видите, здесь нарисована чертополох, а здесь нарисованы розы. У нас условно есть что-то минус, отрицательное, что-то не так, что нас не устраивает, и есть что-то так, что мы хотим сохранить в жизни или реализовать в жизни, достичь жизни. Ну и, как правило, люди, которые ходят на семинары и на тренинги, у них есть что-то условное, какой-то минус, что-то не так, какой-то условный свой чертополох, и они условно хотят создать свой сад с розами. И, кстати, когда мы рисовали вот эту картиночку, потому что вы прекрасно помните, что все розы с шипами очень сильно колются, а чертополох является священным растением у друидов, у кельтов в Ирландии, то есть чертополох такой особый мистический цветок. Итак, у нас наше сознание дуально, у нас есть что-то не так плохо и что-то хорошо, к чему мы пытаемся прийти. И как только мы пытаемся что-то задержать, сохранить что-то так, начинается напряжение, напряжение постепенно усиливается, потому что чем у нас больше хорошего, тем больше хочется сохранить и меньше хочется отпускать. А жизнь, она текучая и после любой ночи, то есть условного минуса будет день, а после дня опять будет ночь, то есть минус, попытка удержать хорошее вызывает напряжение и страдания. И, в общем-то, вот такое вот колесо сансары, все это идет по кругу. Убегание от плохого, желание хорошего, напряжение от удержания и вот так все это по кругу. Это очень-очень быстро я даю некие аспекты дуальности сознания, из-за чего, в общем-то, мы в том числе и страдаем. Я думаю, что с тем, что наше сознание дуально, согласятся большинство из вас, особенно те, кто умеет наблюдать свой ум. Окей, говорит Мендел, да, наше сознание дуально, от этого мы страдаем. Откуда возникает дуальность такой нашей реальности? И дальше, пока он не очень оригинален в мире психологии, он говорит, да, наше дуальное дневное сознание возникает из того, что называется бессознательным, либо Мендел это называет Dreamland, страна грез. И вот тут начинаются уже интересные некоторые особенности и отличия. Если в дневном сознании мы с вами люди, то в бессознательном либо в стране грез мы роли. Мы роли, и роли тоже могут быть дуальны, условно хорошие, условно плохие. и в нашем бессознательном эти роли могут меняться. Мы можем стараться быть очень белым и пушистым и хорошим в дневной реальности, а во сне нам будет сниться, что мы террористы, которые там расстреливают, или наоборот. Мы можем чувствовать, что мы в чем-то не такие в дневной реальности, но во снах мы можем приобретать прекрасные образы. Но особенность, кроме того, что в дневном сознании мы люди, а в нашем бессознательном мы роли, в том, что как люди мы умираем, а роли, они остаются. Сколько бы людей не умирало, есть роли целителя, роли тирана, роли спасителя, роли, да, роль преступника, роли не умирают и роли переходят. И вот сейчас самое интересное, что у каждого человека есть свой набор условно хороших или позитивных ролей, и у каждого человека есть условно набор своих таких бессознательных шпионов, либо отрицательных ролей. И, конечно же, мы больше идентифицируем себя с положительными ролями. И как только, вот видите, из этого бессознательного вытекает наша сознательная часть, как только мы начинаем себя больше идентифицировать с какой-то одной ролью, что возникает? Возникает большая дуальность. И как только мы идентифицируемся только с одной ролью возникает к ней привязанность, залипание и, как следствие, отсутствие свободы. Один из подходов, как мы развиваем творчество в процесс ориентированном подходе, мы раскрываем полярности. Какие у нас есть полярности и умение ходить в эти полярности. Сейчас я про это немножечко больше скажу про полярности, но дальше, если мы пойдем по этой схеме, вот то, чем отличается процессуальный подход, обычно на уровне бессознательного большинство психологов и основателей психологических подходов, они останавливаются. Они говорят, что да, есть бессознательное, есть разные механизмы, по которым оно функционирует, да, это бессознательно влияет на наше дневное состояние сознания, и на этом заканчивается. В процессуальном подходе есть методы и практики, как пойти туда, откуда возникает бессознательное. То, что Миндел условно называют уровнем сущности, эссенс, то, что создает наше бессознательное, есть механизмы и методы, которые помогают попасть в источник бессознательного. И тут уже как раз начинается духовная составляющая процессориентированного подхода, а это духовная психотерапия, безусловно, потому что глубинный уровень работы с клиентом и собой в процессуальном подходе очень важно умение работать с собой без психотерапевтов. Будет как раз в том, чтобы не только менять плюсы на минусы и развязывать узелочки сценариев, которые есть на уровне бессознательного, но и уметь идти в источник этого бессознательного уже в недуальный уровень сознания, если здесь условный плюс и минус, то это недуальное состояние сознания. И вот там уже осознавать свое существо и существование Вселенной и смотреть на какие-то шипы или розы уже из более глубинного и сущностного уровня. Про сущностный уровень, к сожалению, у нас нет сейчас возможности говорить, а мы поговорим как раз про доступ к творческой энергии через уровень бессознательного либо Дримленда, хотя тот самый творец творчества, творчество, которое возникает от творца, то есть источник творчества будет безусловно на сущностном уровне, и вот видя теперь эту схему, вы можете лучше понимать, что творчество есть абсолютно у каждого, то есть доступ к этому сущностному уровню творчества это просто вопрос навыков и умения, чтобы здесь оказаться. И безусловно, так как это есть у всех, есть просто некие так называемые в процессуальном подходе края, то есть края это то, что блокирует вот эти вот, дает возможность прорасти вот этим вот росточком творчества сущностного уровня в наше повседневное сознание. Наверное, скажу про два номера своих таких самых важных блока, которые я открыла пока я работала со своим творчеством. И они были поставлены достаточно в раннем возрасте. Первый блок я пела в хоре, я даже солировала в хоре, и это было с первого по третий класс школы, а после третьего класса школы мы переехали на другую квартиру, в противоположную часть Москвы, и там меня родители повели в новую студию. И, видимо, я так предполагаю, что руководитель этой студии был, скорее всего, таким антисемитом, потому что, посмотрев на меня, он сказал, нам не нужны девочки с черными волосами. Ты нормально поешь, но ты там не подходишь из-за цвета волос. К сожалению, у меня не было родителей психологов, которые бы мне сказали, что это все глупости и пойдем в другую школу. Это настолько меня заблокировало, что это просто заблокировало мой музыкальный слух. После этого времени я очень-очень много лет вообще не могла петь, а если пела, я просто не слышала ноты, я не слышала музыку. И только благодаря сессии холотропного дыхания, когда я в расширенном состоянии сознания воспринимала музыку, которая звучала на холотропном дыхании, я ее начала видеть в цветах, я начала чувствовать мир музыки. Я через именно холотропное дыхание смогла вернуться в мир музыки. Это тогда как раз очень разблокировало это ограничивающее убеждение. А другое ограничивающее убеждение поставил мой научный руководитель, когда я училась на искусствоведении до психологии. Я вообще хотела быть таким крутым искусствоведом, работающим в Кремле, в запасниках Кремля. У меня там были такие большие-большие планы. И мне всегда хотелось рисовать. Я никогда не умею. Вообще, если кому-то дано, а кого-то не дано с детства. Я очень хотела рисовать. И когда я уже поступила на искусствоведение и уже работала в художественной галереи, я решила, что тут наконец-таки я пойду на курсы и научусь рисовать, поделилась этим с моим научным руководителем. И он мне сказал, хороший искусствовед рисовать не должен. Ты говори, как ты сможешь быть хорошим искусствоведом? Ты говори, будешь то, как ты будешь рисовать, ты будешь примерять на то, как рисуют другие. Нет, если ты хочешь быть искусствоведом, ты не должна рисовать. Мне было 19 лет. Я была хорошей девочкой. И я ей поверила. Я ей поверила, и я не пошла тогда на курсы рисования. И много-много лет, когда я видела какие-то курсы, где учили рисовать, я считала, нет, это не для меня. У меня нету времени, у меня нету возможности. Я находила причины, почему это не для меня, хотя внутри я так тихо-тихо завидовала. Я когда видела, как мои там коллеги, психологи, за несколько месяцев, да, не умея, условно не умея рисовать, чтобы мы помним, что творчество есть у всех, да, создавали прекрасные картины, я думала, блин, вот они-то смогли, но у меня нету времени. Сейчас у меня на кухне стоят баночки с красками, я занимаюсь флюид-артом, и на самом деле то, какая я пришла в процессуальный подход, зажатая, стеснительная, вообще отсутствием контакта с творчеством, именно благодаря этим техникам, это творчество стало раскрываться и входить в мою жизнь, ну, это можно сказать, что это жизнь до и после, это жизнь черно-белая, это жизнь цветная. Поэтому я очень-очень рада поделиться тем, что есть методы, как туда попадать. Как я уже говорила, у нас в школе даже из 12 семинаров один модуль посвящен творчеству, и еще раз обратите внимание, прекрасная книга Эми Минделл «Сновидение как источник творчества». Огромное спасибо Владимиру Майкову, который издает эти книги. Вообще, и во многом-во многом через Володю процессуальный подход вообще пришел в Россию. что это можно раскрывать. Итак, возвращаясь к методам и говоря, что мы сегодня с вами работаем, да, чуть-чуть изучаем, как можно раскрывать творчество через работу с основическим уровнем, через полярности, я вам предложу сейчас подумать, подумать про какую-то, какую-то идентификацию. Какая идентификация у вас может быть, если мы говорим про творчество? Вот как может звучать какой-то ваш миф или ограничивающее убеждение, даже если вы уже творческий человек? Чем, кстати, чем более творческие люди, тем больше у них есть таких ограничивающих мифов. Вот попробуйте сейчас сесть поудобнее, может быть, там вы где-то так приятно к концу дня уже устав развалились на диване, но я вам предлагаю сейчас сесть более прямой спиной, потому что когда спина более прямая, на самом деле больше в ней присутствия и осознанности не в спине, а в теле присутствия больше. Сесть, сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и подумать, сформулировать, как звучит возможное убеждение или возможный миф про вас и творчество. Есть ли в этом убеждении что-то, что может останавливать или блокировать ваше творчество? Или, может быть, вы можете вспомнить что-то из прошлого? Были ли какие-то истории, которые могли заблокировать ваш доступ к творчеству? Можно прям сформулировать и записать, если у вас есть листик, ручка. Можете записать. Если вы это уже сделаете, спросите себя, есть ли какая-то полярность, есть ли какая-то полярность этому убеждению? полярность. И если вы находите эту полярность, точно так же попробуйте ее сформулировать. Как можно сформулировать эту полярность? Итак, пока вы это делаете, я остановлю демонстрацию экрана. Я думаю, что эту схему вы уже увидели и запомнили. Еще раз скажу, что есть большая статья на сайте про более полное описание этой схемы. И теперь представьте, что у вас возникает диалог между этими двумя полярностями. Что бы сказала та полярность, в которой вы обнаружили некое ограничение? Чтобы ответила другая полярность. Если вы делаете эту работу, то на какие образы могли бы быть похожи эти полярности? Есть ли какой-то образ, на который могла бы быть похожа одна полярность? есть ли какой-то образ, на который могла бы быть похожа вторая полярность? Какие первые такие фразы этого диалога вы можете услышать? Если вы слышите эти фразы, просто запишите одну какую-то фразу под одной полярностью, где есть какие-то ограничения про творчество, и какую-то фразу, где есть какие-то возражения либо контакт с творчеством у другой полярности. А теперь сделайте пожалуйста вдох-выдох и представьте, что вы выходите в третью позицию и вы смотрите из такого нейтрального места на обе эти полярности. Почувствуйте, что вы вот такой чистый лист, чистый лист, и вы просто со стороны смотрите на эти две полярности. Что вы почувствуете, какое состояние, когда вы смотрите на эти две полярности и наблюдаете за ними? Какое состояние возникнет внутри вас? и какое будет качество этого состояния? Будут ли там какие-то оттенки большей целостности, большего объема, дома? Может быть какого-то спокойствия и возможно даже мудрости? Если дать побольше возможности поосознавать это состояние, то можно ли сказать, что когда вы себя не идентифицируете либо с тем, кто не имеет доступа к творчеству, либо идентифицируете себя с тем, кто имеет доступ к творчеству, когда вы можете быть и не тем, и не тем, там появляется такой легкий вкус свободы, открытости и возможности чему-то новому. Вот если такие тонкие-тонкие нотки с такого просто мини принюхивания к разворачиванию полярности связанным с творчеством и с тем, что его возможно останавливает, вот это умение выйти в третью позицию и посмотреть на эти две полярности уже дает большую свободу, большую целостность и на самом деле большую мудрость. Вот, к сожалению, у нас нет чата, да, я когда веду свои вебинары, у меня есть чат, где студенты могут писать, тут я вижу, есть вопросы и ответы, да, но... Есть. Есть, а, есть вопросы-ответы здесь, да, вот так, спасибо, Геночка, что подсказываешь. Если вот чуть-чуть возникло то, что я говорю, я буду очень рада, если вы напишете, у меня будет небольшая, да, с вами обратная связь. Они прямо... да, 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 да. Мама очень распитается, да, вижу. работу с полярностями. ура, 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 получается, классно, классно, супер. Это даже, скажем так, даже не была глубокая работа, мы просто с вами сделали такую буквально сонастроечку маленькую. Спасибо за ваши отклики, я прямо вас начала больше чувствовать. То есть, я буду читать и одновременно рассказывать, чтобы временем прям совсем мало осталось, а это была настройка, это еще не было упражнений, еще вам хочу упражнения дать на самом деле. Диалог глубокий, фантастика, ребят. Сейчас они как все начнут, но не успеешь прочитать. Ну, а я рада, что получается. То есть, что блокирует творчество? Творчество блокирует наша привычка идентифицировать себя с одной какой-то ролью и неумением ходить в полярность этой роли. Может быть, вы слышали про такого очень известного и актера, и режиссера Михаил Чехов. Это, если я не ошибаюсь, племянник или правнук, сейчас я не помню, племянник, племянник Антона Чехова. У него была потрясающая книга и школа о технике актеров. Очень многие известные актеры Америки, они как раз и стали известными благодаря его технике актерского мастерства. Например, Мерлин Монро, она как раз только через него как бы в самом деле открылась. Так вот, в чем была, если говорить по сути, очень кратко, суть работы с актерами у Михаила Чехова. Он их учил ходить в полярность роли. Он им давал какую-то идентификацию роли, а потом просил пойти абсолютно в противоположное и проживать противоположное тем ролям, которые они хотели бы играть, с которыми они привыкли быть в контакте. И именно умение быть в полярности ролей, а потом собирать их вместе, давало буквально просто вот такой взрыв творчеству, взрыв свободе, взрыву вот возможности быть разными и любыми в том, какие мы есть. И это высвобождение открывало энергию творчества у актеров. Поэтому, если говорить следующий такой очень важный пункт, именно в процессуальном подходе, как мы раскрываем метод навык творчества, а без творчества процессуальная работа невозможна. То есть процессуальный специалист, он не сидит на стуле и не анализирует, он движется, он звучит, он поддерживает происходящее в клиенте. Там очень много движений творчества в процессуальном подходе. Так вот, мы осознаем какие-то наши полярности и учим себя расстрелиться с ними и уметь занимать абсолютно любой полюс, другой полюс тех наборов ролей, которые у нас есть, с которыми мы себя идентифицируем. Вот это такой, ну, еще один очень важный момент в процессуальном подходе, как мы туда идем. И вот есть очень интересная и теория, и методы, как вот в теории трех уровнях сознания, которые я показала, какие двери доступа есть на разные уровни, и особенно на существенные уровни, там, конечно, прям сама суть творчества будет. вот, как замечать, как осознавать, и самое основное, как привносить это в нашу жизнь. Ну что, давайте, на самом деле, уже мало времени остается, сделаем более развернутое упражнение. Я надеюсь, что у вас есть листик, может быть, лучше три листика, карандаш, ручка, может быть, даже у кого-то есть и карандаши, если у кого-то есть карандаши, вообще совершенно прекрасно. Давайте сделаем еще одно упражнение, я не уверена, что останется время на обсуждение, но я его делала несколько раз, оно простое, и каждый раз, даже зная его, я получала прям вот подарок для самой себя. Итак, пожалуйста, снова сядьте, если у вас есть такая возможность, с прямой спиной положите перед собой лучше три листа бумаги или разделите один лист на три части, если у вас мало бумаги. Пока отложите ручку, сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов, можно полуприкрыть глаза или закрыть, то есть переведите, пожалуйста, ваше внимание с мыслей, с думания на ощущения, как вы дышите. Почувствуйте, как вы дышите и вот немножечко затуманьте свой ум, как будто бы вы чуть-чуть засыпаете, вот как будто бы слегка вы засыпаете, пускай сознание на пару минут станет таким более затуманенным, более сноподобным, более сновидческим. И понаблюдайте, вот какой первый образ или какая первая мысль вот спонтанно возникнет, вот что как будто бы вот сейчас привлечет ваше внимание, о чем ваш ум захочет подумать, о какой-то истории из прошлого, появится какой-то образ, появится какое-то ощущение, которое могло бы стать похоже на какой-то образ. Вот буквально первая спонтанная, смотрите, первая спонтанная, это то, что делал Юнг, когда он решил наблюдать что-то такое тонкое, к нему первая это пришел его ребенок. Когда вы немножечко затуманиваетесь, что первая спонтанная проявляется в вашем уме. И что бы это ни было, на одном листе или бы на одной третьей листа сделайте быстрый набросок. Вот то, о чем вы подумали. Вот я, когда вчера это упражнение делала, готовясь к нашему мастер-классу, у меня появилось ощущение полета, и я нарисовала крылья вчера. Итак, быстрый набросок, если есть цветные карандаши, можно цветными карандашами, либо маркерами, либо мелками, если они у вас под рукой на конференции по творчеству. Сделайте быстрый набросок. Ну и можно одной фразой либо одним словом подписать, что это такое. Не надо там художества такие сложные раскрывать. Быстрый набросок. Абсолютно любого, что у вас проявилось. Итак, я надеюсь, что вы уже нарисовали. Отложите, пожалуйста, опять чуть-чуть в сторону листик, ручку или карандаши. Снова сядьте с прямой спиной. Опустите глаза или прикройте их. И снова, пожалуйста, сделайте вдох и выдох. И подумайте о чем-то абсолютно полярном. Что могло бы быть полярным и противоположным тому состоянию или образу, который вы только что нарисовали. Что будет полярным и противоположным? И так же сделайте быстрый набросок этой полярности. На другом листе или на второй, третий листа сделайте быстрый набросок этой полярности. если у вас есть цветные карандаши, то можно использовать уже другие цвета. Либо поображением дорисовать цвета к вашей ручке или карандашом. И вот на этом втором рисунке посмотрите, что вас будет привлекать. Вот есть то, как вы сделали этот свой быстрый рисунок. Может быть, там есть какие-то закорючки, какие-то закогулинки. Что вас будет привлекать в этом втором рисунке? Вот я, у меня первый рисунок был крылья и абсолютно противоположное. Я вчера нарисовала кирпич. И то, как я нарисовала этот кирпич, я там нарисовала такие трещинки на этом кирпиче. И трещинки были такими вот маленькими такими загогулинками. Да, вот такими вот полнистыми маленькими линиями я эти трещинки нарисовала на своем кирпиче. Что? Нет. Ребят, дорогие коллеги, вас там сейчас слышно в мастер-классе. Выключите, пожалуйста, микрофоны. Итак, у вас есть второй рисунок. Вы можете подписать слово либо фразу. У меня были крылья и полярные. Лично у меня это был кирпич. И посмотрите еще раз, что вас больше всего привлекает в том, как вы нарисовали эту вторую полярность. И теперь сделайте вдох и выдох и возьмите третий лист или на третьей части листа, если вы делили на три части. И теперь на третьем листе начните рисовать то, что вас привлекло во втором рисунке. Я говорила, что у меня было второй рисунке кирпич, эти маленькие вот такие волнистые линии, которые были трещинками. И я на третьем листе начала чуть-чуть более усиленно прорисовывать эти линии. Вот усиление либо амплификация это очень важный инструмент, как мы разворачиваем процесс в процессуальном подходе. Усиление или так называемая амплификация. Итак, вы берете третий лист и то, что привлекло ваше внимание, какой-то штришочек, какая-то деталька, какое-то усиление рисунка или наоборот какая-то пустота в вашем рисунке. На третьем листе, пожалуйста, начните рисовать более усиленно, более проявлено то, что вас привлекло. И дайте то, что вы рисуете более усиленно, превратиться в какой-то образ. вот когда вы снова и снова повторяете, усиливая более ярко, более развернуто прорисовывать снова и снова деталь со второго рисунка на третьем рисунке. Вот у меня эти маленькие такие вчера такие линии волнистые, они у меня стали волнами. У меня к огромному удивлению трещинки с кирпича у меня вчера на третьем рисунке стали волнами. Итак, дайте себе возможность развернуть сновидение третьего рисунка. На что это станет похоже? Я вижу от Натали сообщение, что у нее тоже волны. Классно. Разворачивайте, разворачивайте и наблюдайте еще свое состояние. Очень важно быть не только в рисунке, но еще что вы чувствуете, как меняется ваше состояние, как меняется у вас настроение. Я вижу слезы, да, куда пишет. Дверь получилась. Классно. Классно. А вот теперь смотрите на ваш рисунок, на третий рисунок, чуть-чуть расфокусированным взглядом, чуть-чуть прямо вот не таким привычным, да, а чуть-чуть прищурьте глаза, немножечко расфокусируйте взгляд и посмотрите, если бы из вашего третьего рисунка сейчас проявился бы какой-то образ, кто-то бы, кто, да, живет в этом мире, кто-то, да, кто бы мог жить в этих волнах, или кто-то бы, кто открывал эту дверь. то есть посмотрите, проявляется ли какой-то образ, какой-то персонаж, который мог бы жить в мире этого рисунка. Кто это открывает? Это моё, моё сновидение, может, там никто не открывает дверь, да, может быть, это ребёнок, или наоборот, это дверь в космос. То есть есть ли какой-то образ, который мог бы жить в мире вашего третьего рисунка? И если да, то нарисуйте его прямо вот в этом рисунке. Нарисуйте этот образ, кто бы жил, да, в мире этого рисунка. Например, вот моя голова вчера, когда я делала эту технику, писала, о, там живёт Нептун. Когда я начала рисовать, у меня получился такой весёлый персонаж, я его назвала вчера Хулигашкин. У меня такой вчера вот Хулигашкин появился. Такой с волнистыми такими волосами, совершенно не похож на Нептуна. И, кстати, вот, пожалуйста, дайте ему имя. Дайте имя тому, кто там живёт. Да, спасибо, что вы пишете. Спасибо, что вы пишете, кто там проявляется. желательно, желательно, чтобы ваш третий рисунок это некий мир. Вот, есть кто-то, кто мог бы жить в этом мире и, возможно, даже и создавать мир этого рисунка. Этот Хулигашкин у меня как раз вчера создавал эти волны, которые появились. Да, если у вас океан, то как проявится суть океана, через какой образ может проявиться духа океана, каким он будет для вас. Итак, ещё раз, суть того, что вы нарисовали какой-то мир в третьем рисунке и есть кто-то, кто мог бы создавать этот мир, либо жить в этом мире. У нас остаётся, к сожалению, очень мало времени, поэтому я сейчас быстренько-быстренько скажу следующие шаги и, возможно, вы это просто уже сделаете после завершения конференции. Итак, следующий шаг – это стать этим образом, стать этим образом, который вы нарисовали, и из него посмотреть на какие-то проблемы, которые есть у вас в жизни. Как из этого образа видятся какие-то проблемы? Как из этого образа видится вообще процесс творчества? Как этот образ может быть связан с процессом творчества? И как этот образ, который появляется, если вы решите давать ему больше места в вашей жизни, в вашей работе, в ваших отношениях? Как он мог бы поменять ваши проблемы, вашу работу и вашу жизнь? И могло бы через него прийти больше творчества в вашу жизнь? и уже прямо совсем на десерт спросите себя, а кто вы в этом мире? Есть ли вам место в этом мире этого персонажа, который вы нарисовали? Например, у меня вчера был такой хулигашкин, который создавал эти образы. А если я спросила себя, кем я могу быть в этом мире? У меня появился образ русалки. Русалка, которая с ним дружит, и там такая легкость, там такая на самом деле игра, там столько спонтанности, там столько интереса. И вот эта энергия, которую я почувствовала взаимодействие моего этого хулигашки на этой моей русалке, это как раз и случилось с тем самым вдохновением. Вдохновением, его прям энергия вдохновения, я почувствовала эту энергию. Очень многие известные композиторы, музыканты, большинство рок российской, рок-культуры, она строится на том, чтобы через психоделики, через какие-то разные способы получать это вдохновение, потому что оно уходит. А вдохновение, это как вот открытая дверь в творчество. Вот доступ к этому вдохновению, оно позволяет идти уже дальше из других техники в фуциальном подходе, как идти на сущностный уровень, где уже как раз этого творчества будет намного-намного больше. И вот завершая это свое выступление, я хочу сказать, что вот очень важно осознать ваше место, ваше место в пространстве творчества. Вот этот мой вопрос, да, а кем вы можете быть в этой картинке, в этом мире, какое ваше место? Это очень важно осознать, не только получить доступ к творчеству, но еще и почувствовать свое место в этом творчестве. я очень надеюсь, что у вас работа сложилась и получилась. Если будет желание, я готова с вами дальше общаться, пожалуйста, есть Facebook, есть почта, и если вдруг вы захотите прийти, мы в этом году, у нас раньше была совместная программа с Владимиром и с коллегами, где там процессуальных было три семинара в программе обучения в институте психоанализа, в этом году мы открываем свою отдельную программу по процессуальному подходу в институте психоанализа. Вся информация есть на сайте, если вам будет интересно продолжить с нами путешествие, я буду очень-очень-очень рада. Вдохновение и творчество в вашу жизнь, и я даже успела за две минуты до конца своего мастер-класса завершить свое выступление. Спасибо, дорогие участники, хоть вас не видела, спасибо, я очень рада, что вы интересуетесь трансперсональной психологией и раскрываете себя и делаете себя и наш мир более творческими. Спасибо. Да, океан любви и спасибо тебе и от участников, и лично от меня просто восторг, великолепная. Знаешь, вот тут два дня было много, много про это, про творчество, вся конференция посвящена творчеству, и на финале приходит Ирина и буквально вот за руку заботливо проводит к этому источнику, потому что этот ресурс действительно он есть у всех, каждый человек творческая личность, но как ума палата ключ потерян, тут ключ выдали, все, иди, иди, твори. Вот, так что все очень здорово. Ну, тем не менее, мы подошли не только к финалу твоего, твоего часа, мы подошли к финалу наших двух дней, и я сейчас буду завершать завершать нашу двухдневную конференцию, и тут какой какой синхрония, какая, да, совпадение, что все, что сейчас в чате, это слова благодарности. Я хочу, да, они, конечно, персонально тебе, но я хочу завершить наши два дня тоже благодарностью, и прежде всего поблагодарить Владимира, он вроде как слышит, но еще окно не открыл, великолепно все организовано, все состыковано, все все это причем понимаете, как когда мы участвуем в этом мероприятии, мы никогда не знаем, сколько усилий приложено к тому, чтобы просто состоялись какие-то простые вещи, чтобы не вот просто и хорошо состоялись, усилий было много, да, Володя, огромный респект, все здорово, также огромная благодарность Ксении, которая была нашим ну как бы гидом, помощником, она модерировала все процессы, и буквально вот я как ведущий, я постоянно ощущал ее рядом, что если что поможет, если что, все, да, все будет сделано самым лучшим образом, также благодарность Оксане, Оксана тоже очень помогала, Володь появился, да, принимай благодарности от всех участников, спасибо всем участникам за замечательное присутствие, у нас до сих пор Марсу, который тоже очень помогал, и благодарность Евгению Пусошкину, который тоже как бы помог, кроме того, должен упомянуть наших информационных партнеров, которые сделали нашу конференцию более многолюдной, у нас, смотрите-ка, зарегистрированных 200 участников, ну, это, и причем со всех концов, вот, Володь, в самом начале со всех концов мира, да, и это участники, которые узнали о нас, которые нами заинтересовались, и я очень хорошо знаю, что никто не пожалеет о том, что поучаствовал, вот, более того, знаете, я когда вспоминаю о том, что было за эти два дня, я начинаю думать, что для того, чтобы, знаете, как пища, она должна быть усвоена, вот для того, чтобы усвоить эту пищу, вот этих двух дней мало, наверное, придется еще несколько раз посмотреть кому-то какие-то выдержки, как-то вернуться к этому в нашей памяти, вот, но я продолжаю наши благодарности, итак, мы благодарим Международную Академию Психологических Наук, Владимира Васильевича Козлова, мы чувствовали их поддержку, Европейскую Трансперсональную Ассоциацию, Ассоциацию Живых Городов, Демчига, и его Демчик 100%, Эрос и Космос, Путь Сердца, Российскую Ассоциацию Процессуальной Работы, Институты Имотон и РХГА, которые по своим каналам распространяли информацию о нашем событии, открытие Диалог Дмитрия Шеменкова, так что всем большое спасибо, у нас все благодаря всем вам очень хорошо состоялось. Ну, далее некоторые такие воспоминания о том, что сегодня давайте отметим, что было вчера и сегодня, что было сегодня. Во-первых, вот можно было бы подумать, что альтернативой такого мероприятия может быть просмотры видео, чтения статей, книг и так далее. Нет. Дело в том, что все, что было, вот вы прямо почувствовали, вдохнули атмосферу, потому что все мастера, которые знакомились с вами, с которыми вы знакомились, они же все, когда давали какую-то информацию, когда говорили о чем-то своем, они все находились в состоянии знания, в состоянии вот этого присутствия, они давали то, про что они великолепно знают, великолепно чувствуют. И, знаете, как происходит обучение в некоторых боевых искусствах, в духовных практиках, что мастер, он показывает фигуры, но ученики считывают не столько и не только фигуры, сколько состояние самого мастера. И вот эти вот состояния всех мастеров, они создают вот эту уникальную атмосферу. И эту атмосферу вы вдыхали, вот эти вот, мы все вдыхали эти два дня. Это атмосфера развития, атмосфера творчества, сотворения самих себя, сотворения настоящих самих себя. Это беспрецедентно. И даже я так думаю, что просмотр этого материала, он наверное будет меньшим вдыханием вот этой атмосферы, этого вдохновения. Вот. И поэтому ну все очень здорово. И те, кто был здесь, конечно, получили очень много. Но вы получите еще, потому что мы запланировали такой как бы постконференционный буклетик, в котором будут ссылки на некоторые сведения о тех мастерах, которые вели тут воркшопы и делали доклады, да, потому что многие из вас пишут, ой, а где, а что, а найти, и да, вот так вот сказать в эфир или даже написать, это не так продуктивно, а дать ссылки, это то, что приведет к вашему более углубленному и длительному изучению того, что вы сегодня попробовали и сегодня и вчера и, так а что ж попробовали, давайте отметим и вспомним. Екатерина Худобина, ну, знаете, я сам тоже занимаюсь интуицией, веду специальные тренинги, но сегодня то, что было, это было для меня просто сокровищем, потому что это был обзор интуиции известны человечеству с древних времен и разные специалисты, разные мастера по-разному к этому подходят. Они же знают, о чем они говорят, это разные грани, это очень информативно, вот ее полчаса были крайне информативными для любого человека, который интересуется этим. И Юнг, и другие авторы, которых путеводители, идите, посмотрите, почитайте, поинтересуйтесь и двигайтесь дальше в этом познании. Интересный был опыт, пью кофе и слушаю, как Марс говорит, что кофе пить не надо. Такая тоже, смотрите, вот и даже у Ирины тоже это прозвучало, что есть такая иллюзия, есть такая иллюзия, что психоделики могут способствовать чему-то, любые психоактивные оказывается нет, и об этом должен сказать доктор. Следующий, Уолфорд Диксон, прям посещение музея. Олег обращает внимание на очень важные моменты, это все из его опыта, это все пережито. Марина о предвечном и о препятствиях пути к этому предвечному. Ирина творящий человек и концепция творчества. Иван и Евмений это про то, что не важно что, важно как, это очень важно еще раз об этом услышать. Евгений от Канта к Вилберу интегральный подход, который прорастает и открытие красоты в человеке как путь терапии развития. Олег Королев это практики вхождения, маяки, вхождение в тонкий мир. Вера Сажина мы тут великолепно все попробовали, прям на вкус, на запах, на ощупь. И, Ирина, спасибо тебе большое, великолепный финал. Это и схема, очень красивая, доступная, остающаяся памяти и такая заботливая проведение нас к нашим ресурсам. Так что огромное всем спасибо. И слово Володе. Присоединяюсь ко всему нашему президиуму, организатору этой конференции, к благодарности от имени президиума ко всем мастерам, которые участвовали в этой конференции, поделились своей жизнью, собственно говоря, квинтэссенцией своей жизнью. И мы приглашаем вас в трансперсональный мир, в большой трансперсональный мир. И на наши профессиональные программы, у каждого из нас их много. Есть программа, которая ядро ассоциации ведет в Московском институте психоанализа, годовые программы по трансперсональной психологии, психотерапии. Есть авторские программы у каждого из выступающих вчера и сегодня мастеров. И мы пришлем вам об этом в информационном листке, линке, так что вы сможете все изучить, позвонить, узнать, и если вам интересно что-то продолжать. Итак, до новых встреч. Отправляемся дальше в большое путешествие жизни. Всего вам доброго. До следующих конференций трансперсональных не обязательно вот наших ежегодных конференций, мы что-то еще интересное придумаем. Всего вам всем доброго. Да. Счастливо всем. До новых встреч. .\ . . Продолжение следует...